Всем привет! Это снова я, Колян Наумов. Что-то давно не виделись просто. Да не до этого всего было. У нас с Лерой родился сын. Миша. Это, короче, мы только из роддома Мишку забрали. Первое семейное фото. А это первое купание. Кайф, да? А это Мишу уже пять месяцев. У нас праздник. Вот. На меня похож уже капец. Не, ну в жизни, конечно, все изменилось. Сами понимаете, новое ощущение, ответственность. За детьми же капец, глаз да глаз нужен. Но у меня всегда все под контролем. Ну, Коля, я же просила за ребенком присмотреть, пока я готовлю. Он опять в решетке кровати головой застрял. Мой пацан не любит решеток. Лер, да я их сейчас просто выломаю, да и все. Не надо ничего ломать. Надо лучше за ребенком смотреть, а не этой ерундой заниматься. Ну, Михаил Николаевич, какие у нас тут дела, а? Какие дела? Какой серьезный лежит. Серьезный какой. Сразу своего папку превзошел. А че ты у тебя такая кроватка узкая, а? Надо тебе двуспальную купить кровать, да? А то от папки ты не дождешься от твоего. Че не дождешься-то? Я просто нигде таких не видел. Да папка, скорее всего, от таких и не слышал даже кроватку. Смешно тебе? Смешно ему? Не, ну ничего не поменялось, короче. Походу, мне единственному не повезло с дедом. А я еще у него и работаю до кучи. Не, надо что-то свое мутить. Стопудово. А то Иваныч просто забодает. Забодает, забодает, забодает. Идет коза рогатая. Папа Коля что сегодня делает весь день? Папа Коля сегодня домашний? Да. Кто кашу не ест? Ты кафе Кумир, помнишь? На районе. А это которое недавно закрыли? Да оно самое, закрыли недавно. Да это должнички одни. Брали немного денег кафе открыть. И что-то у них не поперло там, естественно. Бабки отдавать надо, а вместе с процентами набежало, считай, вместе с помещением. Сейчас мне так кафе слить надо срочно. Ну, мертвый капитал. А, Миша, скажи, мертвый капитал. Ну, а я-то тут при чем? Колян, дуй туда, приберись, там нормально. Сегодня подъедет человечек, посмотрит, может купит. Я вообще-то хотел сегодня с сыном посидеть. А поедешь деньги зарабатывать, прикинь, как все обернулось, на. У нас с Эдиком все офигенно, даже круто. Мы живем вместе, и у нас это, любовь. Да, Эдик? Угу. Вот, ну чего еще, я работаю, я все там же, в Тамара Сикрет. Пожалуйста, будем рады видеть вас в нашем белье. А Эдик устроился на новую работу. Добрый день, такси, секундочка, оператор Эдуард слушает. Да, мужчина. Да, работаю оператором. Нет, не гей. Не, ну а что смешного-то? Нет, нет, ничего. Ну все, пока. Пока. Мне на работу через час, давай быстрее. Успеем. Я надеюсь, сегодня супердень не пройдет зря. Я так-то отпуск специально взяла, чтобы потом сразу в декрет. Отпуск заканчивается, а результата нет. Ты душ принял? Меня капец как напрягают эти супердни. Еще перед Машей неудобно. Она же ничего не знает про то, что мы встречаемся. Но ничего личного, это просто секс. Только для того, чтобы Валя забеременела. Ты готов? Иду! Что за сложность забеременеть, не пойму. Здорово, пацаны. Здорово, Колян. Привет. Что, закаляетесь? Ага, закаляемся, блин. Обогреватель сломался, а на новый хозяин зажал. Ну мы, короче, с Валаном сейчас на стоянке работаем. Ну тут, на районе. Работа вообще скотская. Хуже условий у меня еще не было. Ну ничего, это все временно. До тепла дотянем, а там крутанемся. А я тебе предлагал со мной бабу любить. Мне вот сейчас вообще не холодно. Колян, смотри, как у Машки. Кафе Кумира помните? Ну. Пошли там и согреемся. Ага, оно закрылось давно. У меня ключи есть. Ну пошли, холодно, по дороге все расскажу. Конечно, пошли. А стоянка? Ну вот же баба тут твоя остается. Кно не настоящая. Блин, Вова, хрена ли тут охранять, там вон две машины. Короче, ты оставайся, а я болеть не хочу. Пацаны, подождите. Не скучай. Че тут так темно, как в жопе, а? Сейчас я выключатель найду. Ого. Ни хрена себе порядочек. Че-то ты, Колян, у Ивана че-то вместо уборщицы, да? Слушайте, пацаны, может поможете мне тут прибраться, а? Ну по старой дружбе. По старой дружбе? Тогда с тебя косарь. Пятьсот. Каждому. Согласен. Не, ну это, короче, формальный торг. Я им эти деньги не отдам, и они с меня их спрашивать тоже не будут. Вот это и есть дружба. Колян, а это че за очкастый придурок? Да хрена узнает. Может, это первый хозяин заведения? Че-то он вообще тут не в тему висит. Во, я тебе умоляю, пожалуйста, не сломай ничего, а? Я наоборот чиню. О, пацаны, спрячь же меня. Иди сюда. Ты че, Баяна, совсем дебил, что ли? Да хрена, это же не я. Я тебя уберу сейчас нахрен. Э, пацаны, коры, вы че? Не, так и че? Для тех, кто после девяти вечера боится выйти на улицу, поясняю. Первое правило, как избежать пацанских разборок, это вообще никогда не влезать в чужие разборки. Вот Вован в курсе этого золотого правила, но почему-то вот всегда на рефлексах действует. Вован, ты нахрена его вырубил-то, а? Это же Харин, пацан с района. Бояра тоже с района. И он так-то первый забежал. Че у вас тут происходит, Бояра? О, пацаны, пацаны, потом, потом, мне бежать нужно. Есть тут кто? Боже, шокер мне ты явно, чувак. Здрасте, Игорь Сергеевич. А ты что здесь делаешь? А хозяин где? Здрасте. Здрасте. Или вы как раз здесь, потому что хозяина нет? М? Микрорайон Крохолева, кто возьмет? Да-да-да, это операторша Эдик. Заказ кто возьмет? Девятый? Записал. Семнадцатый, че молчи, клиенты ждут. Алло, Маш, кто беременна? Валя? Фу, блин, наконец-то. Все, давай, пока. Поздравляем. Мы думали, ты гей. Продает, значит? Жалко. Вкусный капучино здесь был. Ну да ладно. В туалет хоть схожу, напоследок. Здрасте, Игорь Сергеевич. Спасибо, пацаны, не добежал бы. Ладно, всем пока. Майра, ты погоди. Да не, я на работу тороплюсь. Токарем устроился. Вот если ты чувствуешь, что ситуация накаляется, главное, грамотно отмазаться и слить разборку. Это второе правило. Вот бояра владеет этим в совершенстве. Вот. Молодец человек. Исправляется. Брали бы пример. Ну, че с Хариным-то делать будем? Да ни хера не делать. Все, вы попали. Говори потише, у нас участковые в туалете. Вы че? Совсем, что ли, страх потеряли? Тихо ты. Ну, все, мне пора. Но за вами я слежу. До свидания, Игорь Сергеевич. Ушел. Ну, все, уроды. Вы попали? Харя, слушай, ты тормози. Ты просто все не так понял. Короче, ждите здесь. Скоро приду, пообщаемся. Так почему здесь-то? Не, ну мы, конечно, могли закрыть кафе и тупо слить разборку. Ну, опираясь на второе правило. Но это противоречило моему заданию от Сергея Ивановича. Бояра, ты че творишь-то, а? На Амхаре я за тебя стрелу забил. Мы так-то за тебя разгребать не нанимались. Ну, все. Сказал, что сам все разрулит. Ну, так бы сразу. Блин, надо Ивановичу позвонить. Ну, чтобы они не пересеклись. Ой, Сергей Иванович, сердце за всех, за нас болит. За семью, за работников, за каждый документик. Гена, захлопнись, а. Давление немного повышено, но в целом в пределах нормы. А вот анализы кардиограммы не очень. Этого медицинского бота вообще не понимаю. Сколько мне осталось? Да сплюньте вы. Я вам сейчас капельки выпишу, пропьете курс. А в целом щадящий режим, покой. Постарайтесь не волноваться. Да я стараюсь, получается. Вот, из-за вот таких вот. Если что, у нас с Сергеем Ивановичем одна группа крови. Тебе самому не хватает? Давай, сколько там еще? Да нет, все уже, Сергей Иванович. Вы только не волнуйтесь. Валь, ну скажи, кто он? Паша, отвали. Ну скажи хотя бы первую букву. Эдик. Че? Эдик, ты такой молодец. В смысле? Ну цветы. А, цветы? Так это я так, чтобы поддержать. Праздник же. Че, как у тебя дела? Ну че с ней? Полощет. У нее температура 38. Подожди, так при беременности же такого не должно быть. Я не хочу в больницу, мне плохо. Эдик, ей реально плохо. Может просто скорую вызовем, да и все? Да какую скорую, Маш? На трамвае быстрее. Я не доеду. А мы пакет возьмем. Маша, иди принеси пакет. Может тебя на сохранение положат. Я че там до родов лежать буду? Ничего, полежишь. Зато родишь. Такого хватит? А есть непрозрачный. Пацаны, я тут кофе нашел. Ништяк. Лучше б ты денег нашел. Пацаны, а может здесь еще полы помоем? Ты дурак что ли? И так все ништяк. Офигеть. Работает? Побазарим? Вот типичное начало. Это стандарт. Перед дракой вам как бы предлагают подискутировать на интересующие всех темы. Короче, пацаны, за вами два косяка. Первый, какого вы не разобравшись, спряглись за бояру, а второй, нахер, вы меня вырубили. Третье правило, это вообще философия. Никто не виноват, потому что виноваты все. Поэтому никогда не надо брать вину на себя. Вы ломились к нам в кафе со своими канителями. Мы вас просто решили успокоить и все. И вообще, если бы ты первый вбежал, мы бы тогда бояру вырубили. Как бы, получается, за тебя бы тоже впряглись. Нет, стоп, давай назад. Но все равно вы и за бояру впряглись. Слушай, давай так. Вот сейчас бояра сюда приедет, мы все и выясним. Да? Ребят, а будете кофе? Я тут кофе сделал. Не, ну, пацаны, так-то можно. Кофе? Такого в пацанских разборках вообще никогда не было. Вован, он, получается, как бы у нас новатор. Он первый вел в разборке кофе-брейк. Блин. Что-то бояра-то не абонент. В общем, так, пацаны. Вы свою позицию прояснили. У нас к вам претензий нет. Ну, а то, что мы тебя вырубили, извини, наш косяк. Так это, мы к вам так-то тоже без претензий. Вы так-то по незнанке могли и бояру нахлобучить. Беспредельщики. А я тебе про что говорил? Нам-то с вами делить нечего. Ну что, ребят, как вам кофе? Спасибо, я старался. Вот если вы действуете по этим правилам, то любая разборка для вас должна заканчиваться именно такими словами. Ну, я имею в виду спасибо. Ну ладно, что? Увидите бояру. Ну, маякните. Ну, что, пацаны, мафом в тачку не интересует? А что, нормальный такой мафом? Ну-ка. Ну да, прикольно, я бы взял. Что, где отработали? Да здесь рядом, на стоянке. Там еще снеговик дежурит. Это же наша стоянка. Стоян, Бусь. Отдай. Касарь. Да пошел ты. Сам пошел. Ты что, охренел? Походу, никакие правила не могут остановить пацанов, которые решили пока не телиться. Не, я, конечно, сделал еще одну попытку. Может, еще кофе? Ты что, блин, а? Да, сука. Вы-то не видно ни хрена. Вы что, а? Охренеться, стоять! Здрасте, Сергей Иванович. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Короче, братва, не хотите, если проблем на своей заднице, берите их в руки и валите отсюда. Сергей Иванович имеет какое-то колоссальное влияние на пацанов. Может, потому что он раньше людей убивал? Не, ну просто ходили такие слухи в девяностые. Ну, я не верю. Магнитолу пусть оставят. Все? Да. Свободный. Ну что, вот такое кафе берешь? Сергей Иванович, ну хотите, я сам другого покупателя найду? Да уж ты найдешь, конечно. Но я же не знал, что так все получится. Чтобы знать, Коля, надо думать. А чтобы думать, мозги надо иметь. Хорошо, возвращаемся на первый уровень. Прибери здесь! Ну что там? Я не беременна. Как не беременна? Как не беременна? Жопой об косяк. Сдала анализы, сказали просто пищевое отравление. Блин. Да не волнуйся, будем пробовать еще. Конечно, пробуйте. А кто он хоть? Эдик, дай мне куртку. Ну и не говори. Валь, может, ему тоже надо анализы сдать? Вдруг это у него проблемы? Фиг знает, может быть. Да вы что, совсем что ли уже? А ты за что переживаешь? Да ничего, просто мужская солидарность. Иди давай, сдавай анализы. Ага, сейчас. Я Маше все расскажу. Да вы что нам тормозите-то? Ладно, завтра сдам. Ну что, Колян, ты живой? Нет. Что, не видишь, что ли? А нас, прикинь, с работы уволили. Вообще непонятно за что. Магнитолу, главное, вернули, все. Ну вы, заткнись, а! Меня вообще удивляет, как ты с такими мозгами до этих лет вообще дожил? Колян, ты помнишь Саню Жирова? Это который и вкладышами, и от жвачек торговал. А сейчас у него фирма, и филиалы по всей стране. Да ладно. Прохладно, б***ь! Мне 25 лет, а! 25! Пол жизни позади, я ни хрена не имею, а! Как меня задрало жрать эти бич-пакеты! Работать на дядю, ни хрена не получать! Мне надоело, что меня отсюда увольнять вместе с тобой! Как лохов! Колян, ты пойми, сейчас наше время. Нужно брать все в свои руки. Нужно начинать работать на себя. И отвечать перед самим собой. Так давайте тоже с жвачек начнем. Вова, ты... Ты почему такой-то, а? Просто предложил. Колян, нужно рисковать, понимаешь? Ну, попроси у Иваныча это кафе. Ну, это же золотая жила. Ну, он же тебя за это не убьет. Да фиг его знает. Сергей Иваныч, не надо с вами серьезно поговорить. У меня к вам деловое предложение. Подожди. Начинай. Ну, я все рассказал Иванычу. И про кафе, и про то, что мы хотим быть самостоятельными. Но вообще, скажу я вам, толкать речь перед Иванычем, это непростое дело. Сергей Иваныч, ну так что, если нет, я пойду. Да хрен стой, Колян, ладно. Хочешь делать, займись, сделай. Но! Хоть раз ты хоть с одной проблемой ко мне придешь по поводу этого кафе, я тебя обратно в твою сотовую связь запихну, понял? Спасибо. Пожалуйста. И что, я реально, типа, директор кафе сейчас? Надо бате рассказать. Алло, пап, привет. Ну что, Колян, обмоем повышение? А может, сразу Иванычу ключи вернем? Не, не надо. Да ты что, я же пошутил. Да ничего я не бухой, я реально директор кафе, честно. Трубку бросил. Сюда иди. Так ты что? Че? Колян, че началось-то? Че началось? В общем, мы решили сегодня открыть кафе. Ну и пока ехали на работу, устроили совещание. Короче, делили прибыль. А тебе сорок процентов? Я с Иванычем разговаривал. Да если бы я ни с кем бы ты ни разговаривал, понял? Так и пахал бы на Иваныча. Да, я с продуктами договорился. А я официанток нашел. Давайте поровну. Ладно. Тогда нам с тобой по 35, а Ло и 30. Я согласен. Вы че, оборзели что ли? Я не согласен. Ну, в общем, сошлись на 33 процентах каждому. А оставшийся процент сюда. Типа заначка, что ли? На развитие бизнеса. А где кофемет? Тут же еще один стол был. Блин, сейф. Зашибись, разделили прибыль. Еще не начали работать, нас уже выхлопали. Не, ну рано или поздно, конечно, этого стоило ожидать. Кафе на районе, блин. Че, походу, открытие переносится. Можно? Здравствуйте, вы по какому вопросу? А где Игорь Сергеевич? Будешь передразнивать, закрою на 15 суток. Да я не передразниваю, я всегда так разговариваю. Игорь Сергеевич на обиде. А можно я его тогда тут подожду? Базанов, а ты почему не в армии? Я за 4 месяца в армии, 3 месяца пролежал в госпитале с язвой. Но у меня просто организм не принимает ни перловку, ни капусту. Мне сказали, что я негоден и демобилизовали. Вот ты чуть-чуть опоздал. Вот на 2 недельки бы пораньше, а сейчас место помощника участкового уже занято. А может я поработаю вторым помощником участкового? Я не гордый. Нет, наверное так не получится. Да и вообще, может тебе нормальную работу найти, а? Гражданскую, чтобы в ней все твои таланты раскрылись. У тебя же есть таланты? Ну не знаю, ну сходи в отдел кадров. Может там есть вакансии. Хотя вряд ли. После переаттестации конкурс уже очень большой. Базанов. Базанов, ты что, плачешь? Нет, солдат не плачет. Иди, Базанов, иди. С дембелем тебя. Простите. Мне сейчас реально не до вас. У меня ревизия. Дима, что там увидел? Это Тамара Петровна, начальница наша, чеканутая. Носится везде со своим сынулем недоделанным. А у вас какой размер груди? Че? Ты вообще что ли охренел, малолетка? Мне так-то пятнадцать. Я просто молодо выгляжу. Я сейчас маме твоей скажу. А я ей сейчас скажу, что вы меня совращаете, и она вас уволит. Ты что, совсем что ли? Мама. Да ладно, я. Четвертый. Ого. А пойдемте сегодня на дискотеку. Я за вами зайду. Маша, пока купальник разбери. Так, Дима, пошли, я тебя в школу отвезу. А то опоздаешь. Уже иду. Заявление. Так. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пропала. Стол деревянный одна штука. Кофейный автомат одна штука. Деньги тридцать штук. Ого. И откуда это у вас такие деньжищи? Ну че, ого. Это наши общие деньги. Это стартовый капитал. Мы скидывались по десять тысяч. Ну что, поровну? Я полгода, блин, откладывал. Лучше бы я себе пуховик новый купил. Игорь Сергеевич, ну правда, ну че мы сидим? Давайте что-то делать, как-то искать по горячим следам. Может, они еще не все потратили. Ну, Омов, вот ты не учи меня работать. Если бы это было не ваше кафе, я бы на вас подумал. А че сразу на нас-то? Я же сказал, если бы. Ну, видимых следов взлома нет ни на сейфе, ни на дверях. У кого есть еще доступ к помещению? Ну, ключи только у нас троих. Понятно. А ключ от сейфа у кого? Ну, ключ один. Он у нас поэтому в замке прямо и был, чтобы не потерять. Блин, ну взрослые же люди. Кто еще мог знать о сейфе? Кто, кроме вас, тут был? Чего молчим? Есть что скрывать? Нет, нету. Не то, чтобы я не доверяю этой троице, но подозреваемые ведут себя уж слишком подозрительно. И я решил расспросить их поподробнее. Я поехал искать поставщиков продуктов. Я вчера проводил кастинг официанток. Я вчера должен был вывезти крысы и мышей, потому что мы нашли их какашки. Возвращался. С продуктами и с мамой. Но только с ее столовкой удалось договориться. Пришла только одна медичка. Ну, мы пока стинговали где-то часа полтора. Пришел мужик из специальной службы, тут все посмотрел. Я вот там в заявлении уже не стал писать, что продукты тоже пропали. Но это точно не мама. Да это стопудово не медичка была. Ну, хотя она головой к сейфу была. Ну, он сказал, сколько это будет стоить. Я говорю, у нас таких денег нет. И мы ушли. Че думаете, он? Вова, так ты, получается, не сделал ничего, что ли? А че я-то? А ты вот до хрена сделал, да? Ты так-то тоже ничего не сделал. С мамой я бы мог договориться. Ну, так и договорился бы. А я договорился? Да? Ну и где твои официантки? Мы так-то сегодня собирались открываться. Нужны контакты всех, кто был вчера в кафе. Устроим очную ставку. Какая очная ставка? Вы че? Это точно не моя мама? И стопудово не медичка. Восемь девятьсот шесть восемьдесят семь. Знакомьтесь, это Алексей Робертович, наш новый учитель УБЖ. Меня сюда мама устроила, чтобы я не депрессовал и пить не начал. Она так сказала. Она еще сказала, что у учителя не меньше полицейских зарабатывают, а уважают их даже больше. Наверное. Молодой человек, чтобы выйти, надо поднять руку и разрешение спросить. Да пошел ты нафиг. Короче, за работой Игоря Сергеевича пришлось наблюдать весь день. После нашего допроса он решил собрать в кафе всех, кто был там вчера. Ну и, конечно, там началась каруселька. Селиванов, ты же говорил, что был мужчина. Ну, а это кто? Да я стопудово был уверен, что это мужик. Она сама рассказывала, как она крыс голыми руками ловила. А что случилось? Короче, тут такое дело, нас походу ночью выхлопали. Ну, ты не волнуйся. Ты что, меня подставить решил? Отставить разговоры. Я ничего не делала, я была снизу. Ну да, да, это мы стол сломали и что, и выкинули. Вообще, отстаньте от меня, я ничего говорить не хочу. Вы что, совсем охренели, что ли, а? Кто? Я кафе ограбила. Да я копеечку чужой в руки не брала. А тебе уж отдельное спасибо, сыночка. Не зря я тебя из дерьма-то вытащила, да в люди вывела. Мам, ну что ты начинаешь? Ну я им говорил, что ты ни при чем. Так, Наумова, успокойтесь. Я расследую преступления. А кроме вас, женщины, тут больше никого не было. И поэтому, кроме вас, женщины, у меня других подозреваемых нет. Игорь Сергеевич, там открылись новые обстоятельства. Нифига себе обстоятельства. Просто никто из нас особо готовить не умеет, поэтому мы на кухню не заглядывали. Кто же мог знать, что у нас там в шкафу не кастрюльки с ложками? Ядрёна мать. Это что у вас за дыра такая? Привет, я за тобой. Че? На дискотеку. Слышь, пойдём поговорим. А чё? А ты кто? Пойдём, пойдём. Машка сказала, что к ней какой-то школьник приставал. Попросила разобраться. Но я сначала вообще не хотел приходить. Но мало ли, школьники же разные бывают. Ещё бы получил ни за что. А этот вообще малявкой оказался. Но я и включил крутого. Да я сейчас тебя тут по всему салону размотаю, понятно? Не надо, пожалуйста. Я ничего не хотел. Я просто, просто хотел, чтобы меня Наташка приревновала. Ну короче, этот школьник хотел Машку просто использовать. Ну типа пойти с ней на дискотеку, чтобы доказать одной девчонке, что он крутой пацан. Ну мы с Машкой решили ему помочь. А он обещал уговорить маму, чтобы Машку повысили. Иди-ка, ну ты встретишь меня после дискотеки? Ну конечно. У вас ровно час. Ну чё, как первый день? В полиции полегче было, по правде. Конечно, это же дети. Стресс снимешь? Что? Коньяк. О, а тут раньше козлы стояли. Ну да, новый человек, новые порядки. Заходи, сейчас отомой кабинет. Пять звезд. Приз за пятерку. Мне только чуть-чуть. Да все нормально будет. Скоро еще дискотека начнется. Тусанем. Дуэт. Дуэт значит сквозняк. Сквозняк значит у этой дыры есть другой выход. Надо залезть и проверить, куда ведет эта дыра. Игорь Сергеевич, аккуратнее, а то в другом мире окажетесь. Чё я такое в кино видел? В разных. Ой, беда с тобой, Володька. Ты какие-то программы развивающие смотрел, что ли? Видишь бы, чё, может, и прибавилось. Я виноват, что ли, что по телеку ничего развивающего не показывают? Всё только для дебилов да бабушек. Чё вы на меня смотрите? У меня кабельного нет. Наумав, ты чего там встал? Вперед за стартовым капиталом. Дыра вела в подвал, а через него мы вышли на улицу. А там в подвале мы еще встретили пару крыс. Игорь Сергеевич такой ор устроил. А можно про ор вырезать? Ну, я просто обещал никому не говорить. А Игорь Сергеевич вообще молодец. Там в подвале у него появилось предположение, кто виноват и как его найти. Вообще профессионал. Есть ощущение, что преступники бомжи. Надо устроить засаду. А мы-то с какого перепугу-то тут, а? Делать нечего бомжа и твоих караулить. У меня и дома дело выше крыши. Все, кроме потерпевших, могут быть свободны. Походу нам с пацанами светило сидеть на кухне и ждать бомжей. Да, не так я себе представлял малый бизнес. Давай, где твоя соска это? Вон она, в угол сты. Вы что все такие мутанты? Ладно, давай, договаривались. Может, еще подождем? Да неси, прокатит. Танцуем, пусть она ревнует, пусть она думает, что у нас все хорошо. И это так сильно-то не призывайся. Да я просто хотел, чтобы поправдоподобней. Ты думать-то думай, на берега не путай. О, Машка, а ты что с Эдиком рассталась? Не-не-не, это не то, что ты подумал. Я тут просто по работе, Эдик в курсе. А ты что тут делаешь? А у меня дембель. Капец. Меня уже знакомые начинают узнавать. Все, надо заканчивать. Это она. Она я тебя спрашиваю. Я как дурочка, бегаю за ним, в любви признаюсь. Он малолетку себе нашел. Ну и вали тогда к ней. И за мной, чтобы не таскался больше. И на работу ко мне больше не ходи. Понял? Распитие спиртных напилков так и запрещено в школе. Чего? Вам нет в 18-ти. Да пошел ты. Это ты с урока что ли, да? Говна. Ты что сказал-то? Это что такое, Алексей Робертович, а? Это рефлексы. Это захват и выход на болевой. У меня первый раз, единственное получилось. Ко мне в кабинет оба. Немедленно. А что если они вообще не придут? Рабочий день так-то уже закончился. У бомжей ненормированный рабочий день. Я так-то себя имела ввиду. Нас. А я думал, Катерина, вы хороший полицейский. Потому что хороший полицейский, это прежде всего ответственность. А от этого не может быть выходного. Вы походу, Игорь Сергеевич, единственный такой честный в полиции. Да, Вован? Тссс. Тихо. Добрый вечер. Ой, б***ь. Выключите свет. Катерина, бегом в подъезд, перекрывай выход. Чтобы другие не ушли. Держи его, держи. Ловить бомжей, это я вам скажу, задача не из легких. Но сейчас-то, слава богу, у меня уже есть опыт. Самое главное, это поглубже вздохнуть перед поимкой. И не дышать, пока держишь. Мы вообще не знали, что кафе работает. Мы просто пришли на запах еды. Где деньги? Какие деньги? Из сейфа ты что, дурака-то включаешь, а? Дома. Где? Ну что носы воротите? Деньги не пахнут. Мы только пятьсот рублей потратили на свадьбу. Вот его. Давно нормальные водки не пили. Слушай, отпусти, начальник. Ну, мы же все вернули. Его вот невеста ждет. Не, ну а что с них взять? Заяву на них писать, без толку. Тем более деньги мы нашли, и кофемашину тоже. Чтобы завтра же тут все заделали. Понятно? Слово офицера. Я проверю. Я бы на вашем месте, вот на этих офицеров не надеялся. Лучше сами все заделайте. А по уму вам вообще охранник нужен. А у меня как раз кандидат есть. Алло, Эдик, ты где? Ладно, жду. Да нормально все. Извините, я хотел сказать вам спасибо. Ну, говори. Что тут происходит? Тамара Петровна, это вообще не то, что вы подумали. Ах ты проститутка. Больше, чтобы я тебя в магазине не видела, ты уволена. Мам, пошли домой. Маш, представляешь, меня вот сейчас взяли и ни за что вообще уволили. Ну, ты так не расстраивайся. Я сильный, я справлюсь. Алло, да. Да, Игорь Сергеевич. Да, конечно, могу. Маш, а ты не реви. Мне вот сейчас уже работку предложили в кафе у Коляна. Пойдемте все вместе туда. А тут вот хулиганов в этих пруд-пруде. Пойдемте. По рекомендации Игоря Сергеевича мы взяли на работу Базанова. А по рекомендации Базанова мы взяли официанткой Машку. Нет, это может показаться необычным, что твои друзья работают твоими подчиненными. Ну, мы же нормальные люди, мы зря перед ними понтов не колотим. Мария, Алексей, мы с коллегами обсудили, посовещались, и поэтому... И поэтому работа ваша. Круто, да? А вы что молчите-то? Ну, побуду пока официанткой, что. Это всяко не хуже, чем лифчиками торговать. Если честно, у меня просто нет другого выбора, а кредитов дофига. А я рад. Потому что работа охранника хоть как-то походит на работу полицейского. Ну, уж точно больше, чем работа учителя. Хотя в школе меня по имени отчеству называли. Я сегодня понял одну важную вещь. Надо серьезнее относиться к делам, а то все вылетит в дыру. И уж если ты директор, надо и вести себя как директор. А, убери ее от меня! Уже четвертая? Вообще нормальный в армии яд. Вова, ты что творишь-то, а? Да что вы боитесь-то, она же мертвая. Всем привет. Ну, что сказать. У меня теперь свой бизнес. Я ресторатор. Антон и Владимир мои партнеры. Мы стали серьезными деловыми людьми. Ну, не все. Здорово, пацаны. О, ты что, охренел, что ли? Ты нафига в подштанниках-то по заведению рассекаешь? Так я в брюках пришел просто, чтобы не помять, не запачкать. Снял пока. А если клиент придет? Одену. Братья, здравствуйте. Здрасте. Мы из организации «Новый ковчег». Рады видеть вас в нашем кафе. Так ты, заткнись. А у вас мы никакие книжки покупать не будем. А проповеди слушать тем более. Так, мы по делу. В нашей обители ремонт. И мы бы хотели провести у вас пару встреч наших единомышленников. Ну и что, и надолго вам надо? Сегодня и послезавтра. Не, ну мы так подумали. Секта, не секта, вообще пофиг. Главное это клиенты. А клиенты это прибыль. Ага, чистый бизнес. Но то, что они сектанты, это только их выбор. Мы до туда вступать не собираемся. Ну да, мы ж не такие дебилы. Штаны одень. Не дебил. Эдик, ну все, я пошла. Маш, подожди. А ты до скольки сегодня работаешь? До вечера. А до вечера это до скольки? Ну не знаю, как кафе закроется. Ну все, мне надо идти. То есть до одиннадцати, да? Да. Маш. Огромная. Немного глупая. Но она очень милая. В общем, я решил так. Родители приедут в Пермь, купят холодильник и спокойно уедут. А я продолжу жить, как жил. Я сейчас, Марин. Мне немного осталось, я только строчку дострачу и все. Да ты что, строчи, строчи. А что это ты какая-то сама не своя? Да. Арменка с своими штиблетами уехал. Две недели как нету. Вот хоть позвонил бы, а скотина. Ну что ты так переживаешь? Он может просто бабу себе нашел, вот и не звонит. Чего? Бабу. Я ему такую бабу найду. Он даже от деньга не уехал. А в дороге-то всякое бывает. Ну а что ты себя накручиваешь-то? Марин, вот что ты себя накручиваешь? Сходи на рынок и узнай у друзей его усатых, где он и когда вернется. Ну они знают. Слышь, рожа небритая. Я тебя в последний раз спрашиваю, где Арман? Да не знаю я, разбирайся с ним сама. Слушай, ты что, вообще в корягу охренел? Слушай, если ты не скажешь, где Арман, я ведь отсюда никуда не уйду. Отстань, да? Девушка, шикарно. Шикарно? Да ты вообще в этой шапке страхолюдина. Ну? Марина, ты что делаешь? Что делаешь? Я тебя спрашиваю, где Арман? Да уехал он. На родину, к семье своей. Все, довольна? Как к семье? А я? А ты не мешай мне работать. Я все сказал. Я-то тут при чем? Все вы одинаковые, кобели. Экскюзми, я тут буду сегодня читать лекции, где я могу подготовиться. Здравствуйте. Маш, проводи в мой кабинет. В наш кабинет? В наш, в наш. Ну все. Если что понадобится, зовите. Мэри, а вы знаете, что мы с вами делаем? Одно общее, важное дело. Мы спасаем мир. Как это? Ну, я спасаю своей идеей, а вы своей красотой. Ой, да ладно. Мэри, а если мы с вами сегодня вечером, вдвоем, попозже, обсудим общее спасение мира? Да не, мне некогда. Мне еще столы таскать надо. Хорошая квартира, а? Одному вообще в самый раз. Слушай, а ты себе девушку так и не нашел? Нет. Ну и правильно. Вот домой приедешь, там найдешь. Ляйсян, знаешь, как выросла? Красивая. Может, чаю? А ну давай, угощай. А вы на сколько уезжаете? А ты что, нас гонишь уже? Да нет, почему? Я просто переживаю, что мало пообщаемся. Ладно, не переживай. Успеем наговориться. Ну, вы же на один день за холодильником? Да. В магазине сказали, что завтра за вас. Вот мы и решили дождаться. А до завтра у тебя останемся. До завтра? Да капец. Весь план рушится. Блин. Надо сделать, короче, так, чтобы Машка сегодня вообще домой не приходила. Ну, просто я подумал, что вы с Машкой давно не общались. Посидели бы, вина попили. Да мне просто завтра анализы сдавать. А врач сказал не заниматься сексом. Ну, перед этим. Машка по-любому будет приставать. Мне же надо это, накопить материал. Точно? Валь, ну когда я тебя обманывал? Ладно. Здесь закончил свой путь Ноев Ковчег и нашел свое спасение. И мы найдем спасение. Мы спасемся, верьте мне, я знаю. Не, лохотрон, конечно, мощный. Людям впаривают, что скоро конец света, и выжить можно только на Алтае, в их деревне. Хочешь спастись, купи там дачу. Да кем надо больше во все это верить, а? Можно потише, а? Лишь бы вам поржать. И сейчас мы начинаем собирать очередной кэш для нашего последнего ковчега. Пожалуйста, бра. Марина, ну не плачь, ну. Все пройдет, тут время надо. А лучше мужика тебе нового найти. Вот какого мужика, какого мужика-то? Любого. Хотя бы вон того, который тебя после работы подвозит. Валерка, что ли, газелист наш? Ну, а что? Мужик вроде симпатичный. Ну, было там как-то. Он даже мне мясо свое предлагал. Ну, в смысле, из газели. Ну, вот, Марина, пора брать это мясо из газели. Я вчера вот сюда сектантские сорок косарей положил, ты понимаешь? Да я не брал деньги. Калян, ты что, вообще гонишь, что ли? Доброе утро. Чего орете? Маша, а ты из сейфа деньги не брала? Нет. Привет. Вова, слушай, а ты из сейфа деньги не брал? Брал. И где они? Вот. Это что за херня? Это не херня, это сертификаты на землю в последнем ковчеге. Я сегодня с утра деньги взял и на троих купил со скидкой. А я, урода. Да не надо. А я, а я бомбошкой в глаз. Козел. Можете их разнять? Не, не, Вова еще не все, понял. Короче, Антоха, надо поехать и сдать эти сертификаты обратно. Ну все, приехали. Ох, спасибо, Валерка, что довез. А ты чем вечером занят? Да ничем. У меня вечер короткий. Из-за роля вышел, до Петровича дошел все утро. Понятно. А провести вечер с красивой женщиной не хочешь? Да с кем? Маринка, а что у тебя с глазом простудила? Да ничего. Домой ко мне пойдешь? Зачем? Раковина у меня засадилась. Помочь надо. Может, завтра? А, ну? Завтра, так завтра. С глазом-то у тебя что? Пожарник, ты что спишь? Ну, как бы институт сходил? Хорошо. А вы холодильник купили? Почти. Нам продавцы сказали, что завтра акции начнется. И точно такой же холодильник будет на три тысячи дешевле. Да такими темпами родители холодильник могут неделю покупать. А я как настолько от Машки избавлюсь? Или расстаться с ней на неделю? Да не-не-не. Лучше я им все расскажу. Она татарочка? Почти. Ну, в смысле, чак-чак ей очень нравится. Работает, учится? Работает и учится. Да она вообще очень хорошая. Она с вами так хотела познакомиться. Она скоро придет. Вы не против? Конечно, нет. Пусть приходят. Я пока на кухне что-нибудь приготовлю. Фу. А я второй день хожу и думаю, твоя помада на холодильнике или нет. Помада есть, девушка? Нет? Черт знает, с чего подумать. Маш, дай холодную, а? Ну вы утырки. Вас какие-то сектанты уработали. Не, ну, мы дрались за деньги, а они за идею. Конечно, они нам наваляли. Этот главный сектант вообще такой урод. Еще, главное, приставал ко мне, звал жить на свой Алтай. Визитку мне еще свою сунул, мол, типа, перезвони, если передумаешь. Маша, а где эта визитка? Ищи, ищи давай лучше, сектант. Смотри, вернуть деньги нам поможет только Игорь Сергеевич. А для этого нам нужны доказательства. Да это я прекрасно понимаю. А где мы их возьмем-то? Короче, Джон запал на Машку. Сейчас она звонит ему и договаривается о встрече. Ну? Мы даем ей диктофон. Она выводит твоего Джона на откровенный разговор. Все записывается. Вот тебе и доказательства. Диктофон прошлый век. Это скрытая камера с записью на 10 часов. Считай, звук и картинка есть. Сама. Ну, она точно снимает? А? Точно. Ну, так че мне ему говорить-то? Блин, ну поплачься, что из-за того, что он наши деньги забрал, у тебя теперь зарплаты не будет. Пусть он их вернет и не сжигает кафе. Ну, типа, ради тебя. Он по-любому проговорится. А если нет? Да как нет-то ты че? Вы бухнете, язык по-любому развяжется. Я уверен. Блин, так не хотела пить. Ну, ладно, но только ради зарплаты. О, Мэри, рад тебя видеть. О, май гад. Че? Очень хорошо выглядишь. Вина? Не откажусь. No, 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 no. Russian tradition до дна, до дна, до дна. Вот так вот, Машенька. Для кого-то это конец света, а для меня бизнес. О, а куда у вас акцент делся? Ну, не пася, давай лучше выпьем. Жанни, я че-то не поняла. Так ты брал эти сорок косарей или нет? Там и моя зарплата тоже. Ладно, Маша. Если честно, эти сорок тысяч рублей... Подожди, я сейчас... Блин, че так плохо-то, а? В общем, доказательств нет. А вот факт мошенничества налицо. Вот если бы нашлись еще потерпевшие, которые подали бы заявление, тогда можно дело заводить. Ну и где мы найдем таких же, как мы? Когда у вас следующее собрание? Завтра. Вот завтра и найдутся. На, Эдик. Забирай. Эдичка, привет. Вот я и дома. Свинка? Это кто? Это Коля, мой друг. А это? А это Маша, его девушка. О, а эти кто такие? Ну, это мои родители. О, блин, этот тектант козел меня так напоил. Ой, че ты такая пьяная? Мне так плохо. Здрасте. Эдик, это кто? Это мои родители. Я тебя вчера с ними знакомил. Здрасте. Очень приятно. А нам нет. Мам, не надо. Дашь моя. Девушка, мы считаем, что вы нам не подходите. У Эдика должна быть нормальная, порядочная девушка. А че ты непорядочная-то? А то, что вчера какой-то мужик тебя пьяную домой принес. Это мой друг. И че вы вообще орете? У себя-то в деревне тоже нормально заливаете. Кто вам такое сказал? Эдик, вы поэтому к нему и не приезжаете. Буду раз мы. Я вам сейчас все расскажу. Я никуда не поеду. Хазер мина. Таксапаркта диспетчер волов алкогичка бляя шаргама. Без нэммэлэн койтасынк. Нэрсэшли, Минанда. Утэн я рима. Так говорите вы нормально. Я ничего не понимаю. Кознагдайбэтрэган табарвус. Буху на бумас. Эдик, че она обзывается? Знаете что? Приехали тоже мне раз в пять лет и начали меня воспитывать. А че до этого пофиг на меня было? У меня своя жизнь. Ты как с родителями разговариваешь, а? Собирайся, поехали. Никуда он не поедет. Он здесь останется, понятно вам? И вообще мы скоро поженимся. А мы на вашу свадьбу не приедем. Ну вы не приезжайте. Уже один раз не приехали, никто и не заметил. Что? Мерси? Мам, ну не переживай ты так. Я тогда быстро развелся. И хоть он и не учится, зато работает. Если бы Эдик не должен был пятьдесят тысяч, то мы бы сейчас вообще нормально жили. Так подождите. Я уже давно отдал эти пятьдесят тысяч. Сейчас я вам все расскажу. Да хотя вы и так уже все знаете. Еле прочистил. Марина, у тебя мусорное ведро есть? Да, есть. А такое чувство, что нету. Все здесь. И чай, и котлеты, и губка. Странно. Смыло, наверное, случайно. Да я вчера в эту раковину чуть полкухни не затолкала. Арман, скотина рукастая, перед заездом все починил. Не ж надо было как-то выкручиваться-то. Ну что, хозяйка, принимай работу. Вот молодец ты, Валерка. Вот молодец, так и молодец. А вот тебе мое за это спасибо. Брат Джон, там уже все собрались. Че, мы когда начинаем? Брат Евгений, без меня начинайте. Фильм включите, а я подойду, окей? Все, я понял. Не помирить бы, а? Ну че, Антуха, у нас все готово? Да, конечно. В общем, план был такой. Вместо сектантского видоса мы включаем то, что наснимала пьяная Машка. Ну, до блевотины. Люди видят, что их обманывают, появляется полиция и задерживает мошенника. Да эти сектанты все тупые. Я им чушь про Камчек, а они мне попозы. Еще полгодика, и я обратно на Майами. А там уже какой-нибудь новый конец света будет. Стоп, стоп, стоп. Кто это сделал? Я. Рашин Борисмен. Если бы мы вызвали ОМОН, как предлагал я, появление полиции было бы более эффектным. Это все Игорь Сергеевич, как всегда. Доверьтесь мне, у меня есть план. Так себе план, если честно. Граждане сектанты, как вы только что убедились, перед вами стоит мошенник. Поднимите руки те, кто готов выступить свидетелем против него. Это неправда, это подстава. Это не отец Джон, это какой-то актер. Братья и сестры, он даже говорит по-другому. Brothers, sisters, кто верит мне, пойдемте отсюда. Ну, ведь очевидно же, что лохотрон. А люди все равно им верят. Мне в тот момент их так жалко стало. Хотя, если честно, больше жалко сорок косарей, которые мы промахали. А давай еще выпьем? Давай. Давай, Мюненька, за тебя. Хорошая ты, баба. Давай. Давай. Давай на брудершафт. Давай. Ах, х** мы эти условности, да? Давай так, а? Угу. Знаете, вот целуюсь, целуюсь. А вот что-то не хватает. Может, у Савар Менкиных. Ой, я эту гадину, мою любимую, вообще забыть не могу. Не понял. Ты же сама предложила. Ну, вот, все сходится. Сама предложила, сама отказала. Раковину починил. Все, давай, вали отсюда. А знаешь, что? В следующий раз сантехникой вызывай. Да вот и вызову. Вали давай отсюда, сантехник сраный. Марина, что тут происходит? Вали давай отсюда. А я вот с этим буду жить, с газелистом. Да уйди ты отсюда. Это ты, Вали, а он здесь живет. Марина, можешь меня выслушать? Уйди ты отсюда, пожалуйста. Я, Мариночка, на родину ездил. Моя бывшая сейчас другим живет. И попросила официального развода. Я теперь свободен. Поэтому вот. Выходи за меня. Мариночек. Как будто еще не все. Марина, можно я куртку и ботинки возьму? А то в подъезде холодно. Это тебе. Купи себе кофта. Размером больше. Не в обтяжкой. До свидания, Маша. До свидания. До свидания. Ну в общем, я решил больше никого не обманывать и начать с Вали. Поэтому я пришел сюда, чтобы забрать результаты анализов. Эдуард, зайдите, пожалуйста. Все хорошо. Но вы же не импотент. Просто не можете быть папой. У вас малоактивные и слабенькие ребятки. Займитесь пока карьерой. А там, может, что и придумают. Главное, не носите обтягивающих трусов. Блин, деньги промахали. Еще кафе обещал сжить. Наумов, считай, что с этой минуты ты под моим контролем. Но пусть для вас это будет урок. Нельзя верить дуракам и мошенникам. И тем более, нельзя отдавать свои деньги кому не попадя. Так он нас все-таки обманывал? Или не обманывал? Я что-то так и не понял. Селиванов. Ну, конечно, обманывал. Блин. А я ему еще как дурак верил. Ты что, бензин, что ли? Ну, так я думал, он правду говорит. Ты что, хотел в натуре наше кафе сжечь, что ли? Ради спасения мира. Вова, лучше беги. Вова, не надо. Это что? Что ты пинаешься-то, блядь? У тебя такие ботинки тяжелые. Калявый, Игорь Сергеевич. Игорь Сергеевич, вам кофе с сахаром? Две ложечки. Всем привет. Ну, что сказать, друзья. Дела у нас идут в гору, кафе работает. Сегодня вечером у нас спецобслуживание. Банкет на 30 человек. Так что потихонечку начинаем работать в плюс. Калян, тут какие-то счета пришли непонятные. Какие счета? Засвет. 30 косарей. Да как так-то? Мы-то фиг да маленько отработали. А предыдущий хозяин за полгода не заплатил. Вот и набежала. Ну так надо его просто найти и все. И пусть платит. Это по-любому его долг. А где ты его найдешь-то? Он и так кафе за долги отдал. И свалил куда-то. Так-то можно от соседей сверху запитаться. Удлинителем. Ага. А можно в ванну на велосипед посадить. И пусть педали крутит. Электричество вырабатывает. Нормальная идея. Надо бате рассказать. А то вечно на даче света нет. Он генератор из части тащит. С великом-то проще будет. Блин, Вова, ты гений. А где у тебя сейчас батя? В части. Значит так. Машка с Базановым остается здесь салатики порезать. А мы с пацанами в части. Нафига? Ну как нафига? К бате генератор взять. Чтобы свет был. Да вы че? Чтоб я из части имущество выносил? Да не в жизнь. Оно же государственное. Дядь Коль, ну нам очень надо. Нет, я сказал. Так, батя, ладно. Давай по-взрослому поговорим. Сколько? Че сколько? Сколько за генератор хочешь? Тысячу. Батя, ты не наглее, а? Блин, Вова, мы согласны. Только это, можно мы деньги вечером занесем? Ладно, только тихо дело-то подсудное. Ну конечно. Мы тогда здесь ждем. Ага, а я что, сто килограммовую дуру на гробу потащу что ли? Так давайте мы на машине заедем. Кто тебя на машине допустит? Это режимный объект. Пешком пойдете. Сейчас я вам форму вынесу. А форму-то зачем? Это воинская часть. Здесь только военные ходят. Тем более с генераторами. Ладно, ждите ребятки. Я сейчас. Так, б***ь, слушаем меня вниматочно, салаги. Здесь вам не гражданка, а здесь армия. Понятно? Да. Не да. А так точно, товарищ старший прапорщик? Так точно, товарищ старший прапорщик. За мной, шагом. Перед вами дизельный генератор ДГ-722. В простонародье и дизель. Техника армейская. Поэтому работает на всем. Ну, лучше на соляре. Инструктаж закончен. Взяли, потащили. О, нифига, он тяжелый. Давай-то местами поменяемся. Ага, сейчас. С твоей стороны, наверное, еще тяжелее. Старший прапорщик Селиванов, слушай. Что? Штаб? На Копса. Понял, сейчас буду. Так, бойцы, я сейчас в штаб, я обратно. И без меня никуда, ясно? Так точно, товарищ прапорщик. Жутковато тут, да? Мне наоборот нравится. Тихо, темно, свечки. Как в лагере. Мы с девками в лагере каждую ночь гадали. А как гадали? Ой, да хоть как. На картах, по расческе, по скоревшей бумаге, на чертика. Ты что, вообще гадать не умеешь? Да это вообще легкотня, я тебе сейчас научу. Воск горит, воск трещит. Воск мне правду говорит. Что со мной будет? Здорово. А что дальше? Дальше самое интересное. Смотришь на воск и думаешь, что это значит. На цветок похож. На георгин. Ну, цветы это к удаче или к деньгам. Теперь ты давай. А можно я на Настю погадаю? Да, конечно. Все девки на пацанов гадают. Значит, пацаны на девок. Но если гадают, давай уже. Воск горит, воск трещит. Воск мне правду говорит. Что у нас там с Настей будет? Все-таки в армии вообще классно. Меня батя в детстве постоянно сюда брал. Я на этом складе все знаю. Вон бочка, куда он бензин сливает. А если за ней долго посидеть, то гномики появятся. Ну, не настоящие, конечно. Блин, да сколько можно? Мы уже целый час здесь сидим. А давайте электроды в стенку повтыкаем. Вообще прикольно. Блин, Вова, какие электроды, а? Звони давай, батя. Он про нас, походу, уже забыл. Алло, батя, ну что ты где? А, ясно. Так точно, товарищ старший прапорщик. Давай, пока. Что он с командиром части в город уехал? Будет вечером, сказал дождаться его. Кого дождаться? Вы что, у нас же вечером банкет. Надо еще хавчик готовить там на 30 рыл. Так, все, берем генераторы, погнали. Ага. Нас без батей через КПП не выпустят. Так, Вова, это твоя часть. Ты здесь все детство с гномиками охотился, так? Давай думай, как нам генератор отсюда вынести. Ну, тут в заборе дырка есть, как раз под генератор. Далеко. Там, за машинными боксами, недалеко. Крапива еще там высокая. Зимний ориентир, это есть какие-то? Блин, ну, лопухов там много. Понятно. Ну все, берем, погнали. О, а вот это на собаку похоже. Это что значит? Ну, откуда я знаю? Может, она собаку заведет. О, а это вот молекула водорода. Прям один в один, как в учебнике. Она к чему? Да откуда я знаю? Базанов, блин. Кадаю для того, чтоб весело было. А ты тут тягомотину разводишь. Все, я на кухню салаты резать. Маш, ну подожди. Я так и не узнал, что у нас с Настей будет. Пожалуйста. Да ты заколебал. Ладно. Сейчас я тебе покажу настоящее правдивое гадание. В общем, направляешь зеркало так, чтобы получился коридор. Потом смотришь в этот коридор и повторяешь. Ряженая, суженая, приди ко мне ужинать. Ряженая, суженая, приди ко мне ужинать. Ряженая, суженая, приди ко мне ужинать. Базанов, ты че, с ума сошел? А? Блин, Вова, мы походу уже всю часть обошли. Где твоя дырка-то, блин, а? Да не знаю, где ты здесь была. Сейчас найдем, че. Давно я здесь не лазил. Эй, духи, на месте стой. Раз, два. А, носилось. Сигареточку дай. Не курю. Тебя, б***ь, не спрашивают, че ты делаешь. Метнулся кабанчиком и нашел дедушке сигарету. Не, ну если надо, сам метнись и купи. Слышь, духи, а че такие борзые? Да ничем они борзые. Просто не знаем, где здесь сигареты продаются. А это че у тебя? Ты че, блин? Князев, Колыванов, в какого хрена вы шляетесь? Здравия желаю, товарищ майор. На кухню идем, в наряд. Рассказывай. Жрать вы идете на кухню? Защитники, б***ь, отечество. А ну, сдриснули отсюда. Здравия желаю, товарищ майор. Ну и че это за хрень? Генератор дизельный. Сам вижу, что не шоколадка. Куда тащите? На склад, к Селиванову. Да, мы его это, носили чинить, а сейчас обратно несем. Селиванова нет на складе. Он с командиром части в город уехал. Ну тогда мы пойдем обратно и еще починим. Берите, пацаны. Стоять. Какая рота? Че, языки в жопу засунули? Какая рота? Девятая рота. Да я просто недавно этот фильм смотрел, вот и ляпнул. Понятно, пошли. Куда? На склад. Положим генератор на место и в роту. Так давайте мы его сами унесем и все. Сами вы только посядь сможете. А как посрать бумагу нужна. Пошли, охламоны. Ну и что, что испугался? Не умер же. Я-то тут при чем? Я же не знала, что он гадал. Просто никогда так больше не делай, пожалуйста. А ну что ты гадаешь? На любовь. Бедненький Леша. Ему вообще что-то не везет. О, у тебя такие волосы мягкие. Да? Ага. Дай потрогать. Я вот ищу от кого забеременеть. Почему-то раньше про Базана вообще не думала. А сейчас подумала, а что я про него не думаю? Так-то он нормальный, только кортавый и чмошник вообще. Но ведь это по наследству не передается. Ты что, Зацепин? Солдат своих не знаешь? Они мои-то, я их первый раз вижу. А что они говорят, что из девятой? Может, они цифры плохо знают? Ты посмотри на них, интеллект-то ноль. Эй, овощи! Сколько служите? Ну, первый день. А форму кто выдал? Старший прапорщик Хельванов. Понятно. Он их из учебки привез и тут же припахнул. Жучара. Ладно, я пошел. Ну и что мне с вами делать? Ну, может, отпустить. Куда? Ну, как, ну, походить тут, осмотреться, часть поглядеть. Мы же, как бы, сегодня первый день. Ладно, так и быть. Устрою вам ознакомительную экскурсию. Смирно, блядь! Направим, блядь! А ну, бегом! Смирно, блядь! Смирно, блядь! Тут неудивительно, Вова, опять расползать, как каракати. Да что, Мора, ступил-то, блядь! Хрен-то ли ты тут растворился? Вернусь, вернусь, и ты узнаешь, что я далеко, я по тебе скучаю. Я тебя весьма не получаю. Ты далеко и даже не скучала. Но я вернусь, вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко от тебя. А, блин, моя нога! Ты что, Козложоп, а ну беги дальше! Я не могу, я, кажется, ногу вывихнул. Так, все, занятие оконченное. Все в казарму. А ты, симулянт, пойдешь со мной в медпункт. Если медсестра скажет, что с ногой все в порядке, я тебе ее сам сломаю. Вот, Рыжий, и здесь к медичкам напросился. Чего стоите, дебилы? В казарму? Ну, все ясно. Встретишь девушку. Невысокая такая, со светлеными волосами. Симпатичная. Валь, а фигура у нее какая? Нормальная. А как же Настя? Настя? А Насте нету. Вот в прошлом ее вижу, а в будущем нет. А вот ту, которую со светлеными волосами, вижу. Как так-то? Маш, налей гонячку. А попа не треснет? Может, ты что такое говоришь-то? У человека судьба меняется. Одну любовь потерял, другую нашел. А тебе коньячка жалко. Катюш, привет. А то он тебя бойца привел. Посмотри, что у него с ногой. Ладно? А ты как закончишь, сразу в казарму. Здрасте. Привет, Антоша. Это же я, Катя Кириллова. Ничего себе, сходил в армию. Это ж Катька, моя первая медичка. Я ее вспомнил. Она это, с чудачествами. Мы с ней даже гоняли как-то. Она даже замуж хотела за меня выйти. Правда, не помню, как я отмазался. Тебя, когда в армию забрали, я ведь из института ушла и документы в ту же часть подала, но там тебя почему-то не было. Точно, блин. Я же в армию ушел. Сейчас-то я техничнее отмазываюсь. А скажи честно, ты вспоминала бы мне хоть иногда? Конечно. Каждый день. Я тоже. Особенно, когда нашу песню слушала. Помнишь ее? Как мне сегодня хочется Только с тобою рядом быть Скрасить твое одиночество Только тебя одного любить Я прошепчу тебе ласково Нежно рукою обниму Солнышко ты мое ясное Я не отдам тебя никому Антоша, я так рада Дизентерийный потерпит Я пять лет терпела Слушай, ты иди сходи И там мало ли чего, иди сходи А ты подождешь? Мне конечно на душе сейчас не очень, что я от нее опять убегаю Но с ней оставаться тоже не вариант Блин, достал уже, да? А вот валите отсюда О, сачок пришел Ну что, нашпилился уже? Ничего я не шпилился Ну что духи Кто мечтает дедушке одежду постирать? Шаг вперед Нет желающих? Тогда постирает Кривощоков Он же Кривожопов Да? Кривожопов А почему опять я? Рот закрой, с**а Фанеру за я хотел получить А? Ты что творишь-то, дебил? О, Борзый Ты сигареточку нашел? Отдыхай, Кривожопов Борзый постирает Слушай, ты если замарался Так сам его постирай, понял? Че ты сказал? Ну что, вопрос со стиркой решен? Ну все, п*****с вам после отбоя Видел? В армии себя сразу надо ставить жестко Спасибо вам, пацаны Слушай, солдат А ты не знаешь, случайно Как бы нам из части по-тихому выбраться, а? Ну, тут вообще-то дырка в заборе есть За боксами? Нет, за казармой А, точно Боксы-то раньше тут были, а казармы там Блин, Вова, я почему-то даже не удивлен Да не переживай ты так Все у тебя будет хорошо Ты парень видный Полицейский Хотя и бывший А она кто? Проститутка Не говори про нее так Ладно, ладно, не буду А ты девушку найдешь Она хорошая, порядочная Детей любит В садике работает Прям как я А это ты все Прямо с руки, да? Прочитала Конечно Давай еще по одной Я сейчас В туалет схожу Маш, мы пойдем в кабинет Уединимся? Валь, ты че? А че? Это может мой последний шанс Ребенка завести Валь, да он же пьяный И вообще так нечестно А я виновата, что они по-другому Не соглашаются И вообще ты мне подруга или нет? Ладно Только быстро и аккуратно Пока никто не пришел Нифига себе Че все пять лет Только тебя и ждет И ни с кем ничего Ага Да ладно, пройдет Пять лет не проходило А сейчас пройдет, да? Ну че ты мне предлагаешь? Там надо было остаться Нет, свалить Пять лет я испортил А сейчас еще Всю оставшуюся жизнь испортишь Вова, че ты начинаешь, а? Да ничего Ты понимаешь, что она тебя любит? О, дырка Рыжий, ты че, а? Пацаны, подождите меня секундочку, а? Я сейчас до нее быстро сбегаю Я ей все только объясню и все Блин, Антоха, ну ты дурак, что ли, а? Ну вот же уже дырка Ну ничего с ней не будет Вова просто растыкал над тобой Вова, скажи ему Че, все правильно? Пусть идет Блин, Вова Ты че? Да как-то это неправильно Че неправильно-то? Все правильно Вон смотри, гадание, как с меня списано Ты че стонешь-то? Ты посмотри на все с хорошей стороны Я че, каждый день в постель затаскиваю? Нет Не каждый, конечно Но все равно Я Настю-то люблю А ее в моем будущем Даже нету Базанов? Ты че? Соберись, нюня Я не могу Я думал, у нас все как-то наладится А сейчас понимаю, что вообще ничего не наладится И зачем мы сейчас жить-то, а? Зачем? Давай руку О, темно было Я сразу и не заметила Вон Смотри, линия маленькая Скоро вырастет А че это значит? Нормально у вас все с Настей будет Спасибо тебе, Валь Огромное Да пошел ты Сестра! Сейчас потерпите Я вам обезболивающего вколю Катя Антошка Я уж думала, ты опять исчез Катя Нам надо поговорить Как мне сегодня хочется Только с тобою рядом быть Скрасить твое одиночество Только тебя одну любить Я прошепчу тебе ласково Нежно рукою обниму Солнышко, ты мое ясное Я не отдам тебя никому Катя Катя, ну че ты Ну мне тоже же нелегко Ну ты только не плачь, а Ну пожалуйста Катя, ну че ты плачешь-то Ну все будет хорошо Катя, ты че Ты че, ты че ночевать-то Катя Блин, ну где он ходит-то, а? Мы уже давным-давно в кафе должны быть Вон он А че с ним Эй, уроды Куда вы соскакиваете? Южи мать, а Хватай его, я прикрою Катя, Катя Она меня че-то воткнула У меня руки отнимаются Ты че творишь, су** На! На! Мои руки! Давай сюда! Пошли вы! А-а-а-а! Ну все, бензин еще залил Теперь до конца вечера точно хватит Где рыжий? Вон он Только руки отошли Он опять распускать начал Рассказывает, как он в армии служил Ничему жизнь не учит Ну жизнь не учит Друзья научат Ты знаешь, а вот именно такие девушки нравятся солдатам Спасибо, так приятно Слушай, а давай выпьем, а? За тех, кто в сапогах, да? Здрасте Девушка, вы ему пить, пожалуйста, не давайте А то он из армии у него, это, крышу сносит Ничего у меня не сносит Ты че несешь-то? Знаете, он же, это, на мини поторвался У него, это, осколком свистульку оторвало Ничего у меня не оторвало, Колян Стесняется Да ничего, Антоха Ну че ты, ну с каждым могло случиться Все в порядке Ты нахрена это сделал, а? А чтоб ты, Антоха, не расслаблялся Нам еще генератор обратно тащить, да? Всем привет Сегодня у меня выходной Ну хотя, как выходной Мы просто сейчас к Ивановичу едем Так что получается, это не выходной, а обычный трудовой день Коль, ты няню ищешь? Посмотрела объявление? Ну да Только че-то капец она дорого стоит За месяц получается больше, чем Вован у меня зарабатывает А Вован у меня почти директор Коля, блин, давай искать А то я вообще устаю А я, блин, не устаю Единственный выходной Был Буря мглою небо кроет Вихри снежные Крутя Дебильное слово какое-то Я тоже чай хочу? Ну ты сначала уроки выучи, потом чай получишь Буря мглою Короче, мы с Вованом нашли пачку документов Ну тут паспорт, авиабилет, все дела В паспорте адрес не местный И телефонов никаких нет Ну мы, короче, все оставили себе Ну на время Так-то хотим вернуть Ну а че, я бы вернул Телочка такая симпатичная Если она в паспорте симпатичная Значит она и в жизни ништяк Фамилия только у нее дурацкая Лаутская Как Клёцкая Еще, короче, там 300 баксов было И билет до Чехии Я бы в Чехию сгонял Считай, на море Ты че, дебил лысый? Там нет моря Так Географию уже выучил Давай стих учи Буря мглою Мембок кроет Вихрье Ну наконец-то уснул Хорошо Сережа, идите сюда А по какому поводу праздник? Просто мы с твоим папой опять решили пожениться Серьезно? Поздравляю Спасибо Колян, а ты че такой кислый? Сегодня у тебя выходной Сиди, отдыхай, развлекайся Коля просто про няню думает Да ведь? А че про нее думать-то? Вот пусть Колян и нянечца сидит А ты ему зарплату будешь платить Две проблемы сразу решите Ну так-то вообще-то у меня кафе Так-то вообще-то, Колян, у тебя я А потом уже кафе, машина, квартира Жена и так далее Сережа, хватит Открывай шампанское Колян, ну не дохни ты У меня еще нехорошее настроение Значит у тебя тоже Да, няня точно вам не помешает Сережа, а ты не можешь всех подождать? Ты че документы-то мы вернем? Я тебе про 300 баксов говорю За такие дела положено вознаграждение Это считай наше вознаграждение Ну так-то согласен А 300 баксов это сколько? Ну я не знаю Надо до банка сходить курс узнать Заодно решим по пути, че с ними делать Может для кафешки потратим? Не, нельзя, ты че Это же легкие деньги Их нужно тратить быстро и легко А вы куда? Да я тоже погуляю Какой погуляю? Сиди учи уроки, я тебя тут закрою Потом приду проверю Блин, Вова заколебал Ты же у нас завхоз Тогда ты эту штуку уже приколотишь Вернемся, приколочу Че, я побрызгал? Ну-ка, зайди на минутку Блин, я даже не знал, чего ожидать Так-то не каждый день тебя, Иваныч, на откровенный разговор вызывает Колян, короче, проблема одна есть В общем, к одной женщине надо съездить А че за женщина? Виола Виола Имя-то главное какое? Виола живет в моей квартире Да, Колян, у людей бывает много квартир Короче, надо, чтобы она оттуда съехала Понял? Любовница Блин, теперь понятно, почему в туалете Съезди к ней, отдай вот этот конверт Там все написано А вы че? А я, Колян, теперь жених и дед Ни тому, ни другому волноваться нельзя Давай, лети голову почтовку Самому ехать чревато просто Там разговоров будет гонора на неделю Я ей ничего не обещал Сама знала, на что идет Да нормально с ней все будет Таки вообще не пропадают Еще лучше устроиться Согласен, стремно че Но она, надеюсь, сама поймет Тогда не по-людски как-то Зато все тихо, мирно Ну как мы и обещали Документы мы отнесли в участок А деньги вложили в PCP Ну а че? Легкие деньги, приятная покупка Есть во что поиграть, че Дай поиграть Эй, я второй Так, ну-ка успокоились Куда тебе играть? Давай, собираюсь, у тебя уроки скоро А ты потом поиграешь Вообще обнаглел Поиграть не дал, уроки не проверят Только командуют Ну давай, рассказывай свой стих Буря мглою небо кроет Вихри снежные крутят То как зверя называют То заплачут, как дитя Молодец, вроде знаешь Привет, бюро находок Здрасте Вот эти герои нашли ваши документы Здрасте, спасибо вам большое Вова, сделай кофе Так, а сейчас В присутствии потерпевшей Давайте восстановим Всю картину происшествия Ну что, Богданов Начнем по порядку Вы где документы нашли? У скамейки У общак Так, Талян, ты че там ползаешь? Давай бегом опоздаешь опять Вова, а ты че? Кофе только себе сделал, что ли? А че, вам тоже надо? Извините, пожалуйста Спасибо Богданов, Богданов Сюда смотри А вы в курсе, что в этой папке Кроме документов Была еще и валюта А именно 300 американских долларов Ну? Что на это скажете? Не было там никаких денег Эти деньги, может, до нас Кто-то из документов там достал Может быть, Богданов Может быть А может быть, вы их взяли и забыли? А? Ну или, может, они завалились куда-то? Сильванов Включайся в дискуссию Куда? И Нет у нас никаких долларов Можете даже в кассе посмотреть Если не верите Вы думаете, я им не верю? Да, конечно, верю Просто проверяю У нас же в стране все чистенькие Пока проверять не начнешь То есть вы утверждаете Что к пропаже денег Никакого отношения не имеете? Перестаньте Видно же, что они не врут Я вообще эти деньги еле нашла Сейчас даже не знаю, где взять Не, ну, хорошо, что хоть документы нашлись Спасибо вам А ты зачем в Чехию едешь? Там даже моря нет У меня там бабушка живет Она сейчас болеет сильно Старенькая уже стала И деньги я ей на лекарства собирала А когда я паспорт с билетами потеряла То я думала, что больше никогда ее уже не увижу Слушай, а давай я на районе у кого ничего не спрошу Может, кто ничего не знает Только мне это Телефон твой нужен Я как чего узнаю, сразу же позвоню Спасибо большое Если бы не вы Богдаров Вы кто-нибудь убьется? А сядешь ты Сделайте Хорошо, хоть чек сохранили Приставку можно сдать Чего? Приставку, говорю, надо сдать Только давай по разику сыграем Я чур первый А ты куда ее спрятал? В смысле спрятал? Вот Толян засранец, а Вам кого? Я от Аборина Здрасте Блин Все-таки у Иваныча есть вкус Теперь понятно, почему он с ней лично не хотел попрощаться Да потому что с такими хочется только встречаться и встречаться Не, ну я-то кремень Виола? Да А вы кто? Вот вам просили передать Кто? Там все написано Я подниму Привет, Виола Извини, что пропал Много дел Спасибо тебе за все, что раньше между нами было Но сейчас это все в прошлом Давай расстанемся друзьями Дальше нам не по пути Короче, тебе надо съехать из квартиры Деньги на первое время в конверте Надеюсь, ты все поймешь с наилучшими пожеланиями Сергея Не, ну я не Пушкин, извините Зато все четко и лаконично А почему сам автор не приехал? Ноги подкосились? А? Меня просто просили передать Знаешь что? Передай автору, что он трус конченый Столько лет прожил, а смелости даже на телефон и звонок не хватило Урод, блин Богданов, ты учил? Блин, надо его спасать Здрасте, извините, а можно Богданова на пять минут? Вы бы его еще с контрольной вызвали Иди, потом расскажешь Ты что, уродец, быстро Соньку сюда дал? Нет у меня ничего Училка сейчас забрала Еще отвечать заставил Лидия Ивановна, извините, а можно вас на две минутки? Вы Богданова вообще обмоглили? Дарить такие дорогие подарки Богданов Это не воспитание А ты такой подарок должен заслужить Хотя бы учебой Я тебе за стихотворение даже тройку поставить не могу Мы больше не будем Ладно, чтобы с этим я его больше не видела Хорошо Я почему из себя балбес это должен все услушивать? Иди, исправляйся, расскажешь вечером Учил он Что ты его ругаешь? Реально сложный стих Вихри снежные, крутя Я слово-то такое в первый раз слышу Блин, как будто не русский какой-то сочинял Антоха, дай Соньку поиграть Иди пятерку заработай сначала Лер, я пришел Что, неожиданно, да? Коля, кто там? А вы что за мной следили? Да А что мне еще оставалось делать? Коля А Борин уже полгода трубки не берет А я-то здесь при чем? Вот сами и разбирайтесь Все, до свидания Здравствуйте Это к тебе? К нам Няня Уборщица, лифтерша, почтальон, няня Столько вариантов за две секунды Ну и что я должен был сказать? Это любовница твоего папы? А, извини, пожалуйста Бывшая любовница А я решил не затягивать Позвонил в агентство Вот, они прислали вот няню на собеседование Виола Хотите резюме мое посмотреть? Спасибо Нет, нам сегодня не очень удобно Может быть, завтра? Почему неудобно? Заходите, пообщаемся С удовольствием Коля, угости пока девушку чаем Я сейчас Простите Да, мам Вы что делаете? Я же тебе говорю Здесь нет никакого оболина Так позвони ему И скажи, что приехал побыстрее А я пока на собеседование Сейчас Соньку в коробку положим И будет как новая Блин Ё-моё Че, нормально играется? Я все детство на сломанной кащели прокачался На сломанной Соньке-то по-любому сыграю Вол, ты что вообще не понимаешь, что происходит? Или что? Или прикидываешься сидишь? Да все я понимаю Я ковер не прибил Ты из этого Соньку сломал Деньги сейчас не вернуть И эта Лауцкая непонятно Как в Чехию уедет Типа мы виноваты Че сейчас делать, блин? А если б твоя бабушка заболела? Да она на Парковом живет Там аптек до хрена Да уж на Парковом получше, чем в Чехии Пошли давай Куда? Прошлое ворошить Ну что это за бла-бла-бла Надо как-то реально вопрос этот решать Сейчас только в школу зайдем Че, будем со школьников деньги трясти? За Толяном в школу зайдем А потом у меня есть одна нормальная тема Вау! Нормальный велик И фотка так-то прикольная Единственное, что от отца осталось Он раритетный У меня давно на него покупатель уже есть Десятку предлагает Такой ты, Антоха, молодец Вообще благородно Я так не смог Антоха, давай пятеру Это же и мой батя Твой так-то геологом был Ты не врубаешься, почему нас отчества разные? Детям надо с младенческого возраста Грамотно объяснять Почему именно так поступать правильнее Потом это сделать сложнее Как я вас понимаю? Я знаю несколько примеров Которые им вообще в детстве ничего не объясняли Поэтому я придерживаюсь мнения Что нужен человек с педагогическим образованием Но образования у меня нет Зато опыта навалом Я работала у одного очень важного бизнесмена Блин, опять проснулся Простите, я сейчас Слушай, а может мне реально у вас с няней поработать? А то мне деньги-то вообще нужны Да? Я в подъезде, выходите Ага Ну все Пойдем Те Виола, ты что такая неугомонная-то? Я тебе все написал уже Сережа, ты мне объясни А что такая стрёмная что ли? Что даже телефонного звонка не заслужила? Слушай, не начинай, а Ты что не мог прийти и все мне в глаза сказать? И что бы изменил это? Да ничего мне вообще Зачем все это надо было? Как я себя должна чувствовать? Да ты пропал и все Как ш**ла последняя Слушай, не истерия Кобель Че делаешь? Сережа, а ты что здесь делаешь? Ты же вроде на работу уехал Да я... О, так ты не только от меня скрываешься Ты что меня на нее променял? Это кто кого променял? Ты кто такая вообще? Я так думал, что женщины сейчас между собой разбираться начнут Ну, они вообще непредсказуемые Да хорош руки-то распускать Ты что, в Испании тоже, наверное, не в монастыре жила? Вы чего орете? Что происходит? Да это вот твой папа с любовницей разбирается Какая любовница? Это же няня Ну, я, конечно, попытался Лере все тактично объяснить Меня-то за что? За компанию Ну, можно же было решить тихо и мирно все Я же тебе русским языком написал Че ты припирлась? Да пошел ты И бумажку свою забери вместе с деньгами В жопу засой Моральный урод И ключи забери Ничего доверить не взяли Че стоишь, собирай Вообще обнаглеет Даже словно поиграть не даете Ты вторую часть тиха Выучи, я тебе дам Учительница че сказала Надо заработать Так вот зарабатывай И так двойку схлопотал Сейчас повторю Хорошо, что вы позвонили Я уж чуть кредит не взяла Побольше бы таких людей Спасибо Алло, здрасте Я все Наша ветхая лачушка И печально, и темна Что же ты, моя старушка При умолку окна Сейчас Я все поняла Давайте я перезвоню Моя бабушка умерла Выпьем, бедная старушка Бедной юности моей Выпьем с горя Где же кружка Тихо, тихо, тихо ты Че ты На, играй Не открывай Пускай понервничают Они сейчас ребенка разбудят Лер, только нельзя их сразу прощать Просто молча слушаем Ларис Что нет смелости даже извиниться Может ты и мне письмо напишешь Да я с ней не сплю давным-давно уже Просто боялся, что ты узнаешь И свадьба расстроится Потому что Потому что Ну потому что Я Люблю Тебя Сереж Третий раз в жизни Ты мне это говоришь И первый раз Трезвый Сереж, ты пил что ли? Пошли домой Вера Я тебя люблю А у нас-то что случилось? Ну это ведь не из-за того, что мы ей сразу деньги не отдали Да нет, конечно Билеты все равно только на послезавтра были Спасибо вам большое за все Я как ты лечу Я обязательно еще к вам зайду Отблагодарю за все Блин, а вот зачем люди живут? Получается просто, чтобы умереть Капец страшно Вот ты стопудово умрешь Ну я умру Главное, мертвыми Мы будем Гораздо дольше, чем живыми Чего? Ну вот Пять гвоздей и все Ты как? Я все Я короче понял Деньги, они уходят и приходят А близкие, они иногда просто уходят Тогда ты начинаешь сожалеть, думать А их уже не вернешь Ты че, Вова? Слушай, а сколько ему было, когда он это Ну того Ну когда он ушел Вова, ты че гонишь что ли? Он-то живой Он просто от матери ушел А, теперь понятно, на кого ты похож Тоже все время педали крутишь Гонщик Мы все-таки решили выбрать няню Провести собеседование Посмотреть разные варианты Ну, чтобы понять, какая няня нам подходит Ну да Образование у меня педагогическое Но диплома нет Извините А можно сразу аванс за неделю? Да, детей люблю А курить у вас можно? Да я всегда так хожу Он же маленький, ничего не понимает За ребенком? А я думала, за бабушкой Ну я согласна Это почти одно и то же, че лежит, молчит Слушай, а может пока без няни? Ну да Мишенька, скажи, ма-ма Ма-ма Миша уже пять месяцев А он еще ни одного слова не сказал У других в пять месяцев уже какие-то слога выговаривают А наш только смеется Коль, может он в развитии отстает? Да ничего не отстает Он, моя мама тоже говорил Я до семи месяцев молчал А потом как заговорил, что остановить не могли Ну он тоже сейчас, наверное, лежит, думает, что сказать Дай это, Миша По моей инициативе Было решено провести курс профилактических лекций В старших классах школ нашего района Я бы и в младших провел Но учителя против А лучше всего объяснять детям на конкретном примере А у меня таких примеров полрайона Вот, например, Наумов Да, Наумов? Игорь Сергеевич Ну мы так-то просто отметиться пришли А это, Наумов, не вопрос Пойдешь в школу И расскажешь подрастающим преступникам Про свое преступное прошлое И неприступное настоящее Ну как вот Игорю Сергеевичу откажешь? Мне же к нему еще как-то полгода отмечаться ходить Да, конечно, Игорь Сергеевич Не вопрос Че, Колян, училкой заделался? Так, Донав Ты если такой умный тебе, Игорь Сергеевич Тоже лекцию устроит Я же просто че Ну все-все, свободны Игорь Сергеевич А когда я буду лекцию вести? А ты, Селиванов, мне расскажи А я ребятам потом все передам Лера раньше ругалась, что я постоянно на работе торчу Так что мы теперь с пацанами Совещание прямо у меня дома проводим Ну и отдыхаем, конечно Мы вот даже себе приставку купили С первой прибыли Ну как с первой? С единственной? Ну ведь будет же еще По-любому А можно две последние сосиски до ем? Конечно Ты же про остальные не спрашиваешь? Лерочка Ну че, тебе жалко, что ли? Ну они же мои друзья Коль, мне не жалко Просто мы вчера ездили в магазин Сегодня еды почти нет Блин Кто диск-то с игрой достал? Ну я А что, я не могу у себя дома фильм посмотреть? Ну так посмотрели, поставьте на место Че, сложно что ли? Ладно, я хотя бы сегодня от них отдохну Подожди, а ты куда? Мы же договаривались Сегодня у Олеси день рождения Я сейчас быстро в спа, потом мы туда едем Коль, ты забыл? Да нет, конечно Ну че вы встали-то? Дайте пройти Давай, заряжай Блин, да как же я про этот день рождения забыл Мы же главное еще с моей мамой договорились Что она с Мишей посидит А сейчас я еще Игорю Сергеевичу пообещал Че-то я реально торможу Может, Миша в меня? Пока, Лерочка Ну давай, давай, гони, блин, быстрее Он уже рядом Коль, скажи им, что мы вечером уходим Поэтому ему тоже надо будет уйти Вот говно, а! Вот я не удивлюсь, что Миша это первое слово и скажет Лер, ну конечно они уйдут Давай, делай, делай Игорь Сергеевич А можно отказаться сегодня лекцию вести? Ага, ну да Да я понимаю, что мне еще полгода к вам ходить и отмечаться Пацаны, слушайте, можете со мной в школу сходить? С Мишей постоите просто, а пока я лекцию читать буду, а? Не, Колян, мы с детьми вообще обращаться не умеем Блин, Вова, ты че такой лошара? Меня ты че таранишь? Справа не мог объехать Пацаны, ну помогите, че? Всего на сорок минут прошу Сам ты лошара, блин, столб-то не смог объехать Колян, ты че наглеешь-то? Мы даже не доиграли Все, пацаны, гейм овер Поехали давай Да че ты, Колян, мы бы тебе и так помогли А ты нам диск с игрой отдашь Наума А ты что с собой, наглядное пособие взял? Лера просто ушла Пацаны с ним постоят, пока я на лекции Наума, ребенок это самое ценное в жизни человека А я бы этим двоим ничего ценного не доверял Короче, пацаны, Миша спит спокойно А если проснется, вы ему погремушечку вот дайте Погремите, ну, чтоб не заплакал Поняли? Да ничего они не поняли В общем, если будут проблемы, мы в шестнадцатом кабинете Все, Наума, пойдем Так вот, дети Наша сегодняшняя лекция о том, как не попасть из школы сразу в тюрьму Посмотрите Перед вами стоит преступник Преступник, который благодаря своевременному вмешательству правоохранительных органов и лично моему участию Встал на путь исправления И сейчас он нам все про это расскажет Начинайте, Николай Да, здрасте Сегодня я расскажу вам про нравственное воспитание Про половое расскажи Не дорос ты еще до полового, понял? Сегодня будешь слушать про то, как стать нормальным человеком, даже если у тебя есть условный срок Блин, в каком они кабинете? Он же говорил О, вот ты что делаешь? А ты же его еще сильнее бесишь Я пытаюсь ему песенку мамонтенка сыграть Ему понравится и он успокоится, да? Блин, вы меня уже оба бесите Вот что тебе надо? А что ты кричишь? А ты что стучишь? А кто это у нас такой маленький? А кто это у нас плачет? А это Миша плачет, он маленький Искусство ведения, предмет-то еще какой-то дебильный Так, Вова, отдай сюда журнал Так у вас Миша быстро успокоился Ну так у меня у самой сын А вы за трудовиком замужем или за фиссуроком? Я не замужем, еще вопросы, молодой человек? Вова, что за дурацкие вопросы, а? У меня вот тоже жены нет Вы тоже воспитываете ребенка один? Ну да Ну короче, у меня в детстве было два секс-символа Медсестра и училка Ну медсестра это уже пройденный вариант А вот училка, я прям вижу, как она берет и волосы свои так распускает Да, Мишанька, папа у тебя совсем один Так-то у всех один папа, два же не может быть А с люками вообще схема простейшая Берешь, одеваешь спецовочку дорожного рабочего Ну оранжевая такая, знаешь Наклоняешься, люк снимаешь, никто даже ничего не подозревает А один люк сколько на цветмете стоит? Косарь А если ты таких люков двенадцать штук нашаманил? А? Прибыльная схема? Да, рабочая вообще Вот за эту рабочую схему Наумов и получил условное наказание Николай, вы нам лучше про свое исправление расскажите А, ну да В общем, как только я решил встать на путь исправления У меня сразу появилась жена, вот ребенок, свой бизнес Ну, небольшое кафе Так, Николай, эпиграф и эпилог мы уже услышали Переходите к основному сюжету Рада была познакомиться, мне пора готовиться к уроку Давай, пока Блин, Антоха, нафига ты ей наврал? Ее отец одиночка, и Миша он любит Ты же вообще кроме пива ничего не любишь Да какая разница? Главное, у меня ее телефончик есть и все Вот, Мишаня, учись у дяди Антона телочек-то клеить Ты что такое говоришь-то? Он маленький еще Маленький? Зато телочке больше тебя понравился Он подрастет, я с ним буду к медичкам ходить У него шансов стопутов больше, чем у тебя Да, Николай, а что у нас было между люками и кафе, ты так и не успел рассказать Не, ну не подумайте, что мне просто так фартануло Я бы и сам всего добился Просто как бы повезло Но только потому, что он встал на путь исправления Николай, а про схемы свои воровские, вот это напрасно Не, ну я просто хотел с ними наладить контакт Ну, они же все поняли Вот ты все понял? Я ничего не делал, отдайте плеер А кто у тебя в плеере так матерится? Это Сява Вот я бы за такие слова на 15 суток бы его закрыл Ну что, пацаны, Миша не кабризничает? Да не, Колян, ты что, он у тебя вообще спокойный Блин, спасибо большое, выручили Да ты что, я вообще всегда готов с Мишей посидеть Ты оборщайся, если что, твой сын, наш сын Это кто у нас там? Игорь Сергеевич, он, кажется, вас испугался Ой, Лерочка, ты у меня такая красивая Ты сегодня на день рождения самая лучшая будешь Ой, Лера, нифига Вот так тебе вообще гораздо лучше О, мама звонит Цветок Армен, ты что ли? Да какой Армен? Это грипп с радой В общем, заболели мы Сегодня не приедем к вам Блин, ну ладно, выздоравливайте маму Сережа, я боюсь Пап, вы где? Да мы на горнолыжке Сережа! Дочь, я до сегодняшнего дня не знал, что у тебя мама такая неуклюжая Ты что хотела-то? Да нет, пап, ничего уже Отдыхайте Ну вот, сходили на день рождения Лерочка, ну ты съездил на день рождения А я с Мишей посижу Так вы съездите вдвоем А я с Мишей, с Вованом посижу Не, ну так а что, я же им помогаю Ну и тебе, конечно, тоже Но когда они еще со мной ребенка оставят? А тут такой шанс Нет Да, Лер, ну я же чисто по-братски помочь хочу Ну мы у вас тут играем, едим, живем Ну стыдно уже Вы же, наверное, тоже устаете Съездите, развейтесь Ну что, ты зря прическу делала, что ли? Ну ладно Но только на час Ну вот Если заплачет, дайте бутылочку Я оставила в холодильнике свое грудное молоко Только подогрейте О, а что, так можно? Так нужно, Вова Так, подгузники в шкафу Если измажется, салфетки тоже там А, а если кушать захочет? Ну я же сказала, я оставила в холодильнике свое молоко Ну это попить А если есть захочет, что делать? Ничего не делать Лучше сразу звоните нам Да все будет в порядке Вы что переживаете-то? Идите уже Алло, Нин, привет, это Антон Слушай, я подумал, мы, может, сейчас с детьми погуляем пойдем Вова, ты все понял? Да понял я Ты только подгузники не забудь И салфетки Одеялко поправляй Да поправлю я там все Ты самое главное, как только Колян придет Сразу же меня набирай, понял? Понял Олег, с днем рождения Спасибо Лерка, блин А говорят, что женщины после родов некрасивые А ты вон какая красивая А где Миша у вас? А он с пацанами моими С этими уголовниками? Они что, с детьми умеют обращаться? Да там ведь ничего сложного Если Миша проснется, надо просто покормить Правда, нужно молоко разогреть и проверить, чтобы не горячее было А то обожжется Ну да, они-то по-любому додумаются О, привет! Алло Ничего не делаем Все хорошо Мы ничего такого не делаем Миша спит Новый год я встретила одна Что, совсем никто не приехал? Да ты подожди, да слушай, это мои стихи Витимка, сынок, не отставай Я полночи простояла у окна Я богатая была бедна Я одна в окне, совсем одна Блин, Миша, походу, эта поэзия тоже не понравилась Я думал, мы нормально погуляем А тут окно, одно Короче, говно какое-то А что случилось? Все же хорошо, все в порядке Скажи, папа, папа рядом Скажи, папа Он, наверное, обкакался Ты такой маленький, я такой умный А что тут думать-то? Он же ребенок Блин, ну тогда сейчас домой придется ехать Мы можем ко мне пойти, я тут недалеко живу Давайте там и переоденем, пойдемте Ну а что, полчаса у меня еще есть На секс, конечно, не хватит, но так хотя бы икорек закинуть Заодно узнаю, где живет А рожать это прикольно? А что ты ребенка с собой не взяла? Я свою собачку везде с собой беру А она ребенка с гопниками со своими оставила С какими гопниками? Ну с этими, которые машину угнали, потом утопили А потом из-за них чуть Леркин муж в тюрьму не сел А потом гопники эти чуть не сели Я сейчас вернусь Ну что, Колян, потусуем? Да не, Сергун, я ненадолго Ну и зря Я Олесе на день рождения касту заказал Они сейчас выступать будут А что, Олесе, каста нравится? Вот не пофиг, главное она мне нравится А Олесе лишь бы громко было Вот смотри, это змеи из касты Ага, нифига себе Блин, каста это очень круто Я бы остался Коль, поехали домой Ирочка, слушай, мы же недавно приехали Может посидим еще? Ты меня не слышишь? Поехали домой, я волнуюсь До свидания Сейчас, Мишенька, папа все поменяет Нин, слушай, а ты бы могла мне чисто подгузник принести? У меня в коляске есть Да, конечно Сейчас, Миша, папа подгузник поменяет Старый достанет Алло Это что, так срочно? Я просто сыну подгузник меняю А, ну если срочно А кто это у нас тут так кричит? Паван, ты вообще так-то вовремя позвонил Что, Колян пришел? Нет Я просто хотел узнать Как в Кризитрек на втором уровне поезд обогнать Блин, не звони мне по всякой херни, а Я у Нины Блин, так ты что к ней-то поперся? Ты же рядом с домом обещал гулять Да я и так недалеко Я это, в общаге на крысанке А нам, прикинь, соседка у Гоги Короче, все, батарея садится, давай, пока У тебя глаза не устанут столько играть? А ты что, папа? Ну вот, теперь мы чистенькие Совсем не плачем Спасибо, но я бы и сам мог Тихо, он уснул Может, хоть чай попьем? Да не, мы пойдем Ну ладно Если только ненадолго Так по Мише соскучилось Что делаете? А где Антоха? Я играю А Антоха гулять пошел А где Миша? Миша тоже гулять с ним пошел Как гулять? Когда? Минут 30 Зачем так долго? Зачем Антон вообще поперся с ним гулять? Ну он не с ним, он так-то с женщиной Ну с ним Да короче, я ничего не знаю Блин, Вова Я тебе сейчас эту приставку в задницу засуну С какой еще нафиг женщиной? Так что случилось-то? Все же нормально Они в тепле Училка, если что, за ребенком ухаживать умеет Она мать-одиночка Блин, у него абонент не абонент Да у него телефон просто сел И где их сейчас искать? Да что их искать-то? Они рядом тут в общаге Ну где Гога живет, который еще травой банчит? А этот пацан-то мелкий у тебя Все время играет что ли? Ну часто был бы отец Пожестче бы воспитывал А что снова замуж не вышло? Так за кого в наше время Все мужики опошлились? Никакого благородства Я тебя понимаю Я сам обжегся Поэтому сейчас очень осторожно смотрю на женщин Я, если честно Только недавно смог дышать Я тебя понимаю Помнишь, как в той песне? Вот и встретились два Одиночество развели Здрасте, а Антон у вас? Да А где мой ребенок? Там, в комнате, спит Это у вас крызи-трек? Не знаю Это точно он Антон, а что происходит? Это твоя бывшая жена пришла? Это капец тебе Антоха пришел Ален, ты расслабься ты Сейчас я тебя расслаблю, Антоша Привет А это что, у тебя крызи-трек? Ага А что это случилось? Да, там дядя Антону, дядя Коля Ребенка взял, чтобы твоей маме понравиться Ага А если бы он обкакался, что ты вообще орешь, Миша, спит так-то? А что это ты за Миша стал беспокоиться? Ты бы сейчас за себя побеспокоился, Миша А ты не знаешь, как тут нужно уровень с поездом проходить? Вы нас извините, пожалуйста Просто вот он У нас ребенка украл Да ничего я у них не крал Я что, на вора похож, что ли? Да не, вообще не похож Просто так в тюрьме сидел и все Колян, что ты все рассказываешь-то? Мы так-то вместе в тюрьме сидели, да? Коля, Миша сказал папа В тот момент я был самым счастливым человеком в мире Миша сказал папа Первое слово и папа Я вообще в тот момент про все на свете забыл Да и пофиг, что он Леру папой назвал Я потом его научу, что она мама Мы просто волновались, что Миша отстает в развитии Он даже слога не выговаривал А тут папа сказал Да просто с ребенком надо разговаривать и все Да, Мишань? Папа Так, все, мы поехали домой Извините еще раз До свидания До свидания, Мишань Папа Слушай, ты извини, что так получилось Просто ты такая красивая И я не знал, как тебе понравится Иди в жопу А что ты так говоришь-то? Ты же учительница, и это мать А я тебе на твоем языке говорю Иди в жопу Маргинал хренов Ес, прошел Че, давай следующий уровень Так, а вы тут что делаете? Я уровень прошел А эти че, уже ушли? Блин, опять меня забыли Ну ладно, Витек Ты вообще монстр в этой игре До свидания Я вас еще раз спрашиваю Где вы спрятали люки? Не скажу Да Спасибо тебе, Наумов Научил Тогда я сам вам лекцию прочитаю Надоест? Расскажете, где люки Индивидуальная профилактика правонарушений Включает в себя Исправительно корректирующее воздействие На ликвидацию негативных факторов Воздействующих в совокупности На конкретную жизненную ситуацию Обусловившую административный проступок Выделяется несколько групп административных деликтов Которые имеют или не имеют Да ладно, Антоха Чего ты обижаешься-то? Да ничего Тоже мне друзья, блин Я четыре дня дома болел Хоть бы кто зашел Блин, Антоха У меня ребенок маленький Мне к тебе нельзя Ну, сам понимаешь Да я просто беспокоить не хотел Думал, у тебя и так все нормально Думал, мама за тобой ухаживает Там вкусняшки всякие носит Да какие вкусняшки? А на вторую неделю Он с Толяном в профилактории Я вообще в одного четыре дня болел и лежал Четыре дня? Так это мало для гриппа Ты иди еще полежи Ты че, блин Вдруг ты заразный? Сам ты его заразный Тебе надо, ты и лежи Ты че, я просто подавился Это случилось здесь Около часа ночи Он выхватил у меня сумку И побежал вон туда А вы лицо-то хоть его разглядели? Нет Но со спины я его хорошо запомнила Здрасте, Игорь Сергеевич Что, опять? Опять Короче, каждый вечер Какой-то беспредельщик Возле нашего кафе У проходящих женщин сумочки отрабатывает Не, ну понятное дело Райончик у нас такой, беспокойный Вот мама у меня ученая Она постоянно сумочку к руке привязывает Не, ну один раз ее, конечно Пару метров протащили Но зато все при ней Здрасте Здрасте Блин, холодно сегодня Может зайдете, кофейку выпьете? На умов А это что за гостеприимство? Натворили что-то? А почему натворили-то? Нет Это он Я его узнала Это точно он меня ограбил Так, Богданов Стоять Нет У меня все хорошо Я бесплоден И не сказал об этом Машке У меня плохая работа И долг за квартиру Но я не отчаиваюсь Я просто поделил свою жизнь на проблемы Важные и неважные Важные проблемы делятся на срочные и несрочные Блин, а вот это вот важно и очень срочно Да, Зинаида Степановна Да, я помню, что сегодня последний день платить за квартиру А можно на следующей неделе? Понял Сегодня вечером До свидания Благодаря оперативно-розыскным действиям Мною был задержан подозреваемый И сейчас состоится опознание В ходе которого мы установим Станет ли подозреваемый преступником Игорь Сергеевич, все готово Игорь Сергеевич, что вы гоните? Какой я преступник? Я же вам говорю, ничего я не делал, ну Развернись Че? Лицом к стене Приглашайте потерпевших Потерпевшие, проходите Так, а теперь покажите на ту спину Которая вас ограбила Вот этот справа Я эту спину на всю жизнь запомнила Ага, сейчас еще Лицом к стене Да-да, сразу видно уголовник Спасибо, хорошо В коридоре меня подождите Ну что, Богданов Чистосердечное, будем писать? Так че писать-то? У меня же алиби есть Я вам говорю Алиби у него есть Дома он болел Один Телевизор смотрел И кто мне это докажет? Дом 2? Или Гена Букин? Чистосердечное, алиби Да? Игорь Сергеевич Малантуха реально не виноват Он серьезно дома болел Наумов В прошлый раз с машиной Он тоже не виноват был Помнишь? Так что все Сегодня посидит у меня А завтра отправлю в СИЗО Игорь Сергеевич Ему туда нельзя Он реально болеет Перезаражает там еще всех Игорь Сергеевич Я ни в чем не виноват Ты че, пластинка тебя так заела? Так, все, все лишние на выход Тоха, мы тебя вытащим Селиванов Я тебе сейчас потычу Блин Да, Валя Нет Слушай, ко мне кто-то пришел Мне некогда Ты че трубку бросаешь? Короче, у меня сегодня супер день И плюс родители в Полазну уехали Так что ты должен мне помочь Да какой супер день, Валя? У меня двух косарей не хватает За квартиру заплатить Че пристало-то? Так это ж хорошо Не, я че, проститутка с тобой За два косаря спать? Да это просто взаимопомощь Ты считай одним выстрелом Двух зайцев убьешь Да нафиг нужна такая помощь Ты со своей беременностью Вообще с ума сошла Иди домой Да пошел ты Я ему от чистого сердца он орет Ищи сам свои деньги Ну и найду Блин, да я не верю, что Антоха мог это сделать Не, он конечно полный дурак Но не до такой же степени, правильно? По-любому Я-то точно знаю Он же мой друг Блин, Антоха так ты и мне друг тоже Да, но мой-то лучший Братишка Здрасте Базанов, а что с тобой? Да я просто поскользнулся И ногу растянул Я еще хотел спросить Колян, я понял Надо просто доказать Что не Антоха грабил, а кто-то другой Конечно И как ты это собираешься сделать? Пойдем к Харину Харин это барыга У него точка своя на районе Куда всякие ворованные вещи сливают Вот Там всегда можно узнать Кто что, куда, откуда В последнее время приносил Видимо, потом поговорим Попозже Блин, Харя Ты просто скажи Кто тебе за последние три дня Женские сумки приносил? Клян Я стучать не собираюсь Это не по-пацански Ты понимаешь, что нормального пацана В тюрьму посадят ни за что? Да Жалко пацана Но сдавать пацанов из-за одного пацана Это не по-пацански Пацан, не пацан За пацана Даже запутался, блин Да все, пойдем Тут все ясно Козел Вот тебе за это Ну и забирай Это муляж Эдечка, я вернусь Прикинь, мы сегодня не работаем А эти уроды даже не предупредили никто О, а че такой бардак? Ты ж хотел убраться Да я деньги ищу У нас за квартиру не хватает заплатить Слушай, Маша А у тебя нету? Не Я сейчас последние 300 рублей потратила Блин Я куда-то прятал деньги Капец Я беременная Блин Че теперь делать? Слушай, Эдечка А может нам вообще другую квартиру найти? Например, двухкомнатную? Маша, ты че, издеваешься что ли, а? Какую двухкомнатную? Нам на однушку-то еле хватает Ну, просто А вдруг нам больше места понадобится? Ну, гости, например, приедут И вообще на будущее, когда дети появятся Маша, ну какие гости, а? Какие дети? Давай потом помечтаем, а? Блин Может за холодильником мелочь завалялась? Колян, вот че ты мне не дал этому харину по харе втащить? Вова Я так-то тебя и не держал Ларек ему надо сжечь Валить его нафиг надо Беспредельщик, блин Вова, я че, совсем что ли бак свистит? Мазанов Слушай, а ты же полицейский? Бывший Нет, бывший ты мент А сейчас полицейский Слушай, скажи, а как вы преступников ловили? Ну, мы там с Игорем Сергеевичем план хитрый разрабатывали всегда Потом ждали, пока он появится А потом уже караулили Слушай, а быстрее вариантов нет Тут таким макаром, знаешь, Антоха сам из тюрьмы выйдет Ну, есть еще один способ Способ ловля на живца Это когда ты выступаешь в роли приманки Тем самым провоцируя преступника совершить преступление Это мне Игорь Сергеевич научил Он тогда поймал клофелинщицу На меня Я тогда сутки спал И когда преступник подойдет к нашей приманке Мы выпрыгнем из засады И скрутим его Вообще нормально Все, идем Идем Да стой ты, подожди А кто приманкой-то будет? Да хоть кто Лерка, например Ты дебил, что ли? А если с ней что-нибудь случится? Точно Ну, Машка или Валя? Вова Девочками мы рисковать не будем Ну, а Валя-то что? Все, Вова, закрыли Я еще, кстати, хотел спросить Ну, давайте я Что я? Приманкой буду Это же ради друга Вова Грабитель нападает на женщин А не на дебилов Так я переоденусь в женщину У мамы у меня есть шуба Шапка норковая, натуральная Ну, так-то можно рискнуть Там же все равно темно будет Грабитель ничего не увидит Вова и Базанов придумали дебильный план Но я не думал, что все так далеко зайдет А все реально далеко зашло Ну, что, нормально накрасился? Нормально Да ты меня и пугает Базанов, а ты-то че лыбишься? На учительницу мою похож Веру Семеновну Ребят, ну давайте быстрее Пойдемте уже Антоху спасать Календык, ты идешь? Ну, короче Я не нашел денег, чтобы заплатить за квартиру И поэтому я сейчас стою у Вальной двери Ну, я просто подумал, что секс с Валей за деньги Это же не проституция Ну, это ради семьи Валь, а нам обязательно целоваться? Ну, я не смогу без этого Я же не робот Ну, ладно Кто там? Не знаю Кто там? Машка? Маш, подожди минуточку Эдик Ты че, придурок? Прячься в шкафу Иду, иду Валь Ну, че, как у тебя дела с беременностью? Да никак Ты ради этого сюда пришла? Ну, нет Мне просто надо кое-что тебе сказать Слушай, Маш, а это на завтра никак нельзя перенести? Не, мне сегодня охота Ну, давай только быстрее В общем, Валя Я сегодня узнала Блин, родители вернулись Машка, мама на тебя все еще и зайди-ка злиться Че, мне опять все волосы повыдергают? А че они не в полазни-то? Прячься в шкаф Малечка, вы дома? Да заходи ты, алкас Ну, аккуратно Ну, не падай Не падай Ну, раздевайся Вот, нажрался как я Блин, мы столько времени здесь уже сидим Мы все бестолку Ты посмотри, Базана, вскоре мы бензина зря сожгли Все, короче, заканчиваем эту клоунаду Да че-то не отстегивается Она там иногда заедает Нужно нажать и тянуть Да все равно не получается Да нет Давай, я буду нажимать, а ты тяни Угу Базан, ну сильнее тяни Ты нахрена вообще перестегивался? По правилам безопасности Я просто еще подумал Вдруг погоня будет Давай, давай Вы че сидите-то, уроды? Меня ограбили! То есть вы хотите подать заявление, что вас ограбили? Вы что меня тут, за идиота держите? Трансвести ты недоделанная Катерина, сядь, не мельтеши Игорь Сергеевич, это правда Вон у Базанова спросите Наумов, при всем моем уважении к Базанову Я никогда не поверю в эту чушь Так вы им не верите, мне-то поверьте Я потерпевший Селиванов или Селиванова Грабитель пойман и опознан Это ошибка Настоящий грабитель, он на свободе А доказательства? Есть Я знаю, куда сегодня понесут ворованную сумку Конечно, сейчас многие скажут, что я поступил не по-пацански Но когда твой друг реально может сесть ни за что Надо поступать не по-пацански, а по-человечески Кто? Это Колян Здорово, Колян И участковый Харин, ты шире дверь открывай Я думал, ты пацан А ты, оказывается, вообще не пацан Сумку когда придут сдавать? Не знаю Может и сказал бы, если бы по-пацански разобрались без мусоров Наумов Я три секунды ничего не вижу Ну что, теперь по-пацански, а? Когда придет? Не знаю Скоро должен Ну что ж, будем ждать Маша Ой Маш Ты что мне названиваешь? Так а что, долго мне тут еще сидеть? Не так-то домой надо Меня Эдик ждет Ничего дождется Это может, спросишь у мамы Может она на меня уже не злится Я бы вышла, а то мне реально домой надо Ладно, спрошу Че? Да я ничего слышать не хочу про твою Машку Какая она подруга? И Эдик ее урод Рябка Нищеброд Швали не мужик Ээээ Вы че тут Эдиком моего обзываете? А ты че здесь делаешь? Ничего Да Эдичка, он у меня вообще самый лучший Да вы знаете, как я его люблю? Да вам все равно не понять Ах ты, сучка А че вы обзываетесь-то? Маша такая хорошая Не испугалась Заступилась за меня Не, я конечно тоже могу выйти Но я просто не хочу осложнять ситуацию Поэтому я оставлю свой скелет в шкафу Да она водостойкая Да я сейчас просто вспомнил, Игорь Сергеевич Мы с вами сейчас вместе Как в старые времена Откуда трость? Поскользнулся Ну ты аккуратненько, Базанов У меня мазь есть хорошая Заходи, я тебе дам Спасибо Попался? Игорь Сергеевич, держите его Игорь Сергеевич, все под контролем Лежать Молодец, Катерина Только лучше его подними Руку сломает, тяжелый, зараза Эдик Выходи, все спят Блин, наконец-то Так ноги затекли Блин, целый день Просидел в этом шкафу Слушай, Валя Я больше не хочу обманывать Машку Она меня реально любит Давай больше не будем заниматься сексом Да я понимаю Стой На Так я же тебе говорю Давай больше не будем Это не тебе, это Машке Потом отдадите Спасибо Пока, Маша Богданов Все, свободен Блин, Антоха, я так переживал Я реально верил, что тебя отпустят Верил Вова, да отцепись ты от меня Ты что вырядился, как чучело Еще губы намазал Фу Ты что, это ж я ради тебя Я думаю, ты на моем месте бы так же сделал Вова, ты дурак, что ли, а? Ты что огородишь-то? Блин, Калян, спасибо, братан Я не сомневался Пошли тебе уже отсюда Айоша На Втирай на ночь Спасибо Ну и Береги себя Корма отсюда Маша Она, это не моей кошки воняет Маш, я сейчас быстро Я до хозяйки сбегаю Деньги я дам и приду, ладно? Подожди Эдик, он такой хороший Он так о нас беспокоится Короче, я решила все рассказать ему про беременность Ну как? Я решила намекнуть А он сам все поймет Вот Я даже тортик купила Просто Эдик деньги в постельном белье не искал Маша, вот прикинь, если бы сейчас у нас были дети И че? Да как че? А если бы хозяйка мне не отдала ключи? Вот куда бы мы ночью с ребенком поперлись? Не, пока сами на ноги не встанем Никаких детей Да ведь? Да ведь А в честь чего торт? Просто так Лучше бы пельмени купила Как же холодно, а? Колян, ты че не мог заправиться-то? Тебя ездили и спасали, вот и обсохли Подождите Ой, как ноги больно Надо было без каблуков одевать Но тебе просто к шубе лучше Слушай, Золушка, а ты че сразу-то не переоделся? Так че, я этого торопился спасать Он только обзывается Антоха, дай руку, пожалуйста Тут вообще скользко Ну ты че, гонишь что ли, Волку и руку? Как гомики сейчас пойдем? Не, ну со стороны мы как будто с женщиной идем Никто ее не увидит Слышь, Базанов А ты че сегодня хотел целый день спросить-то? Да я хотел отпроситься Уйти пораньше с работы Так иди, че ты У тебя же нога Ребята, привет А че, моя Вовка не с вами? Не понял Пап, привет Это че за херня? Я щас все объясню Пока, Вов Так мать тебя за шилу порвет Так это для дела, я Антоху спасал Да я щас тебя от матери спасать буду Здрасте Хочу начать день с умной мысли Вот хорошо, что есть бабушки и дедушки Потому что вот щас заезжал дедушка Иваныч И забрал в мука до завтра Так что можно сегодня спокойненько заниматься своими делами Коля, ты когда уезжаешь? Да я щас уже поехал Мне надо в кафе плазму завести А может ты задержишься немного? Ты ведь директор, тебе все можно Слушай, давай я сначала все сделаю Вот Да и ты как раз тоже свои дела все закончишь Ну я поехал Не, ну я просто уже настроился на работу Хотел пацанов плазмой порадовать Потом меня маска эта вообще смутила Не, ну все будет Лера же не волк В лес не убежит Может надо было маску потом сделать? Блин, что-то я расслабилась Надо вот подготовиться к его приходу Что, опять не выключил? Точно как-нибудь что-нибудь не то заснимет? Здорово, братан Здорово Боря Колян Слушай, Колян Помоги тачку приподнять А ты как так припарковался-то? Да, вчера что-то бухой решил дрифтануть Дрифтануть? Не, я конечно не против помочь Но мы с тобой вдвоем ее тупо не поднимем Да нормально У нее кузов облегченный Спортивный вариант Слышь Что-то не похоже, что у нее кузов-то облегченный Нормально Надо просто вещи дернуть Давай Что, вообще плохо? Блин Даже выпрямиться не могу Походу Спину надорвал Ну что, подождем пять минут И еще разочек дернем Да, слушай У меня же есть знакомая массажистка Руки золотые Титьки вообще сказочные Она тебя мигом выпрямит Давай я ключи от машины Ну, знаете, я был не в том положении Чтобы отказываться Тем более, Боря сказал, что все оплатит Давай, давай Карту уронишь, заново начинать будешь Сегодня у меня Вован в спорт режиме Сыграл в дурака с дураком На триста приседаний Э, ты че такая агрессивная? Руку отпусти У меня синяк будет Я че-то не поняла Я у вас с официанткой работаю Или охранником? Маша, так че случилось-то? Да ничего Эти сожрали два бизнес-ланча И хотели свалить Э, ну покурить выходили Э, у нас так-то курят Так, Маша, все понятно Сейчас директор во всем разберется Ну че, девчонки Че за дела? А? Нет у нас денег А если найдем? На, ищи Все, что найдешь, твое А вы че такие дерзкие? Головные уборы так-то принято снимать в помещении А это че за купоны? А, ну розыгрыш Сегодня в торговом центре будет Ну все, их мы забираем Сами сказали, че найдем, наши Э, вы нам-то хоть один оставьте Так давайте вместе туда сходим А че, наверное, нормальная же движуха будет Музло туда-сюда Пивасика бахнем Ну так-то можно Ну все, договорились Идите нас так, подождите там Кофейку пока попейте Скажите, директор разрешил Ну ништяк Оба купона наши Какие купоны, Вова? Это развод сплошной По ним никто никогда ничего не выигрывает А вот девочке вообще нормальный Верик Мы их, считай, сейчас угощаем А вечером Ща, ща Кристинка тебя быстро поставит Но у нее так-то другое имя Какое-то хитрое Где-то нелегалка ходит Нелегалка? О, ну что же, Херезада Поставишь парня на ноги? Здрасте Да, да вообще по-русски не бум-бум Приходится учить Скажи Я приехал ошить одежду Но почему-то делаю массаж Ну ладно, вы знакомьтесь Я сейчас рядом Субтитры сделал DimaTorzok Неожиданный поворот, да? Я, конечно, возмутился Но, по-моему, Кристина ничего не поняла Отшлепала меня по полной программе Спасибо большое тебе Выручила Слушай, а ты не знаешь, где сейчас Борю найти? А, ну Боря Ну со мной был Весь важный такой Длинный О, Борян Ну как, полегчало? Заценил азиатскую кузисницу Ну, полегчало Только задница горит Ну, это у нее техника массажа такая Как будто наказывает Так надо было расслабиться и ловить кайф Вот Кристинка, считай, приехала Россию посмотреть А кроме жоп ничего не видит В общем, я погнал Слушай, у меня же сегодня новоселье Телки, виски, кальян Заходи вечером 42-я квартира Ну, посмотрим Это, спасибо за спину Да ладно, если что, обращайся Ну, давай Блин, да долго они еще? Что ты маешься-то? Возьми и сходи в туалет Ага, а если розыгрыш начнется? Знаешь, я сколько в жизни пропустил Из-за того, что в туалет ходил? Слушайте Так это, раз время есть Может, еще сходим, пивка бахнем, а? Че стоять-то? Вот сейчас самые долгие минуты начались Привет Привет А че, где эти два ресторатора? Не знаю, с телками куда-то свалили Капец Скоро вообще день директора останется Помоги, пожалуйста, плазму на кабинеты донести А то одному че-то вообще тяжело Да вы че, вообще что ли? Я так-то у вас не грузчиком, секретаршей работаю, официанткой Ну я, Маша, знаю, что же директоры, ничего Ну помоги, че, тебе сложно, что ли? Спасибо И это, потом кофе сделаешь, ну ладно? Че, опять сэкономили предприниматели? Да это, похоже, заводской брак Он даже на строях не видно Блин, даже глаза заболели А че, может, в инструкции посмотреть? Сейчас гляну А че в магазине-то не проверил? Вы такие безответственные, блин Коль, ты че, обиделся? Да спину, бля, хватило Не то, чтобы мне понравилось Просто спину переклинило еще хуже, чем в первый раз А массаж реально помогает Здрасте Пардон, это мой косяк Я ж помочь хотел, а не напугать На, держи, тоже красное Не надо Да нормально все У меня там еще целый ящик на новоселье купил Зачетной телочке зачетное вино Зачетная телочка, ништяковская грудь, классная попка Все это, конечно, сомнительные комплименты Но все равно приятно Тем более, если твой мужчина даже таких не делает Да бери, бери, не парься Считай подарок от меня на мой же праздник Приходи вечером, если одной бутылки не хватит 42-я квартира Хорошо, спасибо И попкой ничего Чего? Да ничего-ничего, приходи вечером И вот мы переходим к главному лоту нашего розыгрыша Это плазменный телевизор А чтобы все было по-честному Судьбу главного приза решит рука ребенка Итак, выигрышный номер 1477 Есть! У меня есть! Поднимайтесь, пожалуйста, на сцену Номер 1477 Поздравляю, вы выиграли плазменный телевизор С диагональю 32 дюйма Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста Вова Поздравляю, Владимир А что-то вы не очень рады Да не, я рад Просто в туалет очень хочется Магазин Кландайк поздравляет вас Спасибо А там туалет есть? Конечно В нашем магазине есть все Ну а на сегодня наш розыгрыш подошел к концу Всем спасибо Ха-ха Молодец, лысый Не зря терпел Давай ее сюда Да ничего я не дал Вы что, сами ушли? Вообще, я один тут стоял, верил в победу Антоша, скажи ему Чего он нам нашу плазму не отдает? Что значит нашу плазму? Вы вообще нам эти купоны отдали? Слышь Ты края-то, Вить Мы тебе всего за два бизнес-ланча должны Да нахрена она у меня упала Эти сто пятьдесят рублей Все, давайте гуляйте лесом Дай сюда Так, молодые люди, у вас проблемы? Да нет, нет никаких проблем Мы уже уходим Дай сюда Это что, блин? Это наша плазма Блин, все, я больше не могу Блин, Вова как обычно вовремя Так, малолетки, вам что надо? Домой идите уроки учить Блин, да вы стойте спокойно, не дергайтесь Фу, блин, он реально сыт Я что, один что ли такой? Тут вон сколько этих желтых колодцев Блин, да мы вас выцепим С братом моим будете разговаривать Ты еще деда позови, блин Малолетка, а Ну что, отстоял плазму? Засянец, бери бегом Ну ладно, все, Колян, давай пока Ну что? Короче, эту плазму купил Колян Специально для кафе А, ну раз в кафе плазма уже есть Эту я могу домой забрать? Ага, губата у тебя не треснет Она так-то общая Ну давай напополам Три дня у тебя, четыре у меня Ага, что туда-сюда так всю жизнь будем таскать что ли? Может еще одну квартиру на двоих купим? Ну а что такого-то, мы ж друзья Да ничего Надо плазму замотать Харину А деньги разделить напополам, вот и все Какую плазму заматывать-то будем? Нашу, конечно У Коляна вон какая-то крутая Фулл Эйчди, все дела Коленька, я в спальне Иди скорее сюда Сейчас, Лирочка Я уже иду Подожди две минутки Не, я понимаю, что это не очень сексуально Я реально очень хотел в туалет Вообще долго терпел Понимаете? Выйду сразу, готовый Не, вы видели? А, вы не видели Короче, там такие уверенные красные следы от Кристининых ладоней Как я все это Лере объясню? Она же мне не поверит Я бы не поверил Что ты там встал? Иди ко мне Лерочка, а может свет выключим? Зачем? У меня просто что-то глаза болят Ну, Коль, я себя специально в порядок привела Хотела сюрприз сделать А тебе как будто смотреть на меня противно Да не, Лер Ты очень красивая сегодня Нет, ну и всегда Или при свете я тебя уже больше не привлекаю? Так лучше, да? Да не, Лер, ты мне так очень нравишься Но без света больше Все, я тебя больше видеть не хочу Лерочка Не слышит тоже Ну и я, как обычно, за цветами пошел Блин Там со мной уже все здороваются Бор, что, куда курки клят? Да куда-нибудь Потом соседи уберут Они ведь на той соседи, чтобы друг другу помогать О, прямохотящий уже здорово Колян мой сосед Колян? Ну что, погнали? Обитель заценишь Да там, ты что? Я ж пошутил У нас положительный подъезд Не, я так-то не очень хотел Ну просто, если я даже сейчас прям перед Лерой извинюсь Она со мной сегодня все равно разговаривать не будет Потом просто скажу, что в цветочном очередь была Чего? Не одни же мы ссоримся, правильно? Вот харин барыга, а Какая плазма в магазине, блин В два раза дороже стоит Денежки Во! Это они нас кинули Да вы что, вообще припухли? Что, по лицу давно не получали? Что ты сказал? На место, сядь Во, сядь, пожалуйста Вот так и сиди Пацаны, давай, забираем плазму Э, вы что? Рот закрой У меня от его голоса аж мурашки Пульт отдай Блин Надо у Харина срочно плазму забирать А то нас Колян вообще порешает Погнали, бегом Не-не-не, давай еще посидим Вдруг они не ушли Вы только посмотрите Такое мы видим впервые собственными глазами Мы находимся на улице мира Дом 25 И если у вас есть время Приходите, посмотрите Пермь еще так не удивлялась Это должен видеть каждый Блин, Харин Блин, что ты выключил-то, а? Блин Походу, эти телки кинули меня с плазмой Она сломана Да ничего она не сломана Мы сейчас как узнаем Что сейчас там за кипиш-то такое, а? Да п*** Да как п*** Какой там адрес был? Мира 25? Сейчас я посмотрю, кто там у меня живет Походу, Чиж там был Алло, Чиж Здорово Слушай, ты дома? Глянь-ка в окно Посмотри, что там у нас такое за кипиш творится Ха-ха-ха Большая сосуля Слушай, а сфоткай ее для меня, а? Э, Харин, открой Это Антоха Так, если что, плазма рабочая Ну вот такой вот квадрат, Колян Ну, тут, короче, типа тусовочная Выпьешь, покуришь Колян, знакомься, это люди Люди, это Колян Здрасте Вот мой арт Так это же письки Ну да Ну согласитесь, какая-то подозрительная коллекция Это правильно, что вы ее замазали Вот тут я за цензуру У нас же дети смотрят Может он этот Гей А это вообще в этой хате лучший ракурс Зацени Слушай, я, наверное, это... Просто сиди и смотри А, не, он не гей Он просто озабоченный Слушай, Борян Мне так-то домой надо У меня это... Жена Ну, ты с Кристинкой поздоровайся Эй, Кристина, здрасте Здрасте Это я научил Пока весь ее словарный запас Ладно, погнали Я тебе еще одну картину покажу Вообще вышка Ой, б***ь Опять А, братан, я запарил Сейчас Кристина тебя быстро поставит Не, не, не надо Надо Эй, здрасте Нет, я бы не пошел Просто, ну, реально же помогает Ну, а что такого Это же просто медицинская процедура Ну, а почему я должна сидеть дома Пока Коля непонятно где Меня пригласили на новоселье Я тоже хочу отдыхать Пока у меня есть на это время Впечатляет? Ну, у меня немного другие представления об искусстве Ну, давай подискутируем Тебе это не нравится А тебе нравится Микеланджело? Да Ну, вот это Копия части одной из его скульптур Короче, здесь у меня в спальне Висит одна офигительная картина Оригинал болтается в лувре В зале для тех, кому уже 18 Ну, показывай Коля, не отвлекайтесь Мы на две секунды Я не поняла Это че такое? Ну, это типа мужчина И три его, как бы, женщины Леру, у меня спина Коля, б***ь Какого б***я? Лерочка, ты че материшься? Блин, я даже не думал Что у Леры такой богатый словарный запас Не, ну вот лично я На ее месте Меня был, убил Ну, она добрая Простила Ну, только с одним условием Ну, все, ты теперь успокоилась? Нет Блин, Лерочка, ну у меня и так вся задница горит Теперь еще и лицо горит Ну, ты же любишь острые ощущения Когда погорячее Да ничего я не люблю Это просто такая техника массажа Не бойся Я, может, тоже хочу тебе массаж сделать Э, экстремалы, хоре Ой, Сергей Иванович, извините Да ничего страшного Наша твоя жена А, ну да Да поменьше радости на лице Пап, ты же хотел Мишу завтра привезти Хотел, да перехотел Он весь день орал без тебя Все, я поехал У меня дома Что-то подобное ждет Михаил Николаевич Следите за ними Хорошо? Папа Иваныч нам ни капельки не помешал У нас с Лерой так-то еще вся ночь впереди Надо было только Мишку как-то уложить и все Лера Лерочка Блин, это что за шняга-то, а, целый день Одну плазму отобрали Эту, походу, Харин раздолбал Ну что, надо идти с ними разбираться А то Коля нас по-любому размотает Конечно, размотает Блин, давай скажем, что она сама упала и все Ага Он тогда по-любому на меня подумает Я же у него вечно рукожоп Здорово, пацаны Ой, блин Извините, пацаны Мой косяк Я завтра поеду, ее обменяю Чего? Ну, че-че Видимо, мне в магазине косячную продали Ну, либо я, походу, ее уже где-то ушатал Ну, ты рукожоп А сегодня видеодневник будет записывать Анфиса Чехова Точнее, ее лучшая половина Вот такой вывод Наша команда Оба-на Наш девиз Нам победа всем нужна Мы команда Оба-на Аплодисменты команде Вот такая команда Оба-на Вы спросите, как все это произошло? Тут все просто Хотя нет Тут лучше все подробнее рассказать Мариса Всем привет Это мы, Мишаня и Калям У нас просто мама ушла Ну, встречается с подругами Там, с Олесей и Викой А мы это вот Сидим чисто мужской компанией Да, Михаил Николаевич? Ну, че А сгоняем за пивком, а и борт посмотрим, да? Знаешь, что мне, Саняя? Дядя Вова звонит Дядя Вова просто так не звонит Колян, привет Слушай, я тут в кабинете замок поменял, как ты просил Помнишь? Молодец, Вова А че звонишь? Да тут такая ситуация Я, короче, замок проверял И изнутри себя захлопнул А ключи снаружи остались Ну, а мне-то ты че звонишь? Пусть тебя Рыжий откроет там Или Машка Так Рыжий к медичкам ушел, блин Трубку не берет Шпехается, наверное А Машка заболела Ну, и че ты мне-то предлагаешь? Ну, я б до утра, конечно, остался Но там кафе открыто Блин Сейчас буду Завтра администрация нашего района Проводит между двумя участками конкурс Папа, мама, я Счастливая семья И от меня должна выступить Полноценная, дружная семья Ну, и где я такую найду? Вот если бы проводился конкурс Папа, я Или мама, я Ну, или просто я То я бы целую кучу таких кадров предоставил А может, Рожковы из четвертого дома? Они вроде дружная семья Ага Дружно они только пьют Брадулин Брадулин, может, ты все-таки помиришься с женой? Ни за что Ну, и сядешь снова на пять суток Дебоши Да уж лучше здесь, чем с ней Сереж, она такая красивая Спасибо, что подарил Носи, не мерзли А помнишь, как ты мне первую шубу подарил? Да Помню, что можно было на эти деньги Жигули купить Да ладно А я тогда еще в той шубе К тебе на работу пришла А под шубой ничего не было Это ты, конечно, помнишь А потом мы сидели на крыше Целовались Смотрели на ночной город Как романтично Очень Бутерброды будешь? Ну, Сережа Ну, как хочешь Мне больше достанется Какой-то идиот В общем, из этих изумных Сказал, что женского счастья не существует Это вот хрен-то там Существует К нам в пень приезжает Стас Михайлов И мое второе счастье Ну, усатые Купила мне билеты на концерт Дорогущие, правда, зараза Ну, знаете, ради такого Можно один раз в жизни-то разориться Мариночка Ты не видел у меня джинсы? Эрмэн-то нормальный? Нет Ну, какие джинсы? Мы на Стаса Михайлова идем Я тебе вон брюки погладила Мариночка, спасибо, конечно Просто там билеты Ёкарный бабай Я их замочила Марин Марина Че? Ты что, плачешь? Угу Делать мне больше нечего Не видишь, я тушь смываю Тебе что надо-то? Поехали на концерт Может, там билеты купим Может, еще остались А деньги ты где возьмешь? Мы и так последние три тысячи истратили А у меня есть еще немножко Я на новую дубленку копил А зима-то скоро и заканчивается Молодец Ты раньше-то не мог сказать? Я зря тушь перевела Кто там ходит? Кафе не работает, уходите Я сейчас собаку спущу Бу Бу Бу-бу О, Колян, хорошо, что ты пришел Там, по-моему, в кафе кто-то ходит Конечно, там кто-то ходит Вы же его открытым оставили О, Антоха звонит Нашпехался, видимо Ну-ка, дай-ка вы сюда А ты иди там, это Посетительница тебя ждет Ты что, урод, оборзел, что ли? Да заткнись ты Слушай, сюда Ты дебил мелкий Совсем, что ли, страх потерял, а? Сейчас Я что с тобой нянчиться должен? Рот свой закрой Что главное, дай-ка я что-то Слышь ты Ты что себе позволяешь? В смысле? Что я себе позволяю? Язык-то не отсох на ребенка орать Ну что женщина, ни на кого не ору Мои соседи так же говорили Пока я на них органы опеки не вызвала И на тебя вызову Да вызывайте вы, кого хотите Так, все, я погнал Не косящи, ладно? И позвоню Сергей Иванович, разрешите вас отвлечь? Лариса, ты что? Извините, я просто пришла поблагодарить вас за шубу Посмотрите, какая она красивая Или вы заняты? Ну у меня сейчас обед С президентами И главами большой восьмерки Знаешь что? Да шучу, шучу Мы уже закончили А сейчас походу Встреча без галстука, да? Ну что ж, вообще что ли билетов нету? Вообще нет Все, женщина, мне надо идти Сейчас концерт начнется Да почему не тишите? Ну один-то все равно Ведь где-нибудь завалялся, а? Сучка Билеты на Стаса Михайлова нужны? Да У меня есть парочка Мы берем, сколько? А, две тысячи за штуку Ты что? Рожа-то не треснет? Арина, не так надо это делать Давай, уважаемый, договоримся За два билета по полторы Две двести Ну ты же должен уменьшать цену Тысячи семьсот Две пятьсот Хорошо Торгаш, хрена Как на рынке-то работаешь, а? Это не настоящие билеты Это подделка Че? Сам ты подделка Я их только что купила Отойдите с прохода, пожалуйста Слышь, ты Шары-то разуй У меня вот Точно такие же вот билеты Я за них пять тысяч отвалила И он еще до этого Три Вот Морда, ты отъевшаяся Сволота, ты бесчувственная Я женщина Я, может, этот концерт всю жизнь ждала Успокойтесь, женщина Успокойтесь Успокойтесь Я успокоюсь Ты меня только на концерт Пусти Жень, мы будем Убери Свои грабли, говорю Мариночка, тебе больно? Да мне вот здесь больно Слышите, козлопасы Да что, вам всю жизнь Бананом в магазине охранять Понятно? Женщину Не пустить на концерт Стаса Михайлова Да ты знаешь, какой ты себе грех-то На душу взял Минота Че, Мишанин, нормально дядьки выпьются, да? Вот ты когда вырастешь, я тебе тоже в бокс отдам А вот это мы дяденьки первым оттащим, ладно? Да, Вова? Голян, тут, короче, женщина из какой-то опеки приходила с Игорем Сергеевичем Тебя искали Зачем? Хотят посмотреть, как ты с ребенком обращаешься Они сейчас к тебе едут Тетка реально неугомонная Позвонила же в эти органы опеки Ну я так подумал, пусть едет кто хочет Нам бояться нечего Ну, любящего отца я вижу А мать где? Ну она уехала просто по делам С ребенком? Нет А ребенок там вот, в кроватке Пойдемте посмотрим Ну, Мав Слушай, а ты завтра чем занят? Да ничего не занят Отлично Выступи от нашего участка на конкурсе «Папа, мама, я» Не, я завтра занят Ты только что сказал, что нет Ну, Игорь Сергеевич, я просто вспомнил У меня реально завтра кое-какое дело есть Вот Я к ребенку, ладно? Кстати, чем кормите? Детским питанием Там, на кухне Интересно посмотреть Почему так много разного питания? Не можете подобрать, да? Нет Можем Ну вы ведь тоже вот не одни котлеты едите, правильно? Наумав Так, где у вас средства гигиены? А, там в ванной Угу Наумав Ну подожди Я же тебя не как участковый прошу Я тебя как друг прошу Игорь Сергеевич Ну какие, блин, конкурсы? Да я же взрослый человек Вы понимаете, чтобы Мне всю мою семью собрать Мне нужно либо снова жениться Либо умереть Я пойду, ладно? Ладно На сегодня никаких замечаний нет Ну учтите Я всегда могу вернуться До свидания До свидания О, открылась А мы попасть не могли Это потому что я Сим-Сим сказала Это кто? Не, ну все слишком гладко шло Ну вот с этой стороны Я никак подвоха-то не ожидал Короче, нельзя Леру отпускать С этими двумя алкоголичками Че, она же у меня пить-то не умеет И часто вы так пьете? Редко Я только недавно Заново для себя алкоголь открыла Ну вот, все становится на свои места Отец хам, который орет на ребенка Мать алкоголичка Идеальная неблагополучная семья Слушай, Лер, мы пойдем, наверное Куда? В клуб пойдешь? Ты че, дура? Не полей ее До свидания Лер, пока У вас есть еще родственники С кем я могу оставить ребенка? Ну с какого такого хрена? Ты мне скажите Мы плохие родственники Вон какого лба воспитали Еще родственники есть? В общем, мадам, давайте так Семья у нас нормальная Ребенка любим Поэтому давайте закругляться А то у нас тут дело еще одно есть Подождет ваше дело Разговор будет длинный Слыхала, Ларка? Так что давай, русу, понивайся Че как моль-то в шубе сидишь Спасибо Я лучше так посижу Я думал здесь По-быстрому порешаем и все И Лариске сказал, что просто шубу накинула Ну чтоб заново не начинать все Ай, старое барахло, а Все туда же, все бы в какие-то игры оно играло Не чтоб нормально, по-людски Да ведь, Арменка? Ты на себя посмотри Фонарем сидишь, светишь Арменка, твои круг дела? Или много, может быть? А ты не знаешь, так и не пи ликой Мы, между прочим, с Арменкой Хотели на концерт Стаса Михайлова сходить Понятно? А, вы же интеллигенция у нас, конечно Так, хватит Я вижу, какая у вас семья Особенно женская часть Я так понимаю, больше родственников у вас нет Я бы еще от парочки избавился Армен, не о тебе речь Ой, знаешь ли, мы тоже на вас там не молимся Ну все Я обязана применять меры Минуточку Глядя на то, как семья Обориных и Наумовых топит себя в болоте социальной неблагополучности Я решил протянуть им палку взаимопомощи Мне же надо кого-то на конкурс отправлять А их полный комплект Я знаю, как доказать, что они нормальная семья Они просто забыли сказать, что завтра все вместе участвуют в конкурсе В каком же конкурсе? В семейном Папа, мама, я – счастливая семья И, между прочим, собираются занять там первое место И тем самым доказать, что они лучшая семья в районе Так, Наумов? Ну, или, Наумов, нам придется забрать у вас ребенка, как у неблагополучной семьи А они ведь неблагополучная семья Да, но... Ну и все Мы участвуем Вот так все и началось Наша команда Оба-на Наш девиз Нам победа всем нужна Мы команда Оба-на Аплодисменты команде Это была команда Оба-на Вера, мы с тобой Лесняя Рия А теперь дружно встречаем команду Ковалевы Блин, а почему они там какой-то номер показывают на приветствии? Бабушка на руках ходит Коль, а ты нас почему не предупредил, что можно было номер подготовить? Да? А ты почему меня вчера не предупредила, что пьяная домой придешь? А ты на Веру-то не наезжай Лучше скажи, кто это название идиотское придумал Да почему идиотское-то? Нормальное название Оба-на Оборенный и Наумовый как бы Нормальное название, Коля, дельфин Дельфин всегда плывет вперед, никогда не отстает Коль все дельфин Кошелоты, вот ты кто Да чего вы ссоритесь-то опять? Ура! Ура, молодцы! Довольные, выиграли? Да, но мы вас тоже поздравляем А вы не в первый раз участвуете? Нет, четвертый год подряд и каждый год первое место Так, Ковалева, сейчас будет наш любимый конкурс «Эрудиция», поэтому... Ковалевы! Калян, как можно не знать, в каком году сухой закон отменили у нас? Да ты не ори на него, между прочим, только в этом году и родился А поэтому и родился, видимо А ты не знаешь столицу Египта, что ли? Извините, пожалуйста, умник сраный Я, между прочим, географию учила 30 лет назад И то по учебникам, а не по загранпаспорту Да тихо вы, можете хоть минутку не ссориться Только Ковалева и только победа! Да! Слышь ты, бойскаут, а вы что нас перебивали во время ответов? Это конкурс такой, здесь еще реакция хорошая нужна А у тебя что? Реакция хорошая, что ли? А вы меня не пугайте Это семейный конкурс, а не ваши бандитские разборки И эстафета покажет, кто здесь сильнее Вот бесстрашный, Коля, ну меня еще больше бесит, чем ты Какие подошвы они начистили, им поровну баллы поставили Надо убрать один балл, потому что тебе подошва Вот, посмотрите, Латалья Андреевна, ну вы же женщины Ура, мы догнали Ковалева Видел бы меня, мой учитель физкультуры Точно бы мне пятерку поставил Да он меня и так видит Царство ему небесное Ты мог бы бегать быстрее, балбес Пап, перестань, ссоры делают нас слабее Слышь, а вам в этом году обязательно выигрывать? Конечно, это дело чести Итак, кофе команды делят первое место И у нас последний конкурс – импровизация Капитан и команд должны рассказать жюри, почему их семья самая лучшая, дружная и счастливая Итак, кто начнет? Уважаемые жюри, зрители, наша семья самая дружная и счастливая Мы никогда не ссоримся, любим и помогаем друг другу в трудную минуту И самое главное, мы четвертый год подряд завоевываем титул лучшей семьи Потому что мы – Капалёвы! Спасибо На очереди команда «Обана» Вам интересно, что я сказал? Правду Ну что вам рассказать про нашу семью? Мы не идеальные, как они Моя мама часто ругается с тестем Я периодически косячу перед своей любимой женой Но мы – семья Пусть и со своими недостатками и необычными поступками Блин, какой хрен мы на эту крышу поперлись Ну это же так романтично, как раньше, в молодости Романтично, я все сзади, все отморозил Все, я в ванну греться Я с тобой Мы, может быть, не идеальны Но умеем любить Ты моя Королева вдохновения И главное У нас есть тот, ради кого надо быть настоящей семьей Маленький такой Миша зовут И мы победили Удивительно, конечно, что вы победили Но поздравляю Спасибо А вы теперь не заберете нашего ребенка, да? Да я и не собиралась Я только хотела вас на учет поставить Ну что, станцевать всей семьей Но это-то у нас врожденное Мы вообще крутые А я все подписан Про таков, они все Мы вообще крутые Мы вообще крутые Мы вообще крутые Мы вообще крутые А, не, так-то не мои часы Мне на такие сто лет работать надо Это Иваныча Он просто у нас их оставил Когда с Мишкой нянчился Не, ну вы не подумайте Я их верну обязательно Просто так на руку одел Ну, чтобы не потерять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С будущим Я бы лучше к телке пошел Прикинь мне, титьки силиконовые Реально Вова, заткнись, а Часы снимай Колян, ну дай померю, пожалуйста Ну я же никуда не иду Вова, я сказал нет, значит нет Ну дай хотя бы сфоткаюсь в них Слышь, пацаны У меня что, дел своих нет? Вы пиво разгружать собираетесь? Нет? Блин, Виталик, извини, запарились, иду Так, все, я погнал. У меня свидание, я предупреждался. Когда предупреждал? Вчера. Блин, работнички. Так-то сложно быть директором и грузчиком сразу, да, Коля? Да. Вот если бы мы все нормально работали, было бы легче. Я понял. Это ты про Антоху, да? Да, Сергей Иванович, здрасте. Колян, здорово. Лера сказала, ты часики мои взял? А, ну, конечно, взял. Сейчас я их привезу. Давай, жду. Сука. Это точно про Антоху? А что, у него ключ от сейфа есть? Да, Колян. Часы где? Да все в порядке. Слушай, ты, главное, не волнуйся. Да просто уж больно знакомые нотки в голосе услышал. И они мне что-то вот вообще ни хрена не понравились. Вот ты мне объясни, как можно было забыть часы у тёлки? Коля, я тебе говорю, муж просто раньше вернулся. Я вообще в лифте одевался. А часы, походу, на тумбочке остались. А на хрена ты их вообще брал, баран? Да чё ты орёшь-то? Ну, хочешь, втащи мне. Оставить часы Иваныча у какой-то бабы. Нет, это реальный повод для того, чтобы хорошенечко втащить другу. Коля, ну ты чё? Я уже еду. Коля, а эти часики 200 штук стоят? Это я просто к слову, что ты побыстрее ехал. Ну так вы скоро будете-то, нет? Да ничего я тут не трогаю. А это, скажите, чё, где у нас ключ-то от сейфа? Ладно. Антохе, привет. Я главный. Слышь, ящики-то кто разгружать будет? У меня чё, дел своих нету, что ли? Сейчас иду, иду. Виталь, ну ты тоже пойми, я тут и директор, и грузчик. Мне чё, разорваться, что ли? Да я понимаю, чё. У самого напарник заболел. Слышь, а ты чё сейчас делаешь? Я? Так-то ничего. Погнали за ёлочкой, а? Съездим. Тебе же в кафе нужна ёлка? Мне в кафе? Ну мне в кафе нужна, а. А чё, сколько стоит? Ты чё, дурак, что ли? За город выйдем, да спилим. Да ты чё, нельзя же. На красный свет переходить тоже нельзя. А если убедиться, что никто не едет, можно же? Так-то да. Ну вот так же и с ёлками. Главное на шухере стоять. Тем более по закону Нового года ёлка обязана быть в каждом доме. Точняк? Поехали чё? Сейчас я только кафе своё закрою, а то я тут один. Ну вот тут она живёт. Ну чё ты стоишь-то? Действуй. А чё делать-то? Часы мои верни. Не твои, а Иваныча. Голян, ты чё? Чё надо? Здрасте, а сто восемьдесят вторая? Выше? Ага. Ты чё? Какая ещё нахер сто восемьдесят вторая? А чё должен был сказать-то? Извините, я трахал вашу жену и случайно забыл часы тестя друга. А чё такого-то? Голян, ты видел, какой он здоровый? Капец, если бы он меня со своей женой застукал, он бы меня пополам разорвал, что путово. Я бы вот сейчас с удовольствием на это посмотрел, даже денег бы заплатил, штук двести. А, спасибо, поддержал, блин, по-дружески. Да иди сюда в шопу, по-дружески, понял? О, вот это правое вообще нормально. Только чё-то маленькое. У нас в кафешке знаешь, какие потолки высокие? Ну тебе надо, ты руби, а я на шухере постою. А тебе куда ёлок-то столько? Ну, выбор. Ну, не понравится, продам. Да хорош снимать. На топор. Это какая-то стрёмная ёлка. Вообще не пышная. Так. Это вообще вроде не ёлка. Какие-то с ёлкинычка карахиты, блин. Надо, наверное, дальше пойти в лес. А то с края все хорошее вырубили. А, нет, не надо, только не меня. Получай. А, а, на. Ну а если у него нет тачки? Да как нет тачки? Ты чё гонишь-то? Четырёхкомнатная квартира, жена с селикошами. Ты думаешь, такая будка на троллейбусе ездит? По-любому есть. Прокатит. Погоди ты. А чё тянуть-то? План был простейший. Я выманиваю рогоносца, а Антоха забирает часы у его жены. Чё? Здрасте. Я там, походу, вашу машину поцарапал. Чё? Сейчас выйду. Тут стой. О, смотрите, этот след оставил снежный человек. Да ладно, чё, гони. Это я сделал. Только чё, тут ёлок нормальных вообще нету. Какой-то порожняк один. Виталик! Виталик, чё, может, в другое место поедем? Виталик! Блин! Ты где? Виталик! Меня кинули в лесу. Виталик, сволочь, чтоб тебя менты остановили. Антоха Колян, если вы видите эту запись, значит, меня уже нашли. Но пока я живой, буду бороться до последнего. Пойду искать ёлку. Артур? Артур? А ты зачем пришёл? Артур, а чё? Артур солидно. Она, если даже испарится, то с Артуром, а я-то Антоха и вообще не при делах. Такая схема из-за часов чуть не рухнула. Чё, да нету ничего. Походу, показалось. Повезло. Ты не представляешь, как тебе повезло. А тебя как зовут? Сознательный? Дима. Егор? Ну ладно. Мне пора. Да как так-то? А что было делать? Он увидел, я сказала, что это подарок. Подарок? Ни хрена себе подарок-то. Знаешь, сколько они стоят? Ты же сам говорил, что для тебя это копейки. Копейки? Двести штук, блин, копейки. Ай-я. А-а-а. Отдай. Ты чё? Ну так надо. Вот первая мыслью была рвануть и бежать. Я же подумал, менты. А у меня условка. А так, конечно бы я его уработал. Все в порядке, Егор Иванович. Полицию вызывать? Ага. Вызывай. Где ты сейчас эту гопоту искать будешь? О, какая огромная. Чтоб ты, Виталик, обзавидовался, блин. Я её тут сразу срубленную нашёл. Ну, видимо, кто-то срубил и бросил. А может, это мне морозка помогает? Спасибо, дедушка. Пожалуйста, Вова. Сраные сугробы. Кто вас придумал-то? Нападали тут. Весь лес засыпали. Нога застряла. Я еле вышел на дорогу. Капец, она огромная. Не, я точно потолки в нашей кафешке не помню. Но она, похоже, реально больше. Ты меня прости, Ёлочка. Ну, я тебя укорочу. Хорошо, Вова. Вот где-то настолько. Можно больше. Ну, ладно. Прикинь, Колян, она их мужу задарила. Да я уже в курсе. Он что, тебя втащил, что ли? Да, Сергей Иванович. Колян, ты через Магадан едешь, что ли? Да я уже еду. Я еду. Просто одно дело возникло очень срочное. Но я у вас буду через час. Быстрее! Че ты? Че, че, че? Не, ну, Антоху бить нет смысла. Ну, а с часами что делать? Конечно, можно динамить Ивановича. Ну, день, ну, два. Ну, а где я за это время 200 штук найду? Как все-таки справедливо. Жизнь все расставляет по своим местам. Да, Наумов? От меня-то вам что надо? Чтобы вы решили их проблемы. Может, нам с Игорем Сергеевичем вам еще и попки подтирать? Екатерина, ты не отвлекайся, а то мимо намажешь. Так вы же полиция. Вы должны предотвращать преступление. У меня других вариантов вообще не остается. Ну, всегда есть вариант. Сказать правду и понести справедливое наказание. Ага. Он меня умотает или вообще убьет. И получается, вы толкаете сейчас невиновного человека на преступление. Ему он и так с женой не повезло. Гладко мажешь, Богданов. В отличие от тебя, Катерина. Ну, вот я, короче, вышел из леса. Тут вот люди живут. Там дорога. Телефон хоть стал ловить. Я уже Виталику раз сто позвонил. А он не абонент. Козел он, а не Виталик. Фу, сил уже никаких нет. Мою елку я дотащу. Я же директор. Только вот тут вот еще подрублю. Чтоб согреться. И там еще нормально вроде останется. Я, кстати, лося видел. Ну, не всего, только говно. Игорь Сергеевич, а это-то обязательно? Мое присутствие здесь тоже не обязательно. Так что иди сюда, вставай и подыгрывай. Игорь Сергеевич решил выдать Антоху за барыгу, у которого жена Рогатика купила себе ворованные часы, за которыми пришел участковый. Почти правда, что? Ты что мне, ворованные часы подарила? В смысле? Ты что, в переходе их купила? Почему в переходе-то? Чек где? Выкинула. Подарки с чеками не дарят. Выкинула чек на 200 штук? А что ты на сиськи чеки не выкидываешь? Коробка где? Какая коробка? Не беси меня. Иди в жопу, тоже выкинула. Я тебя сейчас выкину. Ты куда мое бабло всадила? Ты вообще можешь думать о чем-то, кроме денег? А ты можешь тратить что-то, кроме денег? Ты вообще к кому веришь? Им или мне? Ты что орешь-то? А ты что орешь-то? Да, я купила эти часы у него. Давай сюда. На. Просто хотела сделать тебе приятное. Ну все. Инцидент исчерпан. Извините. Подождите. Я приехал из командировки раньше. Часы лежали на тумбочке. Чека нет. Сначала заходил ты, потом был длинный, сейчас снова ты и ты. Вы. Вопрос. Кто спал с моей женой? Вы спросите меня, почему я не вмешался? Мне было интересно узнать, куда обычного гражданского человека заведет дедуктивный метод. Пойдем от простого. Ты не мог. Ты мент. Ты тоже не мог. Ты урод. Остается длинный. Дима. О! Вот и Дима. Подождите. Похоже, что дедуктивный метод только сильнее запутывает обычных гражданских людей. И я решил вмешаться, чтобы невиновные не пострадали. А виновные пострадали. Хотя бы немного. Хоть чуть-чуть. Егор, не бей, Артура! Что-то долго Азнобихина нет. Может, от Егорова там завалил? Что, стыдно стало? За что? Ну что, Артур и Дима, везите меня теперь в своем фешенебельном лимузине. А у вас в участок? В стрип-клуб. Конечно, в участок. Игорь Сергеевич, а как там, Татьяна? Раньше надо было думать. Артур, торговец с белым золотом. Разводиться собралась. Говорит, что к тебе уйдет. Чего? Да ничего. Мирятся они. Дима, чего стоим? Поехали. Ой, блин. Только давайте сначала через забор и направим, ладно? Да, Сергей Иванович? Да я все уже во дворе у вас паркуюсь. У меня прям камень из души свалился с этими часами. Блин, я даже думать не хочу, что было бы, если... Блин, я даже думать не хочу. Хорошо, хоть с кафе все нормально. Ага. Иван, походу, после нас сразу домой побежал. Ладно, хоть дверь закрыл. А что Иванович про фингал сказал? Да когда он что-то нормальное говорил? А Лерича скажешь. Чего еще? Упал. Пацаны, капец. Короче, надо МЧС людей, надо искать, он один в лесу. Чего? Да, короче, я уехал, оторвался от мусоров, вернулся, а его нигде нет. Вован, ну что делать, блин? Вот оставь дурака за кафе следить. Он и там найдет способ в лесу заблудиться. Ну, мы, в общем-то, не сильно и переживали. Чего, это ж Вова. Его искать бесполезно. Он сам находится. Живой. Да пошел ты! Я с тобой больше никуда не поеду. Чего-то у тебя, Вован, какая-то елка-то обглоданная. И ты пошел в жопу. С какой в трамвай пустили, ту и принес. А что с вами? Да ничего. Опять самое интересное пропустил. Хоть бы за елку спасибо сказали. Спасибо, Вован. А то насчет второго непредумышленного мне бы никто не поверил. Ну, в общем, вот такой вот день получился. Семью разрушили, дерево срубили. Ладно, хоть дом никакой не разобрали. Главное, часы вернул. Хорошо, что скоро Новый год. А все плохое пусть останется в старом. А это, короче, Белочка. Я думал, они в спячку впадают, а нифига. А это, короче, след лося или кабана. Но я в них не очень разбираюсь. А это видео вообще нормально. Смотри, про берлогу. А это медвежья берлога. Какая? Вставай! Вставай! Да ладно, гоню я. Нет там никого. Если б тут кто-то был, то он бы меня по-любому уже нашел. Ну хи*** так хи***. Удалю, значит. Вот Белочку оставлю. Маме хоть покажу. В общем, сегодня Мишке придется идти на работу с папой. Потому что мама у нас решила заняться бизнесом с тетей Викой. Деловое. Коль, сделай мне, пожалуйста, кофе, а то я ничего не успеваю. А что ты так торопишься? Сядь, позавтракай нормально. Коль, мне некогда. У меня встреча с клиентом. Надо выглядеть хорошо. Это же серьезный бизнес. Да? Серьезный бизнес – это нефтяная компания. А у Вики что? Организация праздников. Да она этим занимается только до тех пор, пока себе нового спонсора не найдет вместо Андрюши. Коль, я, наверное, буду поздно. А что ты помоешь? Привет, бизнесмены. Привет. А что не работаем? Кольян курим? Мы-то как раз работаем. А кольян – это это, новая услуга. Понятно. А что, кто кольянщиком будет? Я, конечно. У меня и легкие сильнее. А кольян где взяли? Да у знакомого одного. Эдик, что там с углем? Все, готово. Привет, Кольян. Просто пацаны узнали у Машки, что у меня есть кольян. И предложили заработать. Ну, короче, я буду сдавать его в аренду. 200 рублей в сутки. Вы что, придурки, при ребенке-то курите? Так что, мы ведь ему-то не даем. Маш, слушай, может, с Мишкой повозишься чуть-чуть, а? Мне просто надо по работе проверить кое-что. Э, ну что, когда мы там уже бизнес-план-то будем пробовать? Хотя Маша к тебе идет. Вик, я тут немного опоздала, только что приехала. Вы где? Лер, я тоже опаздываю. Ты поговори с клиентом. Ладно, а что я ему скажу? Ой, ну скажи ему, что все хорошо, все сделали, как договаривались. Ну что, как там дела с подготовкой? Все хорошо, сделали все, как договаривались. Ага, торт заказали? Конечно, очень вкусный торт. Зачем вкусный? Я просил птичье молоко, он его ненавидит. А, ну да, птичье молоко. Ладно, что с педалькой? С какой педалькой? Гоми, гей. Конечно, самый лучший гей в городе. Да мне пофиг, какой он гей. Страховка у него есть, на всякий случай. Удар он держит? Конечно, все в порядке. Только это, понимаешь, он должен быть стопроцентной педалькой. Иначе Витек его выкупит, у него нюх на них. Не переживайте, все идеально. Да? Ладно, тогда до вечера. Антоха, ты че так долго куришь? Дай мне-то. О, Катерина, это мы удачно зашли. Тут, похоже, целый наркопритон. В ходе проведения операции «Зеленая миля» мною была выявлена точка сбыта наркотиков. Поставщика нашли. Теперь выявляем потребителей. Потому что спрос, как известно, рождает предложение. Ну а мы тут при чем? Вы трое, как условно осужденные, входите в группу риска. И поэтому обязаны сходить и сдать мочу на анализ. А то неизвестно еще, что вы тут курите. Это двойное яблоко. Похоже на правду. Но анализ покажет точно, двойное яблоко это или, может быть, двойной наркотик. Поэтому завтра сходите и сдадите. А с результатами ко мне. Ладно, пацаны, я, наверное, тоже пойду. Может, за кальян рассчитаемся? Ну что, сейчас, подожди, это, у нас собрание срочное. Колян, пойдем-ка побазарим. Слушай, Машка. Тихо, Миша спит. Маш, выйди, а. У нас тут совещание. То и заколебали, то туда, то обратно. Что он там-то не совещается? Короче, Колян, такое дело, мы вчера с Вованом покурили. Сдай за нас мочу, а. Блин, Антоха, тут такое дело. Я просто случайно встретился со знакомыми пацанами. Вот. Давно не виделись. Ну, как это бывает? Они предложили, а я что-то и не стал отказываться. Вот. Ну, я это осуждаю. Это грех. Пацаны, не знаете, куда это поставить, чтобы никто не пролил? А что это у тебя такое? Моча. Я сегодня сразу пописал, а завтра отнесу. Ты что, вообще балбес, Вова, что ли? Мы только вчера с тобой покурили. У тебя трава в моче будет неделю еще, минимум. Да гонишь. Гонишь. Не уверишь? Проверите. Блин. Короче, пацаны, как бы странно это ни звучало, нам нужна моча. Мне для вас мочи вообще не жалко. Но я просто тоже недавно курил, стресс снимал. Нифига ты, Эдик, даешь. А что, где берешь? Блин, Вова? А что, у него, может, дешевле? Да какая сейчас разница-то, а? О, два дюмашки возьмем. Нет. Она скажет, попросите у Эдика и спалит меня. Короче, у кого нам взять мочу? Может, у посетителей попросим? Ну, ты гони, что ли? Ты что, не видишь, кто к нам ходит? Там только все еще хуже, может быть. Блин, у меня мамка с Толяном еще уехала. Короче, а может, это, у Армана попросить? Давайте вы с Мишкой посидите чуть-чуть, а я до рынка к нему сгоняю. А? Привет. Ну что, как встреча? Да хорошо, только я не поняла, зачем им гей? Да просто мужики празднуют день рождения. Ну, а их именинник настоящий гомофоб. И они решили его разыграть. К нему будет приставать официант, типа гей. Странный розыгрыш. Ну, ладно. А от меня что требуется, вино выбрать или с рестораном договориться? Да нет, с рестораном я договорилась. А тебе требуется найти этого, педальку. Ну, хорошо, я попробую. Че, Армен, поможешь нам с пацанами? Тут делов-то на две минуты. Вон, даже банка есть. Коль, короче, тут такое дело. У меня, в общем, вчера друг проездом был. Ну, мы вместе в армии служили в Туркмении. Десять лет не виделись. Ну, в общем, мы молодость вспомнили. Блин, ну вот от кого, от кого. А от Армена я вообще такого не ожидал. Такое ощущение складывается, что вообще все пыхают. Коля, он описался. А че теперь делать? Маш, я сейчас сам все сделаю. Колян, слушай, у меня такая идея в голову пришла, только выслушай. А может, нам это, Михаил Николаевич, ну, спасет папку его друзей. Ну, а че, единственный кристально чистый вариант. Колян. Так-то я бы на это никогда не решился. Но на самом деле, просто это был единственный сто процентов чистый вариант. Ну, и ситуация была безвыходная. Слушай, может, ему еще соку дать, а? Слушай, давай, что человек это допьет, ладно? Ты что делаешь? Это чтобы он описался. Мне в лагере так делали. Да замажем от твою простуду. Ну, да, согласна, некрасиво. Пока. Не, эти геи вообще странные ребята. На парады так хотят ходить, а как признаться, так стесняются. Ну, слушай, если с настоящими облом, может, будем не до педалек вызванивать? Ну, манерных всяких. Ну, из манерных я вспомнила только одного знакомого. Точнее, Колиного знакомого. Эдика, придется Коле звонить. Давайте процедуру повторим через полчаса. Вдруг на троих не хватит. Алло, да, привет. Все хорошо? У Миши тоже? А если реально они скажут, что мало мочи на троих? Ну, скажи, что воду отключили. Или не пил совсем. Нам вот эту в холодильник поставь, чтобы до завтра не испортилось. Ну, ладно, хорошо, я попробую его уговорить. Да, и сразу подъедем. Ну, пока. Ну, вот, как я и говорил, так все и происходит. Бизнес в виде тележенский, а разгребают все мужики. Причем от мужиков нужны не мужики. Это ладно, у нас Эдик есть, и он согласен на такого рода розыгрыши. То есть пять тысяч рублей, да? Да. Ну, я не гей. Да не гей, не гей. Нормально только отработать деньги. На, это М-ка. Так вы нормально объясните, что надо делать? Короче, будешь обслуживать их столик как официант. Постоянно заигрывай с именинником. Ну, комплименты, там, внимание. А если чаевые оставят, я могу себя забрать? Какие чаевые? Ты его должен выбесить. У тебя все получится. Меня ты уже выбесил. Не, ну, а что такого-то? Моральными принципами можно и поступиться ради кредитов. Ну, это вообще то же самое, что на утреннике Деда Мороза сыграть. Ну, или Снегурочку. Витек по любазу разруконится. Слышь, страховка-то у тебя есть? В смысле? Да это нюансы. Нормально все будет. Ну, что не накрасился? Хоть бы губы намазал. Ну, я так-то намазал гигиеничкой. Покрасится только трансвеститы. Ну, что, кайфуешь от работы? Какую зарплату пообещали? Сколько останется, все наше. Ага. Как кафе? Ну, что там уже все на поток поставлено. Все работает, даже если меня нет. И что говорят, что с травы тупеют? Ничего не тупеют. У меня, наоборот, столько всего там зашевелилось. Мысли, мысли, мысли. Вы что накурились? Там клиенты пришли, хотят кальян заказать. Блин, башка у меня лопнет, столько всего раскуривать. Маш, налей пока в колбу вина, сейчас я соберусь, приду. А что, может, вино разбавить? Ты что в душу-то клиентом плюешь? У нас первый день кальян. Ага, пиво так начали с первого дня разбавлять. Тоха, что, у меня глаза красные? Нормальные у тебя глаза? У всех профессиональных колянщиков такие. Иди давай, раскуривай. А какой табак хотите? Ну, давай дыню с мятой. Или что, сам посоветуешь? Я яблоко посоветую. У нас просто только яблоко есть. Ты что угли-то забыл? Ой. Угли пригорели. И пиво еще нам. Пиво-то есть? Или тоже только яблочное? Пиво есть. Сейчас, минутку. А пипки-то сменные где? Какие пипки? У нас только кальян, яблоко и угли. Пипки. Никаких пипок нет. Приятного вам кальяна. Антоха, дай там что-нибудь попить. А то у меня во рту сегодня, кроме дыма, вообще ничего не было. Блин, я чего залип-то? А, а где эта бутылка смочет? Ее куда дел-то? Там где-то внизу должна стоять, сбоку. Ты им какое вино залила в кальян? Ну, там какая-то открытая бутылка стояла и все вино в колбу вылила. А что, вино какое-то дорогое было? Золотое. Они, походу, сейчас кальян на наших анализах курят. Блин, он такой здоровый. Я даже не знаю, как к нему приставать. Слушай, да просто будь самим собой. Ну, если будь совсем не в моготу, то вспоминай про зарплату. Спасибо, поддержал. Ну все, гомофобы в сборе. Можно начинать. Давай, Эдик. Может, семь тысяч? Уговор дороже денег. Давай, иди. Слушай, мне вот даже самому интересно, как ты будешь работать. Красава. Да. Добрый день. Меня зовут Эдик, и я сегодня буду обслуживать ваш столик. Ведь я еще никогда Эдик не обслуживал. Че встал, как копанный? Начинай обслуживать именинника. Конечно. С днем рождения. Сегодня любые ваши желания. Капризы. Я че, баба, что ли? Чтобы капризничать. Давай, неси мясо и водки еще. Сейчас одна нога здесь, другая там. Задницу не порви. Ты давай нормально крутись. А то ты пока только меня бесишь. Сейчас бабло обратно капать начнет. Хорошо. Малыш. Во! А теперь то же самое, только имениннику. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А если у них кальян забрать, мочу оттуда слить и новый кальянчик им вынести? Что хотели? Кузя, ты че присосался-то? Дай всем покурить. Это, пацаны, а давайте мы вам, как первым клиентам, табак в кальяне поменяем? Так нам ваш клиентчик сказал, у вас только яблоко. Вы нам че, яблоко на яблоко поменяете? Не надо ничего менять. Короче, медички не вариант. У них практика в морге. Так пускай они сами и пописывают. Во, ты гонишь что ли вообще? Мы же вчера с ними и же и накуривались. Короче, мне вообще пофиг. Я пойду искать кого-нибудь на улице. Денег мне на телефон закинь. Я буду Коляну звонить. Пускай Миша еще раз пописает. Он проверенный поставщик. Короче, надо заканчивать. Мы сейчас так-то еще в сауну едем. Поехали с нами в саун за десятку. Торт готов? Конечно. Сейчас мы с друзьями уходим, типа покурить. Итёк там остается. А дальше, как договаривались, гей-гей-апл-гей. Все, мы погнали. Че надо делать? Ну тут два момента. Заходишь и извиняешься. Потом сунешь ему бумажку со своим телефоном. Ну типа вы мне понравились. Ну а потом добавишь что-нибудь от себя. Он меня точно не убьет. За пять тысяч можно и потерпеть. Короче, иди. Я пошла за тортом. Слушайте, ну может домой уже поедем, а? Ты ведь здесь уже все сделала. Надо еще Вику дождаться. По-любому этот розыгрыш дебильный. Тоже она придумала. Немножечко осталось. Давай другую возьмем. Давай вот эту возьмем. Да, Антоха. Блин, ну не дебилы, а? Даже мочу умудрились просрать. Надо было снова Мишку в кафе везти. Интересно, да? Ну че тогда, ты здесь остаешься? А мы с Мишаней домой поедем, да? Мишаня, поедешь с папой? Ту-ту. Пускай он со мной поедет, ту-ту. Здесь недолго осталось. Так, надо срочно торт выносить. Длинный, пошли помоешь. А че я-то? Пусть он Лерой и помогает. Ты же видишь, что она с ребенком. Давай быстрее, бери торт. Ты че делаешь-то? Серб? Че за хуйня? Вы че творите? Вы че так долго, блин? Он меня сейчас чуть не поцеловал. Витек, ты че? Тоже педалька? Витек-то походу на этих педальках не один километр намотал. Хорошо скрывался. Не, ну понятное дело, что после такого пришлось праздник, ну как бы, заканчивать. Кому приятно узнать, что у тебя друг из дуэта Экспрессия? Ну че, по домам? Э, деньги. Слушай, у меня сейчас нет наличных денег. Все набезнали. Давай потом, а? Вы че? Я че, зря два часа унижался? Лер, заплати ему, а? Я тебе потом отдам. Блин, она так устала. Коль, можно с тобой поговорить? Два слова. Женский бизнес. Не, лучше другие два. Тупая кукушка. Это я про Вику. Может, ты заплатишь Эдику из своих? А я тебе потом верну. Ну, хорошо, не вопрос. Спасибо. Едем домой? Слушай, Лерочка, а может, ты мне тоже поможешь, а? В общем, тут такое дело. Ну, надо же было как-то решать вопрос с этими анализами. Пришлось все Лере рассказать. Понятно. А от меня-то ты что хочешь? Пей, Барсик. Пей. Вова, ты, блин, где его нарулил опять, а? У кафе. Если сейчас Колян Мишаню не принесет, то Барсик будет завтра анализы сдавать. Короче, пацаны, вот моча. Красава, Колян. Это что, зоопарк? Это Вова. Понятно. Слушай, а это ты где ее взял-то? Да не важно. Вот, держи, Эдик. Пацаны, объясните мне, а вы где мочу-то умудрились потерять? Все вообще поржешь. Видел, пацаны там кальян курят? На моченом яблоке. Вы что, мой кальян мочу налили? Да пошел ты, это так-то Машка сделала. Так забирайте его и мойте теперь. Эдик, ты что орешь-то стоишь? Сейчас они докурят, пойдешь да заберешь. Так, все, я домой. Давайте только это, мочу никому вместо пива не налейте, ладно? Блин, дереволазы тупые. Как можно было в кальян налить мочу? А может его хлоркой помыть? Чтобы его потом вообще нельзя было курить? Надо было просто забрать у пацанов кальян, а не заставлять их два часа курить мочу. Это что за херня? Ой, а вы... Где этот ваш лысый кальянщик? Дай сюда. Кальян-то тут при чем? Давай тут подождем. Иди сюда, лысая скотина! А я тебе сейчас этот кальян в жопу засуну! Но пацаны, извините, я же случайно! Рыжего тоже убил! Эй, я вообще не при делах! Эй, ну что? Ну что ж, поздравляю. У вас лучшие анализы на районе. Образцовое. И мне непонятно, как вы это сделали. Поэтому, Катерина, выйдите, пожалуйста. Еще из-за каких-то наркоманов я в коридоре должна торчать. Я не наркоман. А вот это мы сейчас и проверим. А я сейчас писать не хочу. Пробуждай желание, Владимир. Коль! Коля, вставай! Сейчас, Лера, еще пять минуточек. Коль, ну какие пять минуточек? Вставай, в школу пора. Не, это не мне в школу надо, а Миша. Лера записала его в школу раннего развития. И они уже сходили на пару занятий. А сегодня моя очередь. Давай, сына. Ложечку за маму. Лера, слушай, а что нам надо будет в этой школе делать? Тебе ничего. Посидишь, пока Миша поиграет с другими детьми. Воспитательница все объяснит. Давай, Мишаня, ложечку за папу. Лера, слушай, а можно я не буду там сидеть, если там воспитка есть? Коль, ну кто отец? Принимаешь же участие в воспитании ребенка. А если не принимаю, что ли? Я вон его каждое утро кормлю. Вот он и думает, что ты человек, который каждое утро его кормит. Блин, долбаные кредиты. Мы покупали всякой ерунды. Маша, вот нафига мы пароварку купили, если ты в ней даже не готовишь? Так ты мясо не покупаешь. Да какое мясо? Нам и так денег не хватает. Ты все? Да. Да, Зинаида Степановна. Здрасте. В смысле сегодня? Так плохо утро у меня еще никогда не начиналось. Хоть вешайся. Ну просто хозяйка продала квартиру и сказала, чтобы мы сегодня съехали. Ну что там, сколько? 5320 рублей. Блин. Нам, чтобы комнату хотя бы снять, минимум десятку надо. Возьми аванс на работе. Я уже брал, Маша. За твой телефон кредит заплатил. Слушай, а может ты у Коляны на работе займешь? Нет. Мы даже когда с Колей встречались, я денег не брала. Наоборот, один раз даже чуть Марине трикосыря одолжила. Она мне, кстати, их так и не отдала. В смысле? Ну я ей денег дала, когда мы с Колей встречались. А потом мы разошлись и как-то вообще не до этого было. Мне, конечно, вообще тогда так тяжело было. Маша, мне вот эти подробности вообще не интересны. Давай к делу. То есть она тебе деньги не возвращала? Нет. Ну мне кажется, она про это уже вообще забыла. Ничего страшного, вспомнит. У них знаешь, сколько денег? Армен на рынке по-любому нормально зарабатывает. Иди давай, забирай. Ну все. Ну давай, пока. Людка звонила. Васька под следствием на свадьбу не приедут. Ну и слава богу. А к Мариночкам как раз можно Гамлета с женой обратно позвать. Слушай, ты еще присосался со своим Гамлетом. На рынке отметите, без ваших носатых уже тридцать рыл набирается. Хоть деньги на книжку откладывай. Короче, переходим на режим экономии. Экономии. Привет, Мишутка. Здрасте. А кто это с тобой сегодня? Папа? Миша, папу привел. А как папу зовут? Николай. Да ты у нас Михаил Николаевич, да? К нам папы редко приходят. Какой папа молодец. Все деловые, занятые, бизнесмены. Денежки зарабатывает. Нет, ну я вообще-то как бы тоже. Просто сегодня выходной. Ну все, Мишутка. Пойдем. С другими ребятками поиграем. А папа пока посидит, журналы полистает. Не, ну и что я должен был делать? Не отбирать же у чужого ребенка игрушку, правильно? Тем более там было полным-полно и других игрушек. Миша, на. Ты у меня не жгод. На, вот поиграй. А вот это вот, я считаю, уже наглость. Вот тут вот надо было вмешаться. Не, ну не с ребенком же разбираться, правильно? Взрослые должны разбираться со взрослыми. Вот, хотела тебя спросить, ну как они? Да как кто? Титьки твои новые. Женщина, извините, а чей вот там вот ребенок? Подожди секунду. Ну мой, а в чем дело? Понимаете, он моего сына игрушки забирает. Вы не могли бы ему объяснить, что так нельзя? Арсений любит, когда у него много игрушек. Ваш ребенок не плачет. Значит, все окей? Миша, вот эту игрушку никому не давай. Для пацана машина это святое. Не, Мишка у меня, конечно, молодец. Хладнокровно реагировал на этого рикетира. Но глазенки у него все равно были такие грустные-грустные. Как будто в каждом по машинке замерло. Нет, ну вот что мне оставалось делать? Слушай, пацан, вот это вот точно не твоя машинка. А что случилось, Арсюш? Дядя машинку забрал? Э, ты что делаешь? Ну, сейчас мама дядю наругает, да, Арсюш? Я просто хочу вернуть игрушку своему сыну. Ваша все равно в нее не играет. Арсюш, скажи, может, я ей потом поиграть хотел? Нет, а ты что лезешь-то? Дети, если что, сами разберутся. Мы все не пойдем. Нечего с этим хамлом разговаривать. Пойдем. Вот теперь я понял, откуда берутся избалованные дети. Он даже не играл в эту машинку. Сегодня ему игрушечную подавай, завтра он в бэху тюнингованную захочет. Растет мажорик какой-то. Я вот своего Мишу никогда так воспитывать не буду. Давай-давай, скручивать счетчик до последнего их нолика задрипанного. Тут каждая циферка в копеечку влетает. Здрасте, тетя Марина. Здрасте, мордась. Что надо? Я это, хотела спросить, ну помните, когда мы еще тут у вас с Колей жили, то вы у меня три тысячи в долг брали. Че? Когда? Хороший сочинять. Ну и занимала. Че теперь? Если мне на пальто не хватало. А сколько она тут наела? Как на кухню, так она первая. Мордой хернинг. А бумагу в туалете ты посчитала? А сколько воды ты перевела? А сколько вот этими утрученьками я вещей твоих перестирала? Нету у меня денег. Ну тетя Марин, просто деньги правда нужны. Но с Эдиком из квартиры выгнали, надо новое искать. Я что подумала? У нас колясь кинокомната уже почти год простаивает. Хорошая, светлая. Ну и что, что помойка под окном? Надо ее сдать. Ну все, 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 не реви. Ну не знаю. Хотите, вон у Кольки в комнате живите. Вы такая добрая, тетя Марина. Так а что поделать-то? Свои же. Я вам сдам недорого. Всего за десять тысяч. Ага, недорого. Там вон диван старый, скрипучий весь. Слушай, ты тут год жила, храпела ее, ничего. Сейчас посмотри, как она нос воротит. Хрен с тобой. За девять. Да какие девять? Ее даже за пять раздавать дорого. И вообще у вас вон даже стеклопакетов нет. Каких пакетов? Ты посмотри, какая. Я ей помочь хочу. А она, видите ли, мне тут квартиру хает. Крахоборка бездомная. Все, давай, вали отсюда. Так а ты, Валю и тетя Марина, давайте хотя бы за шесть. Все. Ты сначала на квартиру заработай, а потом торговаться будешь. О, слушай, Арменка, а ты бы своих на рынке-то поспрашивал? Там же постоянно кому-то жить негде. Вот комнату мы ей сдадим. Ты что, слепой, что ли? Ты что, прибавляешь, прибавляй, давай. Коль, ты мне ничего не хочешь рассказать? Нормально все. А что, я не тебе подгузники купил, да? Мне звонила воспитательница. Блин, Коль, я просила сыном побыть, а не обижай других детей. Не, ну если этот Арсений вообще не воспитанный. Я просто показал Мише, как постоять за себя. Так ты ему сразу покажи, как магнитолу и люки воровать. Это престижная школа развития. Только почему-то она как-то не всех развивает. Вот адрес этой семьи, просто съезди и извинись. Я не хочу ни с кем портить отношения. Ага. А может мне этому малолетнему Плаксе еще подарок купить? Пасал тоже, бог славян. Это кто такие, Арменко? Это корейцы, Мариночка, очень спокойные. Да я ее, что спокойные. Но что, из твоей усатой-насатой породы-то никого не было, что ли? Это вам подарка. Ой, спасибо. Ой, господи Иисусе. Лишь бы их к концу недели-то 20 штук-то из комнаты не повылазило. Одинаковых-то. Только их и не хватало для начала карнавала. Здравствуйте. Помните меня? Тебя-то забудешь. Че надо? Ну я извиниться пришел. Я не хотел никого обижать. Я вот Арсению подарок принес. Мне твои извинения вообще никуда не уперлись. Иди перед Арсюшей извиняйся. У него, между прочим, депрессия. Смотри, какая Бибика. Вот теперь ты всегда сможешь в нее поиграть. Со своим так разговаривать будешь. Он прекрасно понимает, что это машинка, а не Бибика. Извинись нормально, человеческим языком. Алло. Инга? Да. Че, что ты сегодня можешь подъехать? Ты меня извини. Вот. Не, ну ты, конечно, так-то тоже был неправ. Не, я все понимаю. Твоей мамой там свои тараканы избаловала тебя. Но ты же уже взрослый мужик. Понимаешь? Ты это, живи своим умом, Арсений. Ну как тебе объяснить? Ну вот, например, нравится тебе футбол. Ну так играй себе в футбол, пожалуйста. Это че такое? Я просто с ним играл, вот. Потом пнул мячик, а он сразу заплакал. Все. Это не мячик, это хомяк. Вот нормальные хомяки так-то в клетках живут. Или в банках. Ну уж никак не в мячах, правильно? Все, короче, вали отсюда, а. Арсюша, успокойся. С мистером Бинго все в порядке. Вот смотри, как он улыбается. В общем, мой визит в вежливости закончился тем же, с чего и начался. Бинго, блин. Здрасте, тетя Марина. С чего худра? Решила меня дрючом своим, что ли, испугать? Тетя Марина, извините, пожалуйста. Я знаю, как Маша отвратительно себя повела. Да, Маша? Это вам от нас. Справить мне решили, да? Чего молчишь-то, шары пучишь? У самой язык отсох, чтобы извиниться перед любимой тетей Мариной. Маша мне сказала, что вы комнату хотите сдать. Мы так-то согласны. Согласны, не видите ли. Все, опрофукали. Арманка уже жильцом нашел. Вон, уже кушать все готовят. Понятно. Пошли. Эй, извинения-то оставь. До свидания. Мариночка, нас ребята угостить хотят? Да. Пожалуйста. Ничего, вкусно пахнет. А вы что, ребята, стесняюсь спросить, в Корее-то своей не живете? А? На куролейс или там чего? Ага. Политический, да? Я слышала, там у вас ух режим, как у нас раньше. Мы давно здесь живем, пять лет. А, ну вот. Давайте за знакомство-то и выпьем. Мы не пьем. А вот это хорошо. Значит, уживемся. Ну что, давайте, чтобы и дальше такими порядочными и были. О! 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 Остренькая. Ты, Арменка, давай это, не налегай там шибко, а? Да, желудок слабый, потом опять ночью не продохнуть. Эдик, может, надо было в гостинице переночевать? А вдруг тут тараканы есть? Маша, мы бы потратили все деньги за три дня. И где потом жить будем? В кафе твоем? Ну иди, пельмени помешай. Ну, я, конечно, согласен, что общежитие — это ступенька вниз. Но на все остальное денег просто не хватает. А завтра мы сюда все вещи перевезем, ну и, может, станет поуютнее. А если кончится черная полоса, ипотеку возьмем. Эдик, у нас кастрюлю с пельменями украли. Зашибись. Лядова! Лядова, открой! Эдик, это че? Да не обращай внимания, Маша, спи. Лядова! Я же знаю, что ты тут! Спи, Маша, спи. Лядова! Ты че не открываешь? Не понял? А ты че, с кем-то? Я вообще ау... Да вы че, нет тут никакой Лядовой? А это какая комната? Семьдесят четвертая. Походу, я на этажом ошибся. Ну, а ты так-то ничего. Я если Лядова не найду, я к тебе вернусь. Валерия, можно вас на секундочку? Светлана Борисовна, мой муж вчера уже съездил и извинился. Мы бы даже хотели, чтобы Арсений и наш Миша подружились. Дело в том, что сегодня мне звонила мама Арсения. Она говорит, что ваш муж убил их любимого хомячка. В смысле убил? Ну, подробности смерти я не знаю. Но мама очень расстроена. Арсений два часа играл мертвым хомячком. И лишь потом заметили. Убийца, убийца, убийца. Лера десять минут в трубку на меня наезжала. Я пытался объяснить ей, что это, ну, непредумышленное. Ну, и в итоге она меня все равно заставила поехать купить нового хомяка. Слышь, дружественная Корея, вы Арменке-то моему скажите, где мясо покупаете? Даже ежоги не было. Мягкое такое. Свинина? Клятина? В магазинах что попало продают? Главное, чтобы собака молодая была. Тогда мягко. Чего? Ну, собака, тяо-тяо, маленький. Да! На, забирай. Лучше бы вы алкашами были, я бы вас тогда в ментовку хоть сдала. Чтобы вас самих собаки сожрали. Фу, гад. Опять вспомнила. Мариночка, может тебе угля активированного? Выбрось нахрен сковородку эту. Блин, Маша, когда эти твои директора уже придут? Да не знаю. У них, когда коляна нет, вообще график свободный. Блин, Эдик, у меня так ноги замерзли. Я тебе говорил, покупай угги, а не сапоги. Ага. И ходи по городу к инкубаторской. Маша, нам жить негде, а ты о моде думаешь. Вот что тебе эта комната в общаге не понравилась? Да? А если завтра там не этажом ошибутся, а девушкой? Я боюсь. И вообще, что ты хочешь каждую ночь у двери с ножом спать? Ну все, значит, будем пока жить в кафе. Алло, да, тетя Марин. Хорошо. Спасибо. Нас тетя Марина к себе берет. Зашипись. Хоть перед пацанами поунижаться не пришлось. В общем, так, дорогие мои. Ночами не орать, не визжать и не настанывать мне. Мыло и шампунь, чтоб свои были. И волосы из душа убирай. Ты тоже. Тетя Марина, а можно мы тут перестановку сделаем? Слушай, Маша, сколько лет жили и ничего. А тут на тебе началось. Тут, между прочим, все нормально стоит. Тем более за шкафом обоев нету. На переставляйте тут. А нам что, потом ремонт делать, что ли? Два десять тысяч. Тетя Марина, у нас сейчас, это, только половина. О, началось. Сначала половина, а мне потом что, с милицией у вас деньги выбивать? Да нет, я на следующей неделе отдам. Эдик, ты вот неделю обещай, а? Зря только вас пустила. Лучше бы тут романки на баулы стояли. Ладно же, Вики. Жать-то хотите? Ну, чуть-чуть. На кухню вы там приходите? Ты что мне сразу про хомяканье сказал? Я как дура себя в этом центре чувствовала. Мы даже на занятия не остались. Пришлось Мишу маме отвезти. Ну и что говорить-то? Я же не знал, что он отъедет. Не знал. Открой крышку, а то сейчас и этот отъедет. Дай мне банку. И ничего сейчас не говори. Здравствуйте. А давай, когда Мишу животное покупать будем, кого-нибудь побольше возьмем? Ну, типа собаки. Ну, конечно. Хомяки-то для тебя пройденный этап. Короче, я ему сказала, что мистер Бинго вернулся из страны хомячков. Он поверил. Так, что-то еще хотели? Мы хотели извиниться еще раз. Мы надеемся, что... Подождите. Да, Саша. Я повторяю. Нужно заехать в клинику, заплатить за имплантанты. В смысле, кому нужно? Я вообще-то эти титьки для тебя делаю. Забирайтесь своего хомяка, и выматывайтесь отсюда. Он укусил ребенка. Может, это просто первая реакция? А если он заразный? Да не-не, вы что, не заразный? Мне на рынке сказали, он вообще чистый. На каком рынке? На обычном рынке. Что, я дурак, что ли, крысу в зоомагазине покупать? Да и потом, мы пришли просто, чтобы извиниться. От ваших извинений у ребенка уже две психологических травмы. Мне псих не нужен. Ну, а вы-то чего кричите? Ну, вас же хомяк не кусал. Да пошли вон! Арсений! Заткнись! Мистер Бинго умер! Собака, это же друг человека. А друзей жрает, это же последнее дело. Вот смотри, Эдик, ты моему кольки друг, друг, а он все взял и сожрал. Так я же не собака. А гранщики, гранщики откроют. Знаешь, им волю дай, они людей жрать начнут. Здрасте. Ну, что это у вас тут такое? Хозяйственная моя пришла. А Машка опять ко мне переехала. Я им комнату сдаю. А, понятно. Вот такое получается круговорот Машки в природе. Слушай, мам, а можно у тебя этот тоже тут пока поживет? Ой, спасибо. Спасибо. Ой, молодец. Одни с собаками, другие с крысами. Конечно же, матери-то из подвала-то своих крыс-то малолата, да? Эдик, а давай его себе возьмем. Смотри, какой хорошенький. Ой! Блин, он меня укусил. Блин, давайте я лучше его обратно сдам. Нет, нам все нравилось. Просто мы решили перейти в центр поближе к дому. Да нет, что вы, это не за Арсения. Да, все хорошо, спасибо. До свидания. Ну и правильно. Найдем другой центр, где поменьше этих мажориков. Да что ты? А ты не думаешь, что это из-за тебя папаша долбанный? Лев, ты что ругаешься-то? Что я ругаюсь? Нормальный был центр, пока ты туда один раз не съездил. Ничего тебе доверить нельзя. Ребенку скоро почти год, а ты к нему относишься как к тамагочи. Лев, ты что орешь-то, примишь? Он уже все понимает. Вот отлично. Пусть понимает, что его папаша нихрена не понимает. Лера, перестань. Что перестань? Ты его воспитывать будешь, представляю, что из него вырастет. Лер, ты что несешь-то? Да ничего. А, Миша, вырастешь, будешь как папа. Будешь к участковому ходить и отмечаться. Заткнись, а! Лер, ты что ругаешься-то? Ребенку скоро почти год, а ты к нему относишься как к тамагочи. Лер, ты что орешь-то, примишь? Он уже все понимает. Вот отлично. Пусть понимает, что его папаша нихрена не понимает. Лера, перестань. Что перестань? Ты его воспитывать будешь, представляя, что из него вырастет. Лер, ты чего несешь-то? Да ничего. А, Миша, вырастешь, будешь как папа. Будешь к участковому ходить и отмечаться. Заткнись, а! Я, короче, сегодня здесь спал. Меня просто Лера из спальни выгнала. Ну, так вот, если рассудить. Я же ее ведь не рукой ударил, а шапкой, правильно? Это даже за удар-то ведь не считается. Я думаю, что она уже простила меня. Успокоилась. Доброе утро, Лерочка. Лерочка, а налей мне тоже? Блин, походу, не простила. Привет. Вот, держи, по дороге заехали, купили. Ну, спасибо. Спасибо, только я сладкое в последнее время не ем. Только это не тебе, это для ребенка. Привет. Привет. Лера, я после работы в магазин заеду. Что купить? Значит, ничего не покупать. Вы что, поссорились? Да будет знать, как руки распускать. Обнаглел совсем. Привык, что я ему все всегда прощаю. Пусть спасибо скажет, что я родителям ничего не рассказала. Слушай, а что этот гопник Лерку бьет? Капец. Если бы меня Андрюша ударил, я бы его сразу за изнасилование посадила. Блин, надо что-то делать, а то она и это ему простит. Лерка же добрая. О, мама Леркина звонит. Лер! Да подожди ты. Алло, Лариса Александровна? Здрасте, это Вика. У меня для вас плохие новости. Нам надо срочно встретиться, поговорить. Сегодня в нашем отделе потеря. Потеря ценного сотрудника Балахонцева Екатерины Альбертовны. Вы так говорите, как будто я умерла, а не повышение получила. Поздравляю вас с повышением. И от лица всего нашего отдела и меня лично вручаю вот это вот благодарственное письмо. Даже не знаю, кем теперь вас заменить. Здравствуйте, Игорь Сергеевич. Вызывали? Что, реально? Не знаете. Спасибо вам, Игорь Сергеевич. Я очень рад. Рано радуешься, Базанов. Кукушкин тебя еще не назначил. Но есть идея. Он сегодня будет обмывать новую машину. И если ему под хорошее настроение сделать хороший подарок, то он обязательно все подпишет. И вот тогда будешь радоваться. Так-то, Игорь Сергеевич, взятка – это должностное преступление. А это не взятка. Это подарок. Тем более у Базанова и должности пока никакой нет. Так что, Базанов, давай быстро в магазин за подарком. А вечером в ресторане встретимся. Хорошо. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, поздравляю. Да, не знала я, что у вас здесь все через подарки решается. Ладно, хоть не через постель. А то бы у Базанова вообще шансов не было. В общем, я решила, что скрывать беременность от Эдика я больше не могу. Но и признаться ему я тоже боюсь. Короче, я решила, что сделаю тест и оставлю его в ванной. А он его увидит и по-любому сам разговор начнет. А что так многие делают? Ну типа сюрприз. Сюрприз. Поздравляю. Спасибо. А что это? Это тест на беременность. Положительный. Ну то есть у вас с тетей Мариной будет ребенок. Ну это по-любому не Машин тест. Потому что я-то детей иметь не могу. А Маша мне изменить не могла. Я в ней уверен. Дядя Армен, я сейчас на работу опоздаю. Поздравляю еще раз. Маш, пока. Эдик, подожди. Маш, мне некогда. Ну ладно, вечером поговорим. Здрасте. Алеш, вот. Совы или филины. Символ мудрости. Мне их в садике на юбилей дарили. Мам, так это, дарили, не дарили так-то? Да? Ну ладно. Ложки еще есть. Циркониевые. У нас их целых двадцать штук, куда нам столько. Подари семнадцать. Мам, может ты мне просто дашь двести рублей и все? Конечно. Конечно, сынок. На сдачу купи хлеба, пожалуйста. Если он Леру ударил, он же потом Мишку избивать начнет. Понял. Сейчас решу все. А вы как его убьете? С пытками или сразу? Гена, завали, а! Значит, сразу. Сергей Иванович, мне вас тут подождать? Хорошо. Квартиру посторожу. То есть ты ее просто шапкой ударил и все? Там ни следов удара, ни синяков не осталось? Ну нет, конечно. Ну и все тогда, Коля, она на тебя сама выбесила. Это просто момент воспитания женщины, я считаю. Ты не парься. Ага, не парься. Вон дядя Гриша тоже жену бил. Че добился? Она ему по-тихому нож всадила. Сейчас, он лежит, она сидит. Че он соленый-то, а? Это тебе за то, что ты меня сегодня в туалете напугал. Один-один. Так ты придурок, я тебе говорю, ты там свет-то сделай. Блин, пацаны, у меня так-то проблема. У тебя большая проблема, Коля. Да че мы такого сделали? Не мы вашу Лерку били, а он. Пошли нахи отсюда. Да все, все. Ладно, Коля, ну дачи. Сергей Иванович, успокойтесь, я же ее не сильно ударил. Коля, ну ты ебал, что ли? Да не хотел я его бить. Просто в тот момент у меня как бы рефлекс сработал. Ну я сам испугался, но решил его в кабинете закрыть и поговорить с ним, как нормальные цивилизованные люди. Ну только через дверь. Сергей Иванович, ну успокойтесь, ну вы же взрослый человек. А ты, Коля, мертвый человек, понял? С разговорами сегодня как-то не получается. Не, мы вообще все правильно сделали. Сейчас Сережа, ну Сергей Иванович, вообще его размотает. Вот он бы никогда женщину не тронул. Да уж, конечно, не тронул. Так-то он мне тоже один раз. Че, ударил? Ну не ударил, конечно, так замахнулся. Но вот тут-то осталось. Ну главное, что вот тут, а не вот тут. Так что, девочки, я прекрасно понимаю, что сейчас с Лерочкой творится, поэтому нам нужно поехать и поддержать ее. Гамлет. О, привет. У меня ведь радость. У нас с Мариночкой ребенок будет. О, Арджон, я тебя поздравляю. Саватаны, какая ракция. Я тебе как самому близкому. Ты только никому не говори. Конечно, брат. Редактор субтитров А.Семкин Лерочка, девочка моя. Лера, покажи синяки. Какие синяки? Мне девочки все рассказали. Тебя Коля ударил. Да он случайно и шапкой. Вы что, панику-то развели? Ну больно же. Нет, обидно. Пипец. Мы, походу, зря все Иванычу рассказали. Он же сейчас Колю убьет. Колян, я тебя два раза убью. За то, что Леру ударил, и за то, что меня. Понял? Да я-то вас понял, Сергей Иванович. Да вы меня понять не хотите. Блин, девочки, Сережа трубку не берет. Так у него, наверное, руки заняты. Он Коляна убивает. Девочки, надо ехать и все ему объяснить. Доченька, собирайся. Мам, мне Мишу не с кем оставить. Давайте-ка без меня и побыстрее. Да-да, побыстрее. А то, Сережа, у меня такой вспыльчивый. Ни в чем не разберется, сразу с кулаками лезет. Так как ты это делаешь? Не могу запомнить. Давай медленно. Я веду. 4-1, кстати. Короче, пошли уже внутрь. Я вообще замерз. Еще писать так хочется. Мне тоже хочется. Но лучше потерпеть, чем от Иваныча получить. Вообще в семейные разборки лучше не лезть. А как думаешь, кто победит? Ну, если Колян с Иванычем драться будут? Не знаю. Колян так-то помоложе. Зато у Иваныча опыта побольше. Сдачи не надо. Сережа с Колей в кафе? Да, там не выходили. И уже сейчас сидят. Это очень плохо. Девочки, быстрее. Колян, ты же все равно эту дверь кинать откроешь. Сергей Иванович, ну почему вы мне не верьте-то, а? Да потому что я Ларисе верю больше, чем тебе. Сережа, Сережа, ну Коля правда ни в чем не виноват. Это я все не так поняла. Ты-то откуда там? Мне просто неправильно все рассказали. Все я правильно рассказала. Это еще кто? Что значит кто? Это Вика? Кто там еще у вас? Ну я. Я просто рядом сидела пила. Лариса Александровна правда ни при чем. Вы только не бейте ее больше. Ну-ка, Колян, открой-ка дверь. Ладно, хоть разобрались. Ты чуть не обоссался. Эээ, ты что, я так-то первый хотел? Я, Колян, конечно, погорячился, но и взяться не буду. Тем более ты мне втащил. Извините. Вот это правильно. Я тоже повелся на эти бабские истерики. Сережа, это не истерики. Нужно же было разобраться. В чем? Как три пьяные кукушки устроили собрание? Я не кукушка. Ты-то да. Сережа, ты куда? Я в туалет могу сходить? Кстати, я ее не бью. Пока. Блин, Вова, давай быстрее уже, а? Твою мать, а! Извините, я просто думал, это Антоха. Мы с ним играем, он выигрывает 4-1. Походу, он сытый выиграл. Сереж, что с тобой? Вы что тупите? В больницу надо ехать. Так давайте я подвезу. Блин, глава так резкая, нифига себе. Да нет, нормально. Сережа, Иванович, поехали сюда. Давайте выходите. Ну, блин, иди сюда ехать. Поехали. Капец. Я что такой страшный, что ли? О, Машка, что так рано? Токсикоз замучил? А вы откуда знаете? А я что, слепая, что ли? Я давно заметила, что ты беременная. Вот, морду-то прыщами всю обсыпала. Разнесло как. Видать, девка раскрасоту твою забирает. Иди-ка, вроде, тоже понял. Вроде так-то рад. А жениться-то вон тебе собирается, красавица. Считай, повод есть. Я вот за вас так очень рада, Маша. Это ж какое счастье, ребеночек. А жить-то где собираетесь? С грудничком-то я вас терпеть-то не намерена. Базанов, ты понимаешь, что Кукушкин вообще хотел твою должность сократить? И ты надеешься с помощью вот этой автомобильной аптечки переубедить его? Игорь Сергеевич, аптечка же так-то входит в обязательный комплект водителя. Базанов, это ему все уже в салоне подарили. А вот ты теперь в обязательный комплект нашего участка можешь и не войти. Да ты дорогу мне закрепил. Да она же мне машину помнёт. Морозов, тащи палку. Разворовали страну буржуи проклятые. Да покупали себе джимов импортных, а мне ходить негде. Да ты сними меня, попробуй, сними. Да я ни за что не слезу, ни за что не слезу я. Морозов, что случилось? Ну, между прочим, давай, попробуй-ка, давай. Сидели, сигналка сработала. Вышли, бабка на машине. Морозов, тащи её за ноги. Так она же головой ударится. Зато крыша целая будет. Всё, Морозов, вызывай спецназ, лечит, стрелять буду. Бабушка, это же опасно. Спускайтесь, пожалуйста. Ну или выскажите ваши требования. Требования? Да до хрена у меня требований. Я страну нормальную хочу, а то и Брежнева хочу, чтобы вернули. Пенсию хочу, блядь, пятьсот хотя бы. Понятно? А то всё разворвали, буржуи. Ты, Машка, не переживай. Если живот видно будет, то мы тебе такую разлетаючку выкроем-то из этой, из бурдабоны. Красивую. О, а мы как раз тут о вашей свадьбе разговариваем. Когда гулять-то будем, Этька? Да мы ещё как-то не думали. А что думать-то? Ты что, ждёшь, пока у неё пузень на лоб не полезет? Да какая пузень, тётя Марина? Какая? Мариночка, а эти цветы тебе родная? Чё, чё с башкой-то, а? Такого чёрта ты весь ребёнок сюда натащил? Да это мы просто с парнями радуемся, что у нас ребёнок будет. Конечно, Маринчка, шэнавур цаватаним, шэнавур. Да подожди ты, какой ребёнок? Вот там чё, на своём рынке все бошки наглухо подмораживали, а? Это Машка забрюхатила. Армянчка, так это от этой молодой у тебя сын родится, что ли? Маша, чё происходит? Эдик, я думала, ты понял, я беременная. Эдик! Эдик! Вот так и получилось, что у меня зарплата такая же, как у вас, пенсия. А лекарства вы вот себе возьмите, вам, наверное, нужнее. Спасибо, Лёшенька, спасибо. Ты один нормальный человек здесь, не то, что эти все. Лёшенька, самое главное, до пенсии не доживай. Ну всё, Морозов, отменяй спецназ. Молодец, боец. Как фамилия? Бабазанов. Молодец, Бабазанов. Пойдём выпьем. Пей давай. Не, я не могу. Мне ещё домой надо идти. Как, ты даже за своё назначение не выпьешь? В смысле, вы меня обратно берёте? Беру. Нам такие сотрудники нужны. Даже если между нами сегодня что-то произойдёт, у нас всё равно ничего не получится. Катерина. Не перебивай. Я давно заметила, что вы на меня запали. Ну, понимаешь, Игорь, мне надо идти дальше. Ну, так идите. Вы меня отпускаете? Отпускаю. Ну, смотрите. Вы не всегда будете такой привлекательной. Через пару лет на вас никто не посмотрит. Кроме Базанова. Да я тебе дело говорю. Зинка, с работы, приятельница моя. Вдова. Понимаешь? Вдова, одинокая. Для тебя самый нормальный вариант. Она баба мировая. Да. Живи, как знаешь. Да, терманчик? Арменка, ты чё? Я же не думала, что Арменка так ребёнка хочет. Любит меня, зараза. А чё? Мы ещё молодые. Года два-то у меня точно есть. Родим Кольки братика. Он давно хотел. Тётя Марин. Эдик трубку не берёт. Ты чё, Мороз? Ну, ты чё рвёшь-то? Вернётся он. Куда он денется? А давайте я валерьяночки накапаю, а? Замычали. Ты заколебал мельтеши. Победитель, блин. Да нафиг мне нужна такая победа. Вова, ты лучше сейчас молись, чтобы всё нормально было. Я ни одной молитвы-то не знаю. Господи, почему ты меня сделал таким страшным? Мам, ну как там папа? У него сейчас врачи, и пока ничего не понятно. Лерочка, всё будет хорошо. Коль, отойди. Лер. Отойди, я сказала. Лер, ты сейчас просто в таком состоянии, понимаешь? А это ты меня довёл до этого состояния. И папа тоже. Ты же знал, что у него больное сердце. Лера, это не я. Конечно. Это всегда не ты. Несчастный, бедный. Лерочка, может, не сейчас? А когда, мам? Когда он ещё раз что-нибудь накосячит? Даже мне это уже надоело. Лер, ну скажи мне, что сейчас сделать, чтобы ты успокоилась? А что ты можешь сделать? За тебя папа всё делает. Квартиру тебе сделал, машину, кафешку твою убыточную. А сам ты, Коля, ничего не можешь. Ты просто ноль. Поэтому не мешайся. Уважаемые родственники, состояние Сергея Ивановича стабилизировалось. Желающие могут посетить его. Коля, ты-то что не заходишь? Ты же родственник. Маша, что происходит? Эдик, я думала, ты понял. Я беременная. Эдик! Эдик! Теть Марин, Эдик трубку не берёт? Даже если между нами сегодня что-то произойдёт, у нас всё равно ничего не получится. Катерина. Не перебивай. Мам, ну как там папа? У него сейчас врачи, и пока ничего не понятно. Ерочка, всё будет хорошо. Коля, отойди. Лера, ну скажи мне, что ты сейчас сделаешь, чтобы ты успокоилась. А что ты можешь сделать? За тебя папа всё делает. Квартиру тебе сделал, машину, кафешку твою убыточную. А сам ты, Коля, ничего не можешь. Ты просто ноль. Поэтому не мешайся. Не, ну чё тут сказать. Конечно, я все эти лериные слова очень болезненно воспринял. Ну так-то она, конечно, права. Ну а с другой стороны, считай, в одну секунду я лишился и тачки, и хаты, и главное, семьи. Конечно, тут любой обмякнет. Я держался. Как мог. Блин, вообще ж... Даже на работу директором лестница и ту вниз ведёт. Короче, я бухаю. Опа. А ты кто такой? Слушай, а ты есть хочешь? А, не, не, я сытый. Вон тебе заходи. Понимаете, я в том бомже практически себя увидел. Это как зеркалочка, что ли. Ну как будто бы вот ребёнка подбросили. Ну только бомжа. Милости бросим. Сейчас только дверь откроем. Так а чё, чё-то Колян психанул, ушёл, тачку бросил. Ну мы вот у Леры ключи взяли, чтобы её вернуть. Чё, может немного покатаемся? Ну так-то можно. Бенц есть вроде. О, смотри, какой мужик бухой. Хо-хо-хо, вообще нарядный. Это он что, собрался ехать, что ли, так сейчас? Э, ты куда такой поехал-то? Нормально всё будет. Мы не можем, у меня сын родился. Поздравляю. Спасибо, друзья. Сын! Да ты тем более куда поехал? Размотаешься или кого-нибудь размотаешь? Дурак, что ли? А мне надо. Дай ключи. Ну не балуйся. Да ладно, Антоха, отдайте ему. Чё отдать-то? Я, может, сейчас жизнь спасаю? Ну тогда сам садись. Ну? Давай, поведёшь. Так а чё мы же вроде не это. Нормально. Ну, короче, у него пока жена рожала. Этот коньяка в коридоре набухался и всё. А мы, считай, сейчас доброе дело сделаем. Заодно бабосиков заработаем. Да, Вован? Чё ты это? Давай, короче, садись за Коляновскую тачку, за мной поедешь. Сам садись. Я на крузаке хочу. На каком крузаке, Вова, блин? Ты ездишь кое-как. А если ты его размотаешь, мы потом за него не расплатимся. Иди давай садись. Ну ладно, чё. Всё равно круто. Считай, покатаемся. Игорь Сергеевич. Катерина, идите домой. Уже поздно. Вы пьяны. Вы за меня волнуетесь? Тогда проводите даму. Я на дежурстве. Ой, да ладно. Это кто это у нас тут такой дежурный? Катерина, не держите себя в руках. Я всё-таки ваш начальник. Завтрашнего дня уже нет. Здравствуйте. Ой, я не вовремя. Вовремя. Не вовремя. Вовремя. Проходите, Эдуард. Что случилось? Катерина, вам пора. Ручка закатилась под стол. Искали. У меня просто ситуация сейчас в жизни не натыкала, понимаешь? Ну, я один остался. Ну, некуда вообще пойти. Я вот, я такой же, как и ты. Да. Слушай, давай выпьем с тобой на равных. Это Лера СМС-ку прислала. Не, ну она звонила, я просто трубку не взял. Знаете, что написала? Надеюсь, ты не бухаешь. Вот что она там себе думает? Я вообще животное, что ли. Каля. Виктор. Слушай, Витя, скажи, а вот как так получилось? Ты же не всегда же был бомжом, правильно? Или неправильно? Ну, не всегда. У меня раньше вообще все было. А потом с работы сократили. Жена выгнала. Квартиру разменяли. И все. Слушай, а вот это, а вот ты к своей жене никогда не пытался вернуться, а? Да ты что, в таком виде, что ли? Я же ее люблю. Не, ну а если вот в нормальном виде, ну, там, чистым, свежим? Ну, чистым, свежим-то чего не пойти, правильно? Вот в тот момент мне просто реально хотелось взять вот так вот и помочь человеку. Слушай, а пойдем отсюда. Пойдем ко мне? Не, не, не. Пойдем ко мне. Эдуард, в общем, я ничего не понял. Ни про тебя, ни про твою сожительницу Марию. Поэтому вот тебе ручка, вот тебе бумага, пиши свой роман. Игорь Сергеевич, ну мне надо просто переночевать. Да что за моду такую взяли? В полиции отсиживаться. Личные проблемы нужно решать самим. Алло. Игорь Сергеевич, а приезжайте ко мне? Катерина, я вам все уже сказал. Ложитесь спать. Да меня ограбили. Я пришла, дверь настишь. Так, ничего не трогайте. Так ясен пень. Ясен пень. Эдуард, собирайся, поедешь со мной. В качестве понятого. Блин, тачка у него, конечно, шикарная. Я давно о такой мечтаю. Когда они еще самые первые в городе появились. В недуре вообще навалом. Сейчас Вован обосрется. О, Вован звонит. Ты что так быстро-то? Что, Вован, обосрался? Сейчас сам обосрешься. Твою мать, а! Ну ты дебил, а! Ну ты почему такой дебил-то? Ты же просто идиот. Знаешь, как неудобно одной рукой по телефону разговаривать, а другой рулить? Нет, не знаю. Заработали, блин, денег. Ой, Игорь Сергеевич, ну наконец-то. Ну что случилось? Кошмар. Я пришла, дверь настишь. Понятно. Я вхожу, вы за мной. Эдуард, главное ничего не трогать. Слушай сюда. Мне нужен только он. А свидетели мне не нужны. Так я понятой. Тссс. Никаких следов проникновения я не вижу. Проверьте, может что-то пропало? А где Эдуард? Эдуард решил нас покинуть. Так, я все понял. Катерина, это может быть расценено, как нападение на сотрудника полиции, сотрудником полиции. А ваш отказ может быть расценен, как сопротивление сотруднику полиции. Катерина. Катерина, одумайтесь. Это ведь статья, вы понимаете? Не надо меня пугать. Я сейчас выйду на минуточку и вернусь. И только попробуйте мне не одуматься. Игорь Сергеевич, как вы? Эдуард, ты еще здесь? Так мне идти некуда, помните? Помню. Я вас дождусь. Ее, скорее всего, просто перекрыло от алкашки. Ну, с Валей тоже такое бывало. Вы просто сделайте, что хочет женщина и спокойно пойдем в участок. Тебе я не знать, к чему это приводит. Я никогда не шел на поводу у женщин. И сейчас этого делать тоже не собираюсь. А сейчас? Тем более. Катерина, остановитесь. Стоять. Выходите, Игорь Сергеевич. Вы что, как маленький? Вы не в себе. Я в себе. Я сейчас вынесу дверь. Я могу. Да я знаю, что можешь. Остановитесь, Катерина, я выхожу. Катерина, идите в комнату. Я сейчас приду, мне только надо в душ. Давно бы так. Я жду. Я рад. А, никого. Проходи. Вот тут ванная, вот тут душевая кабина, тут мыло там, шампуни, гели там разные. О, а ты что, магазин хотел открывать? Да нет, это у моей жены косметика. Плохо. Плохо. Красота должна быть натуральная, природная. Вот тогда это красота. Ты посмотри на себя в зеркало, красавец, природный. Он полотенца возьмешь, моё оранжевое. Блин, чё делать? Блин, чё делать? Может, свалим? Он всё равно там бухой спит. Ага. А Мерседес на чё ремонтировать будешь? На свои? Блин, точно, тачка. Вот хотя бы страховку. Короче, я звоню ментам. Пошли. Куда? Я же вам объясняю. Он на полном ходу въехал нам в зад. Да как, как? Откуда я знаю как? Бухой потому, что он за рулём, он спит. Пытаемся разбудить сейчас, да? Ладно, ждём. Блин, Вова, ты аккуратнее, ты его сейчас уронишь и разбудишь. Чё такое? Вы кто такие вообще? Мы? Вы чё, не узнаёте? Не, не узнаю. А что? Да ни хрена, блин. Ты посмотри на себя, ты чё так набухался-то? Смотри, чё ты натворил, блин, вообще? Вот я дебил, капец. Как так-то? У меня же сын родился. Вот капец жена мне башку сейчас оторвёт. А у меня же права заберут. И тачку ступудово на штрафстоянку увезут. Пацаны, давайте без этих вот, без мусоров, давайте деньгами решим. Чё у вас тут фара, багажник, бампер? Ну сколько надо денег, скажите? Я когда смотрел на пустую квартиру, у меня внутри как-то всё так сжалось. Такое чувство было, что я их реально потерял. Ну они как бы и есть, но их как бы нет. Никому не пожелаю такого. Ну скажи, ты любишь свою жену? А хочешь вернуться? Да. Я тебе её верну. Колян, ты нормальный. Ты заботишься обо мне. Всегда приятно, когда кто-то о тебе работится. Или дарит надежду. Пойдём. Куда? Домой, к жене. Ну и что ж ты, три часа ночи? Возвращаться к любимому никогда не поздно. Слушай, Колян, у меня что-то живот прихватило. Давай не сейчас, завтра. Витя, посмотри на меня. Ты понимаешь, тебе остался всего один шаг. И сделать его нужно и мы сейчас, не потом, а сегодня, не завтра. Понимаешь? Слушай, у меня реально живот болит. Вот в дурите я говорю. Витя, это нервы. Пойдём. Точно десяти захватит? Тут же красить ещё. Давай пятнадцать. Давай. Ну всё тогда, расход. Ты это, нормально доедешь так? Всё нормально будет. Я сейчас херн усну. Спасибо, пацаны. Да не за что. Поздравляю. Как сына-то назвали? Поехали. Всё, хорэ. Что случилось? Понимаете, у меня это, сын родился. Я принял для смелости. Простите, я... Вован, иди помоги ему. Давай бегом. Короче, тут такое дело. Я был за рулём от этого ландкрузера. Ну а чё оставалось делать-то? Жалко чувака в натуре. И деньги на ремонт уже есть. Да и сами мы виноваты. Получается, что лучший вариант оставалось сказать правду. Ну вот, его начало заносить на меня. Я резко по тормозам ударил. Ну вот такой результат. А почему по телефону сказали, что пьяный водитель? Так мы это... Ну, чтобы вы приехали просто быстрее. Ну, вы нас извините, пожалуйста. Просто вот у товарища сын родился. Ехать надо. Там жена ждёт, ребёнок. Понятно, ясно. Вы и вы пройдёмте для составления схемы и протокола. Зачем? Страховой. Я решил выйти и всё-таки договориться. Там уже долгое время тишина. Может, она пришла в себя. Извините. Руки уберите. Ни на что не рассчитывайте. Долго собираетесь. Я остыла. Мне нужен только ключ. Ну как? Сделали всё, что она хотела. У мужчины, Эдуард, должно быть чувство собственного достоинства. Ну, не всегда же всё только от мужчины зависит. Всегда. Если бы ты об этом помнил, то не спал бы по подъездам. Ну что, в участок? Да нет, спасибо. Мне уже так-то на работу пора. Ладно, хоть работаешь. Пошли. Вся девятая. Так, ну всё, давай, собрались. Не, ну куртку, ну сними, ну что-то приличнее. Здрасте. А это вот Виктор. Узнаёте? Узнаю. И чё надо? И чё ты опять припёрся? Чё ты орёшь, Соня? Умираю я. Ну ему реально по дороге как-то х**ло стало. Видимо, от хорошей жизни. Я его практически полдороги на себе тащил. Прости меня, я плохой. Я раньше хотел прийти, да не получалось. Блин, такое чувство, что сейчас разорвёт на части. Ай, и сейчас помру. Ну что ж вы, молчите. Ну что вы, прям такая бессердечная, что ли. Виктор, держись. Держись, друг, я тебя не брошу. И вот держа на руках пердящего бомжа, я сделал для себя один очень важный вывод. Что никто тебе не сможет помочь до тех пор, пока ты сам себе не захочешь помочь. Пока сам себя под зад не пнёшь, не полетишь. А ведь у меня ребёнок. Я бы очень не хотел, чтобы вся моя жизнь превратилась в один большой... Полегчало? Всё, больше не умираю. Ну что, нальёшь, любимая? Чего? Слушай, мне вот эти твои умирания на*** не нужны. Вали давай, откуда пришёл. Денег не дам. Ну что вы такое говорите? Ну он же не виноват. Ну человека просто на работе сократили. Кого сократили? Да эта крокодилина дня в своей жизни не работала. Тунеядец хренов. Нам эту квартиру еле дали, так он её чуть не пропил. А мне-то он на какой *** такой нужен? Да вы, да заткнись ты. Ты-то мне больно нужна. У меня теперь вон друг хороший есть. Да, Колян? Я ухожу. Колян, ты со мной? Нет. Ну и идите на***. Опа. А правду говорить даже выгодно. Только мужик не знает, что это правда настоящая. Для него-то это неправда. И пусть лучшее-то правда остаётся для него неправдой. Так будет лучше. Ну то, что ты там бубнишь, дай поспать. Да вот тебе не пофиг. Ну а что считай? Мы покатались. Пятнашечка на кармане есть. Сейчас мы бампер отремонтируем. У нас ещё и останется. Круто же, да? Вот это вообще улов. Покатались, блин, а? Сейчас ты а не при чём. Слушай, мужик, давай на месте договоримся без гайеров, а? Ну там, по деньгам. Просто у меня сегодня сын родился. Собрал свои вещи. Ну, то, что сам себе покупал. Немного, конечно, но зато всё моё. Коль, ты куда? Лера, я это, ой, давай помогу. Как с Сергеем Ивановичем? Нормально. Сейчас, Мишаня, папа тебя разденет. Коль, ты прости, я вчера погорячилась. Да нет, нет, всё нормально. Я на тебя не злюсь. Ты всё правильно сказала. Я это, я пойду. Куда? Ну, понимаешь, я должен стать самостоятельным. Вот, как только стану, я сразу вернусь домой. Не поняла. Ты нас бросаешь? Да нет, конечно, нет. Я не знаю, как это объяснить. Но это ради вас. Вот, я вас очень люблю. Я пойду. Сергей Иванович, здравствуйте. Как ваше здоровье? Да нормально, Коля, было. Вообще, что-то волновать начало. Вот. Это что? Ну, это ключи от кафе и от машины. Правда, я её займёл немного. Но я всё исправлю, честно. Спасибо вам, Сергей Иванович, за всё. До свидания. Короче, Лера была права. Я мой хлебник за столом у Абориных. Поэтому я решил всё вернуть Иванычу. И сам самостоятельно всё начать с нуля. Я думаю, пацаны меня поймут. Да пошёл он в жопу, этот Колян. Сам жить нормально не хочет. И нас без всего оставил. Кит-дог. Мог бы хотя бы нас летом кинуть. А то сейчас даже погреться негде. В общем, мы решили, что мы сами. Без Коляна всего добьёмся. Короче, чё надо-то? Сергей Иванович, у вас там какие-то семейные контр с Коляном. Ну, мы в эти дела не лезем. Вот. Но бизнес есть бизнес. У нас тут бизнес-то как раз попёр. Вадик тут с района пришёл. Арбузная мякоть у него погоняла. Бува. Ну, вот, короче, он мальчишник у нас хочет кафешки провести. У него свадьба. Девчонка вроде нормальная. Вот. Он пришёл, договорился. Предоплату оставил. Там немного, но тем не менее. Короче. Сергей Иванович, дайте ключи на один вечер от кафе. Мы мальчишник проведём, а прибыль пополам. Пожалуйста. Надо было хотя бы попробовать. Спасибо, Сергей Иванович. Сергей Иванович, а это, ещё вам Колян ключи отмеренно отдал. Можно его тоже? Пошли, придурок, а. Антоха, так ты чё, куда? Может, он ещё и тачку даст. Я решил найти себе новую работу. Пойду в центр занятости. Там Эдик себе работу в такси нашёл. Вот и я найду. Ну, только нормальную. Грузчик, охранник, кабельщик, диспетчер в такси. А есть что-нибудь ещё? Повторяю. Грузчик, охранник, кабельщик, диспетчер в такси. А есть нормальная работа? Понимаете, я просто раньше директором работал. Слушайте, молодой человек, для нормальной работы вам нужна трудовая, опыт работы или хотя бы образование. А у вас только паспорт. Блин, ну ничего мне делать. Можете пойти на курсы при нашем центре. Только бесплатные закончились, остались платные, менеджмент. Зато после них можете найти нормальную работу. Интересует. Конечно, всего, не кабельщиком же работать. Хорошо. Тогда проходите в четвёртую аудиторию. Ага. Да почему ты-то сидеть будешь? Да потому что, Иваныч, мне ключи отдал. Придурочные, вы долго фигнёй страдать будете? К вам пришли. Так-то стучаться надо, когда к директору заходишь. Придурочные, к вам пришли. О, Вадян, а ты чё пришёл? У тебя ж завтра мальчишник. Да и это, деньги забрать. Мне пацаны сказали, лучше в стриптизе мальчишник отмечать. Так вы, если хотите, бабут вам бабы и у нас. Мне пацаны сказали, что у вас нет стриптиза. Да всё у нас есть, просто мы его не это, не афишировали. Всё у тебя будет нормально. Да? Ну ладно, тогда скажу пацанам, что будет стриптиз. Ты чё, Антоха, какой стриптиз? У нас даже шеста нет. Ну вот и займись, иди шест найди. А танцевать кто будет? Машки что ли? Ага, и ты. Блин, Вован, ты чё тупишь? Ты иди шест ищи. Я пока стриптиз закажу. Иди давай, я тебе сказал. Ну вот, второй раз в первый класс. Только одноклассники у меня какие-то взрослые. С ними даже пиво после занятий не попьёшь. Мало ли, сердечко встанет. Меня зовут Елена Евгеньевна. Я буду преподавать у вас курсы менеджмента. О, вижу всё, старые лица. В смысле, знакомые. О вас, говорю, Владимир Юрьевич, видите, нравится человеку. Третий раз к нам приходит. Правильно говорят. Учёба – это наркотик. Записываем. Цели и задачи менеджмента. Основной целью менеджмента является управление, ориентированное на улучшенную деятельность каждой организации. Пишем, пишем. Не, ну чё, ну, всякое бывает. Может, ей этот коньячок подарили. Она же всё-таки преподаватель. Ой, я ж забыла вам сказать. Наши курсы продлятся 20 занятий, каждая по 300 рублей. Ох, крепкий получился кофе. В одной бизнес-компании есть 4 вакансии. Зарплата от 50 тысяч рублей. И лучшие из вас получат там работу. Так что всё в ваших руках. Не пропускаем занятия. Офигеть. 50 косарей. Это больше, чем я директором в кафе зарабатывал. Вот это я понимаю солидно. Это перспектива. Блин, а как-то стать одним из лучших? Ну и чё это за ебанья? Шест, на котором стриптизёрша крутиться будет. Угу. Вокруг вашей трубы только сантехник танцевать согласится. И то, если она протекать будет. Слышь, чё батя в гараже нашёл, то и принёс. Покрашу, нормально будет. Ты стриптизёрш заказал? Нет. Там два косаря просят, а у нас только косарь 200 есть. Чё делать будем? Да ничего. Пойду схожу в красную страсть, договорюсь с кем-нибудь напрямую. Всё. Я с тобой. Ага. Трубу давай красть. Потом покрашу. Всё равно за краской идти надо, а она у батя в гараже лежит. Так ты посмотри, может, там стриптизёрша лежит. А ты чё такая дерзкая-то? У тебя вон барная стойка грязная. Так ты руки свои помой после трубы, и всё чисто будет. Антоха, чё она? Скажи ей! Анто! Другими словами, менеджер – это управленец. Таким образом, наше занятие закончено. До завтра. Елена Евгеньевна, а можно на вопрос? Ну, в общем, я понял, как получить работу. Надо как-то проявлять себя, выделяться, задавать больше вопросов. Ну, к этому надо ещё и готовиться. Слушаю вас. Я Николай Наумов. А на сколько завтра занятия? Молодой человек, ну, в расписании же всё написано. Будьте внимательны. Елена Евгеньевна. Что? Я вот хотел узнать, вас проводить сегодня до дома? Не, не надо. Да. Что, ты же вопросов не придумала? Вот это вообще кайфовое. Да я без тебя вижу. Э, Танцулька, можно тебя? Поговорить надо. Короче, у нас в тебе предложение. А я больно. Ещё раз тебя здесь увижу, шест в жопу засуну. Вообще пофиг. Мы свой стриптиз откроем и вас туда не пустим. Да хрен с этими танцовщицами. Я завтра с медичками договорюсь. Я решил попросить у Елены Евгеньевны какую-нибудь книгу для курсов. Ну, а что? У нас в школе вот староста постоянно с преподами тусовалась. Что-то спрашивала у них там. В общем, проявляла себя как-то активно. Правда, она как была дурой, так и осталась. Ну, зато с золотой медалью. Вот у меня примерно такой же план. Что-то тихо. Может она спит? Или тетрадки проверяет? Здрасте, Елена Евгеньевна. А я к вам. А вы кто? Я Николай Наумов. Какой? Ну, я к вам на курсы хожу. Елена Евгеньевна, я хотел у вас попросить какую-нибудь книгу, ну, чтобы получше подготовиться. У вас есть что-нибудь? Что-нибудь есть? Только завтра давайте. А сегодня устала что-то. До свидания. До свидания. Нет, так-то она нормально заливает. Вряд ли, конечно, она меня запомнила. Вот у меня второй день учёбы. Я как нормальный ученик подготовился, даже тетрадку с ручкой взял. Елена Евгеньевна, здрасте. Ой, вам помочь? Нет, нет, спасибо. Купила новые сапоги, не привыкла ещё. Елена Евгеньевна, вы мне вчера обещали книжку дать. А вы кто? Николай, Наумов. Я к вам на курсы хожу. Вечером. Давайте. Спасибо. Елена Евгеньевна, вам помочь? Нет, нет. Спасибо, мне уже, как зовут? Николай. Николай помог. Разрешите вас на пару слов? Молодой человек, извините меня, я понимаю, что вы молодой, дерзкий, харизматичный, но предупреждаю, Елена Евгеньевна моя. Понятно? Непонятно. Он так культурно на меня наехал, что я даже сам не понял, что он на меня наехал. Привет работникам. Привет. Антоха, смотри, какую краску у бати взял. Маш, выключи свет. Да задрал. Прикольно, да? Они в части ей мишени для ночной стрельбы обрисовывают. А еще смотри. Та-ра-та-ра-та-та-ра-ра-та. Пиу-пиу-пиу-пиу. Боба, что за херня-то опять, а? Сишки. А вот зацени. Я джедай. Ну понятно все. Маш, свет включи. Да ладно, что ты. У Машки тоже есть. Машка, покажи. Иди сюда, Маш Вейдер. Скай Вовкер уничтожит тебя. Наигрались. Машка, сделай мне кофе. Ну что, ты с медичками договорился? Нет. Не могут они, экзамены у них. Да какие экзамены? Все экзамены после Нового года. Так и скажи, что про динамили. Ты-то откуда знаешь про экзамены? Ты в институте не училась. Я хотя бы школу закончила. Антоха, давай ее уволим. Вообще распоясалась. Да тихо ты, а. Блин, где стриптизер что-то брать, а? Машка, слушай, а у тебя же это, тетя в красной страсти танцевала. И че? Да как че? Давай ей позвоним, это, пригласим поработать. Да вы че? Она уже давно этим не занимается. Она на рынке фрукты, овощи продает. Ну, старая кобыла борозды-то не испортит. Слышь ты, пони, это тетя моя так-то. Не буду я никому звонить. А за деньги? Да я им тоже говорила, что вы больше не работаете. Дай мне трубку. Только все чаевые мне. Да, да. Алло, тетя Лен. Ну че, я решил не избавлять напора. Не, ну мне реально нужна эта работа после курсов. Да че получается, я зря плачу за образование что ли? Считай, деньги на ветер. Лена Евгеньевна, осторожней. Лена Евгеньевна, вас проводить? А вы кто? Я Николай Наумов. Мы с вами знакомились, я к вам на курсы хожу. А, то есть вы знакомы? Да. Ну тогда проводите. Ну вот я и фаворит. Уже, считай, до дома провожаю. Все, работа моя. Не, ну вы не подумайте. Я в бизнес через постель лезть не собираюсь. Вот итальянцы долбаные. Зачем сапоги делают? Делали бы то, что у них лучше получается. Вот граппо, например. А вы пробовали? Чего? Поверьте мне, лучше, чем сапоги. 50 градусов. А может зайдем купим по дороге, а? Ну что, все ништяк. Сколько водки нести? А сколько есть? 10 бутылок. 10 бутылок? Ну давай три, чтоб с ровни накидались. Угу. Привет. Здравствуйте, тетя Лена. А вы же раньше по-другому выглядели. Чего ты хотел? Посмотрю я на тебя, когда ты курить бросишь. А я не курю. Молодец. Деньги давай. Косарь как договаривались. Где у вас переодеться можно? Там. Маша, неси-ка еще водку. Сколько? Всю. Ну что, пацаны, давайте за мальчишника накатим? Давай, давай, накатим. Давай, давай, взяли, вздрогнули. Давай, Вадян, давай. Холостяка-то потеряли. О, хорошо пошла. Давай еще по одной. Ой, погоди, ты куда так торопишься? Надо еще стриптиз посмотреть. А, что хотите, тити? Будут тити, вы что, не проблемы? Давай за стриптиз-то накатим. Да ты не торопись. Давай сначала посмотрим, а то Шары за лемя ни хрена не увидит. Давай, давай. Все, мы готовы. Вот это к-те. Ну-ка, Вован, пойдем-ка секундочку побазарим. Ну, и что нам с этими бегемотами делать? У нас даже бухла столько нет, чтобы они пацанам понравились. Мы их нормальное размытание. Даже я не знаю, что с ними делать. Пацаны их не раздеться, одеться заставят. Слушай, а где у тебя это, батина краска? А вы, вы читали Пражское кладбище Умбарте Эка? Нет, я не читал. Бедный, я вам завтра обязательно дам почитать. Здравствуйте, Елена Евгеньевна. Ой, Владимир Юрьевич, тоже ко мне? А, и ты здесь. Я тебя предупреждал, молодой. Все посыпалось. Елена Евгеньевна, бери от нее руки. Вот два пьяных интеллигента, я вам скажу, похуже четырех бухих пацанов с района. С пацанами хоть договориться можно, а эти... как дети. Елена Евгеньевна, он вас не достоин, потому что я вас люблю. Да, блин, я не нужна мне, Елена Евгеньевна. Мне работа нужна, понимаешь? Афиг вам. Нет никакой работы. Как так-то? Да, короче, эти курсы оказались галимым разводом. Тупо из людей деньги выманивают, и все. Это мне Ромео рассказал, когда я его с бухой Джульетой домой затаскивал. Да, блин, где стриптиз-то? Короче, пацаны, сейчас будет стриптиз. О-о-о, нормально! Это такое эксклюзивное особое шоу, оно только у нас. Присаживайтесь поудобнее, лицезрейте, только руками не трогайте. Во, гости свет! Я же говорил, нормальная краска. Как сейчас только они ее отмоют? Да вот тебе не пофигу, это их уже проблемы. С годами отпадет. Так, это что за порно-притон? Женщины, одевайтесь. Не-не-не-не, не одевайтесь, а мы все порешаем. А что вы тут порешаете? Х** какую-то нам подсунули. Э, ты где здесь х** увидел? Да короче, пошли в красную страсть. Да вы что, пацаны, в красной страсти телке еще страшнее. Богданов, прекратить сводничество. Посторонние на выход из помещения. Сейчас будем разбираться. Игорь Сергеевич, да что мы такого сделали-то? Как что, Богданов? Я зашел к вам кофе попить, а у вас тут разврат в виде нелегального стриптиз-клуба. А налоги кто будет платить? Или вы по лицензии работаете? Да по какой лицензии? Они вообще в темноте танцевали, пока вы свет не включили. А я вообще с самого начала была против. Че вы? Мы просто молодость вспомнили. Я вам рекомендую забыть свою молодость. Завтра жду всех на лекции. На какой? Не переживай, Селиванов. Название я придумаю. Позже. Вы это, извините, что так получилось. Да, ладно, проехали. А, Лидка, напоследок тряхнем стариной? Крутанемся? Знаете, что я понял? Без нормального образования хорошую работу не найдешь. Надо поступать в вуз и нормально учиться. Но это летом. А пока надо хотя бы какую-то работу найти. А еще раз можно повторить список работ? Грузчик, охранник и кабельщик. Кабельщик. Грузчик, охранник и кабельщик. Кабельщик? Вот как договаривались, половина прибыли. Вот это науар. И ключи от кафе. Ключи пока себе оставьте. Я такую охрану, чтобы сама мне деньги носила, нигде не найду. Ништяк. Я опять директор. Чего ты-то директор? Ключи же у меня, я и директор. Дай ключи. Ага. Да. Да. Глянь, шпана. Мусор выкиньте. Ну, что сказать, после того, как отдал все Иванычу, смог устроиться только кабельщиком. Вот. Так что провожу людям сейчас интернет и телевидение. Ну, работа так-то не пыльная. Ну, и не прибыльная. Короче, на хлеб хватает. О, привет. Я так и знала, что ты когда-нибудь моим клиентом станешь. Да нет. Вообще-то, это ты мой клиент. Кабельное заказывала? Ну, все. 30 каналов. Теперь у тебя и музыка, и спорт, и кино. А порно? Порно – это платная услуга. А тебе-то зачем? Чего ты там не видела? Ну, ладно. А что, ты с женой-то помирился? Да не, не помирился. Там длинная история. Понятно. А то бы вернулся в кафе, а то эти два дебила вообще не вывозят. Я у них вчера была, у них даже сортир не работает. Да нет, у меня пока другие планы. Чего я пока так поработаю, а летом поступать собираюсь. Поступлю, отучусь, а там уже нормальную работу найду. А я вот сейчас поступаю. Надоело родителям врать. Да и профессия моя не вечная. Нет, ну, конечно, вечная, но я-то нет. Подожди, как это ты сейчас поступаешь? Сейчас же зима, а вступительные только летом. Ну, есть одна схема. Короче, у меня клиент один работает в каком-то филиале московского вуза преподом. Там, короче, схема такая. Месяц ходишь на курсы, потом пишешь тест, набираешь проходной балл, и все, поступил. Летом только собеседование. Вот. Я с этим клиентом позанималась, ну, в домашних условиях, и он меня туда с задним числом и оформил. Ну, в смысле, на курсы записал. А сдавать как будешь? Так он мне ответы дал, ну, за хорошую учебу. Так что я считаю, стопудово зачислено, как медалистка. Я тогда сразу захотел по такой же схеме поступить. Не, в смысле, не задним числом, но сами посудите. Проститутка с высшим образованием, а я нет. Ну, это как-то несправедливо. А можешь с ним поговорить, чтобы меня так же оформили? Чего, я лучше сейчас поступлю, правильно? Тем более, если такой расклад. Ну, не знаю. Блин, пожалуйста. А я тебе порнуху бесплатно подключу. Ну, вот же, получилась нормальная глазунья. Только я из-за этого все яйца потратила. Ничего страшного. Ты же знаешь, что я не люблю, когда они растекаются. Сереж, я сегодня с Лерой разговаривала. Она опять расстроена. Все ждет, пока Коля к ней вернется. А смысл? Он же сказал, вернется только тогда, когда всего в жизни сам достигнет, а люди столько не живут. Сережа, ну, сын же без отца расти будет. Ничего страшного. Скажи Мишке, что его папаша космонавт и улетел навечно в космос. Пусть гордится и в садике всем рассказывает. А давай как-нибудь ради дочери вернем его из космоса на земную работу? Как? Он сам просил меня не вмешиваться, не помогать ему. А я такие просьбы, ух, как с удовольствием выполняю. А ты сделай так, чтобы он не догадался, что ты ему помогаешь. Ну, не знаю, устрою его к друзьям каким-нибудь своим, что ли. Я своим друзьям зла не желаю. Ну, в принципе, я могу внести в тебя списки. Но ты же не Елена. Для тебя это будет не бесплатно. Пять тысяч. Блин. Слушай, Лен, одолжи пятерку, а. Я верну, слово пацана. Дай руку, деньги достали. Вот. Хорошо. Считай, ты уже в списках. После завтра приходи, сдавай. Спасибо. Слушай, ну, раз уж ты пришла, может, деньги есть. Блин, могла бы не доставать. Только у меня задачи нет. Колянска, иди по-братски разменяй. А что он у меня будет делать? Да ничего не будет. Посиди у тебя в конторе болванчиком. А ты ему зарплату будешь платить. Которую я тебе буду давать. И все. Это мой знакомый, нефтянкой занимается. Я ему в свое время помог. Сейчас его очередь. Короче, он позвонит в контору Коляна и попросит его прийти и протянуть ему кабель. А когда Колян придет, он ему сделает предложение, от которого тот не сможет отказаться. И все. Колян дома, Лера довольна. Я опять молодец. А нафига мне кабельная? У меня же спутниковая. Ну, отключишь, потом обратно включишь. Че тебе? А он у меня согласится работать? А куда он денется? Ты ему авансы 50 тысяч сразу дай, чтоб наверняка. Ну, ладно. Договорились. Слушай, Серега, сегодня вечером хоккей, может, у меня посидим, пивка попьем. Да не вопрос. Давай вечерком подъеду. Слушай, это только Коляну про меня ни слова, ладно? А что ты так за него суетишься? Он тебе что, жизнь спас? Если бы он мне жизнь спасал, то мы с тобой, Степа, здесь чай не пили сейчас. Антоха, у нас туалет так и не смывает, надо сантехника вызвать. Какой сантехник, Вова? Ты что? Ему же денег надо платить, а денег нет. Давай ты там сам прочисти все, а? Я не хочу. Вон, есть кафешные деньги, давай их и заплатим. Блин, Вова, у меня сегодня очень важная встреча с партнером в ресторане. Мне эти деньги нужны. Мне и так косаря не хватает. Нифига. Я твой партнер, да ты меня что-то по ресторанам не водишь? Блин, нам с тобой-то там что обсуждать-то сидеть? Здорово, пацаны. У меня сегодня так-то рабочий день, но надо готовиться к тесту. Ну, там, ответы выучить. Блин, никогда не думал, что буду готовиться к экзамену с проституткой. Ну, короче, я решил попросить пацанов подменить меня по работе. Колян, так нафига тебе в институт-то? Ты же уже взрослый. Вова, образование никогда не помешает. Да не, Колян, ты что, у нас своих дел дофига. Вова, он сейчас туалет будет чистить, я финансами занимаюсь. Да пошел ты в жопу, ничего я не буду чистить. Короче, Антоха, давай так, ты мне поможешь, а я тебе 300 рублей. А? Будет хоть какими финансами заниматься. 300? Ну, давай, помогу по старой дружбе. В общем, я Антохе объяснил доступно, как кабельная подключается. Что там, все понятно? Ну, вот это сюда подключаешь, а это сюда. Все понял? А? Что куда подключаешь, не понял? Да что, все просто же. Вот это сюда подключаешь, а это сюда. Вова, ну тебе-то это зачем? Антон, все понял? Блин, Колян, ты чего меня дергаешь, а? Я сейчас не тому человеку, чуть смс-ку не отправил. Блин, тебе на 300 рублей или нет? Да надо, надо, я все понял, тут же просто. Ты давай деньги. Вот, деньги. А вот это вот адрес. Да, и самое главное, ты скажи, что ты, это я, ну, чтобы потом в конторе проблем не было. Все, пока. Пока. Антоха, давай деньги на сантехнику, я туалет чистить не буду. Да не будешь, не будешь. Он, сгоняй лучше вместо Коляна по адресу, подмени, а. А я сам все почищу. Да? Ну, ладно. А точно почистишь? Да точно, точно. Иди давай уже. Алло, Мариночка? А, да. Я тебе азиатским языком объясняю. Моешь пол, выносишь, а мусора, все, что на столе лежит, не трогаешь, поняла? Поняла, поняла. Что случилось? Да, гюльчхара. Уборщица моя сегодня прибиралась и вместе с мусором ответы на экзамен выбросила. Как выбросила? Какая такая уборщица? Обычная. Просто я не люблю прибираться. Брезгую. Не, я, конечно, подозревал, что не может быть все так гладко с этими экзаменами. Но чтобы у брезгливой проститутки уборщица выкинула ответы, этого я вообще никак не ожидал. Ну, короче, все нормально. Я преподу позвонила, надо сейчас с него в институт заехать, ответы забрать. Анюсик, привет. Это что такое? Шабашка? Короче, это был Ленкин работодатель. Поэтому он начал кипишить, что Ленка, типа, не выполняет условия контракта, там. Но я его быстренько успокоил, сказал, что мы просто будущие однокурсники. Ты же сказал, к экзамену будешь готовиться. Я и готовлюсь, это мой друг. По институту. Тебе что надо-то? Короче, у меня сегодня это, банное мероприятие, ну, ты понимаешь. А девчонки занятые все выручишь, нет? Ну, так-то можно, только у меня дел дофига, мне еще в институт надо. Ну, так я на колесах, я подброшу, там, быстрее будет, по-любому. Ну, поехали. Только шапку одень, там, это, холодно. Такая забота. Ну, а что, я заботюсь о них? Они меня, считай, как сестры. Здравствуйте, я к вам кабельное проводить. Николай? Да? Проходи телевизор там. Ну, все, я подключил, можете проверять. Да ладно, верю. Я же видел, как ты хорошо работал. Спасибо. Подожди. Я вижу, что ты нормальный, шаришь во всем. Давно такого ищу к себе в нефтяную компанию. Ого, повезет кому-то. Ну, ладно, до свидания. Да подожди ты. Ты что, не догоняешься? Мне нужен именно такой работник, как ты, понял? Да все, я понял. Чего вы переживаете? Найдете кого-нибудь? Знаете, сколько желающих в нефтяной компании работать? Ладно, пока. Так, стой. Короче, я хочу, чтобы именно ты у меня работал, понял? Я? Так у меня же есть работа. Я тебе столько сарей буду платить. Вот, аванс, 50 штук. Согласен? Столько сарей. Это лучше, чем туалеты в кафе чистить за просто так. Хотя придется кинуть Антоху. Ну, я согласен. Ну, в общем, ты закончи все свои дела и через пару дней приходи. Здесь 45. Там 50. А, да, 50. Ну, что, долго еще твоего преподождать? Ну, я сейчас пара вам не позвонил, как закончится. Я что считаю, так-то вы ништяк, что решили в институт поступать. Сейчас без образования вообще никуда. Хорошо, хоть есть такая профессия, как наша, да, Ленка? В смысле, хорошо? Ну, что считаю, если Ленка поступала, не поступила. Все, считай, осталось без жилья, без еды, без работы. Ну, я так-то вообще не поступала. Ну, я в целом для примера. А тут я отдал ей какую-никакую путевку в жизнь. Вот ты урод. Вот ты Достоявского, бедные люди, читал? Нет. А я читал, потому что про нас. Так что, уроды, тут вы по своим левым схемам поступаете. И вообще, у каждого есть свой чемоданчик говна, понял? Алло. Ага. Пошли, пара закончилась. А ты-то куда? Ну, посмотрю, может, кого отчислили там, кого бросили на произвол судьбы. Блин, здесь столько красивых девочек. Не-не, я не с профессиональной точки зрения, как мужчина. Привет, Елена. В общем, ситуация изменилась. Ответы на кафедре, на столе его профессора, он тоже там. Поэтому просто так я их вынести не смогу. Я тебе что, зря скидки делал? Нет. Я все придумал. Значит, я сейчас увожу профессора в буфет, вы заходите и быстро фоткаете ответы, пока никого нет. А как мы туда попадем? Ключ у меня в кармане. Достань его. Спасибо. Я пошел. Вот я что с человеком высшее образование делает? Горе от ума. Блин, ну подождите, ну это как-то неправильно заходить в чужой кабинет. Может, не пойдем? Почему чужой? У нас же ключ есть, значит, наш. Пошли. У меня сегодня такой день трудный, столько решений. Антохе надо сказать, что я как-то на другую работу ухожу. Ну думаю, он поймет, порадуется за меня, как за друга. Ты что вообще охренел что ли? Почему? Да потому что Колян меня к мужику послал, значит работа моя. Чего твоя-то? Я же ее сделал, а не ты. Ты вообще туалеты почистил? Нет. Короче, никто никуда не уходит, а деньги пилим пополам. Да пошел ты, понял? Я увольняюсь. Вот тебе, на сантехника. Я лучше в нефтяной компании буду работать, а ты здесь туалеты чисти, понял? Я сейчас нахожусь по тому адресу, где сегодня Вовану счастье привалило. Ну а че, дуракам везет, поговорка-то работает. Короче, я решил, если уж Вовану взяли, меня по-любому возьмут. Еще посмотрим, кто будет сотку зарабатывать. здрасте. Ты кто? Я из кабельного. Я просто лучше того, кого вы сегодня на работу взяли. Вы ошалеете, какой я работник. Пошел нахрен, у меня спутниковые. Вот они, давай фоткай. Ну, конечно, это неправильно, рыться в чужих бумагах, в чужом кабинете. Ну, уж очень поступить хотелось. Не, ну это я сейчас себя не оправдываю. Блин, ну давай быстрей. Сейчас, сейчас. Э, а ты че там нашел? Ничего, списки на отчисление. Балево. Так, молодые люди, вы что здесь делаете? Мы, это, мы вас ждем. Подождите, вы зачем рылись в моих документах? Я вызываю охрану. Подождите, не надо охрану. Я вам сейчас все объясню. Ну, вот что может объяснить проститутка профессора университета? Разве что особенности русской национальной сауны? У меня же мамка в деревне еле-еле концы с концами сводит. Ребенка моего ростит, а там еще отчим пьет. И чтобы он мамку не бил, я им деньги отсылаю. Понимаете, поступление это мой единственный шанс. Знаете, я сама не знаю, когда я в последний раз улыбалась. Ну так, чтобы с легкостью, искренне я вас понимаю, но и вы меня поймите. Не могу я вам дать ответы. Попробуйте, придите летом, я вам помогу с подготовкой. Если с сыном будет все в порядке, я обязательно приду. До свидания. Постойте. вот, возьмите пятьсот рублей. Они вам пригодятся. Спасибо. Блин, Ленка, я не знал, что у тебя ребенок. Что, дурак, что ли? Нет у меня никакого ребенка. Это я ее научил. Я им всем такие истории придумал, чтобы платили больше. Ну что, как все прошло? Да нормально. Только зять у тебя, конечно, тупой. Это точно. И что нам только твоя дочь нашла, соображает медленно, как уголовник выглядит лысый. Как лысый? Этот волосатый, сутулый, длинный. Нет, такого не было. Был лысый, и еще, знаешь, какой-то рыжий приходил, а сутулого длинного не было. Ну-ка, посмотри, вот этот был? Не, этот и хоть нормально выглядит. Так, поехали-ка, разберемся. Так сейчас хоккей начинается. Я тебе такое шоу покажу, покруче хоккея. Здорово. Сделай кофе. Как дела? Как кафе? Как прибыль? Кафе стоит, прибыль идет. У меня тоже жизнь нормальная началась. Смековый телефон себе взял. Лучше, чем у Коляна. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте. Эти? Эти, эти. и вот он куда-то пошел поступать, а нас попросил подмениться. Деньги давай. У меня только десять тысяч осталось. Как десять? Остальные сорок куда дел? Ну, я шоколадки купил, чипсы, телефон вот. Антохе еще пять тысяч дал. Ничего мне не давал. Так, короче, давайте все, что есть и Коляну ни слова. А то кафе отберу. Слушайте, у вас телек работает? Да. Отлично. Тогда здесь и посмотрим хоккей. Че вкопались? Тащите пиво. Туалет у вас тут где? Вон тут. Только он сейчас не работает, засырился. Да вы че, уроды. Я вообще-то пиво пью, но и скоро понадобится. Так что давайте-ка нефтяники недоделанные идите и бурите скважины, понятно? Ага. И советую вам работать быстрее, чем мои почки. ну и пофиг, что я так не успел сфоткать эти билеты. Решил, попробую сам. Че, школу-то я ведь закончил? Какой-никакой осадок знаний в голове имеется. Так-то тест оказался вообще сложным. Но я решил отвечать, как в фильме «Миллионерный струщоб», опираясь на свой жизненный опыт. Чему равен синюю 90 градусов? Блин, как оказалось, большинство вопросов вообще не связано с моим жизненным опытом. Точнее, не один. Но я решил отвечать, как мне подсказывает сердце. Ленка, привет. Привет. Че, опоздала? Да. Блин, опять не поступила. Че теперь делать будешь? В проститутки пойду. А че ты как написал? Не знаю. Вроде нормально. 50 на 50. Теперь результаты буду ждать. Че, может, лучше водички? Не, я у меня и так всю ночь плескалась. всем привет. Все не знаю, а что Ну, что вам сказать? Продолжаю жить по принципу пацан сказал, пацан сделал. Ну, а че, с институтом просто мутно все. Результатов очень долго ждать. Так что, зарабатываю самостоятельно. Не, ну, никак идти, конечно. Блин, че-то долго. КАБЕЛЬНОЕ. Колян, ты вообще везде, что ли? Здрасте. А это че, тоже ваш дом, что ли? Лариска всегда свой дом хотела. Вот я и решил на свадьбу подарить подарок такой. У нас толком-то строить ничего не умеют. Это вот единственный в округе красивый дом. Во, она как чувствует. Алло, я перезвоню. Приходится пока скрывать. Я надеюсь, ты понимаешь, что этого дома до свадьбы как бы нет. Ну, конечно, понимаю. Понимает он. Надеюсь, на твое молчание. Сергей Иванович, можете мне доверять? Я-то тебя слишком хорошо знаю, для этого, чтобы доверять. Я исправляюсь. Вот тебе на исправление. У меня зарплата так-то. Ну, значит, на чай, чтоб молча пил. А че началось-то? Да ничего, Сереж, просто этой трубки не берешь и не перезваниваешь. Я что, пустое место? Ты, Лариса, не пустое место. А почему ты тогда на меня внимания не обращаешь? Я обращаю на тебя внимание. Прическа новая? Молодец, мне нравится. Все, довольна? Какая прическа, Сереж, ты где был? Я был на работе. А я звонила на работу, тебя там не было. Я был на другой работе, на новой. Значит, старая работа тебя уже не устраивает? Вот тогда на новой и женись. А че происходит-то, я не пойму. Ты че как маленькая вообще? Куда собралась? Лариса! Зашибись, блин. Я ей дома покупаю, она из дома уходит. Ну, сюрпризы сейчас не портят за этой истерики. Вот, считайте, салаты у нас с обеда останутся. А на горячее что планируешь? Может, окорочков нажарить? Юлька, салем у меня, я потом век не расплачусь. Да ладно тебе, кто их считает-то? Это правда. Только, слушайте, девки, давайте, чтобы пожирнее все было. Ну, чтобы там оно все обволакивало. Чтобы не нажрались-то в срань. Ой, Маринка, счастливая ты. Мы думали, так и не дождемся. Да, я сама не думала. Думала так, в девках-то и помру. Начальство идет. Чего веселитесь? Вот меню на завтра, корпоратив на сто человек. Погоди, какой корпоратив? У нас завтра свадьба. Поздравляю. А в столовой корпоратив. Какой корпоратив задницу? Я же предупреждала. Я ничего не решаю. Ты чего, Света? Мы же договаривались на эту дату. Мы, может, и договаривались, а здесь деньги заплатили. Деньги заплатили? Это продажная, вот ты кто, понятно? Марина. Что Марина? Посмотрите, люди на шлюху, так в Щепитовскую. Начальство. Только все деньги им. А то, что у человека личная жизнь. Да ладно? Ну, блин, а? Привет. А ты че пришел? А ты одна? Да, а че? А у тебя горячая вода есть? Есть. А дома че? А у меня дома нет. Ну, просто я уже три дня не мылся полностью. И второй день хожу в одном и том же. К Вале, конечно, стрёмно идти, но больше некуда. Полотенце, ванной. Угу. Может, после душа? Блин, Валя, нет. У меня сегодня супердень. Короче, Валя, ты первая, кому я об этом говорю. Короче, я бесплоден. Ты че гонишь? Ну, а куда было еще тянуть? Че, она зря надеется? Да и, если честно, меня самого это уже вообще достало. Держись, Эдик. Надо быть сильными. Куда еще сильнее-то? Надо принимать все как есть. Правильно. Я сейчас пойду к Машке и приму ее ребенка. Только в душ скажу. Какого ребенка? Маша, ты можешь хотя бы здесь этого не делать, а? К нам и так никто не ходит. Да ладно ты, Антоха, а если б тебя парень беременного кинул? Я в кабинете, короче. Ты поплачь, плачь. Глядишь, поможет. Так-то, Эдик, вообще не по-пацански поступил. Будешь пить? Я так-то тебе принес. Вова, ты такой хороший. А че, мне Машка всегда нравилась. У нее в классе у первой титьки выросли. Да я уже готов, мне 25, директор кафе, а не жены, не ребенка. А тут считай два в одном. Два в одной. Или один в одной. Маша, у тебя же там один ребенок. Один. Один в одной. Вот, Иванович же денег дал, а я ни копеечки себе, все в семью. Привет. Привет. А я к Мишке повидаться. вот. Ой, а он только уснул. Понял. Ну и че, вот, соскучился. А вчера, когда Миша купался, он заметил свою пипку и рассмеялся. Блин, я столько всего пропускаю. Ага. А ты-то как? Да я нормально. Что, работаю, учиться в институт поступаю. Написал тест. Ну, пока результата нет, наверное, проверяют просто. Что? Ух, прямо как-то, как новая волна захлестнула. Ну, раньше что, каждый день вместе обыденность, а тут пожили отдельно и снова как бы тянет друг к другу. Страсть. Ну, че рассказывать, это личное. Миша проснется. Да не проснется. О, здравствуйте, я вам не помешала? Помешала! Здрасте, нет, не помешали. Все, я как раз уже, я на работу ухожу. Давай, пока. Лер, я останусь у тебя на ночь, ладно? Вы с папой поссорились? Да нет, я его просто воспитываю. Понятно. Все, походу, стало налаживаться, но только встретиться было негде. Ну, че, у нее мама дома, у меня вообще не вариант, че, я сам на кухне сплю. Ну, тогда я придумал нормальный план. Сергей Иванович, я был в офисе, сразу проверил ваше подключение, там какую-то ошибку выдает, типа там проблема какая-то в подключении. В общем, мне надо попасть в ваш дом. Мне очень, очень нужно попасть в этот дом, чтобы исполнить свой супружеский долг с вашей дочкой. Ну, Ивановичу ведь такое не скажешь в глаза, правильно? Я же не самоубийца. Коля, давай завтра, а? Завтра? Да. Нет, ну, завтра не получится, надо сегодня или вообще через неделю, или вообще еще позже. Заявок очень много, понимаете? Да давайте я уже просто сегодня все починю, да и все. Ладно, хрен с тобой, на, конторка, блин. Сделай там только все нормально. Я постараюсь. Ну, уж постарайся. Рука с жопой, блин. Алло, Лариса? Я перезвоню. Да ты что, проучить меня решила, что ли? Маша. Эдик. Маш, я вернулся. Обидишь ее и тебе капец, понял? Че? Я за тобой наблюдаю. Я слежу. Маш, прости меня, пожалуйста. Мне надо было просто все переосмыслить. Эдик, я так рада, что ты вернулся. Теперь у ребеночка будет папа. Да, только я хочу знать, кто его настоящий папа. Че? Прикинь, Машка, походу, не от Эдика беременна. Да ну, а от кого? Фиг знает. Мне так-то без разницы. А ты откуда знаешь? Так они там, в зале разбираются. О, так пошли порзом. Ты только над Машкой не ржи, у нее сейчас реально проблемы. Эдик, да ты совсем что ли дурак? Ни с кем я кроме тебя не встречаюсь. А чтобы трахаться, не обязательно встречаться. Да ни с кем я не трахаюсь. Чем докажешь? Да ничего не собираюсь доказывать, что ты гонишься совсем что ли? Че, как его дела? Ничего я не гоню, я просто хочу знать, чей это ребенок и все. А дальше мы будем жить долго и счастливо. Да твой это ребенок. Нет, не мой. Твой. Говори чей или опять уйду. Это мой. А че, надо же было за нее заступиться. Тем более, мне кажется, что я ей нравлюсь. Я уже и ребенка принимаю как за своего. Вот он у меня здесь уже. Вова, ты че дурак? Че делать-то теперь? Может, пойдешь, извинишься? А то еще уволит кедрень и фене. Ну, ты ее знаешь. А сейчас. Еще перед ней я не унижалась. Может, ее что, с задницей поцеловать, а посырется ждать? Тише ты. Серьезно же все. Слушайте, может, денег ей дать. Свадьба же все-таки. А вот хрен ей нарыла. Че, девки, конверт есть у нас, а? Слушаю. Вы уж извините меня, пожалуйста, что обозвала тебя в общепитерской, Света. Ну, и там, другими нехорошими словами. Принимается. Что-то еще? Вот. Что это? Приглашение на свадьбу мою. А это что? Завтра здесь. Что, считаешь, меня можно за три тысячи купить? Я уж и не знаю, какие там у вас тарифы. Слушай, ты че думаешь, если мы не миллионеры, так значит, нас и отшить можно, да? Да вот хрен. Завтра я здесь гуляю, поняла? Марина, уже все решено. Да, сейчас. Марина! Я тебе... Марина, да ты че? Что ты мне? Коля, а чей это дом? Пока ни чей. Ну, так, одного знакомого. Я просто здесь кабель прокладываю. Нравится, а? Коля, он ужасный. Да как ужасный? Красивый же дом. Да несколь, он хороший, просто да пофиг на дом. Ну, вот вроде все и налаживается. Не, ну не то, что мы снова вместе. Я же пока ничего не добился, чтобы снова вернуться к Лере. Мы ведь можем иногда так просто встречаться, общаться. А точно никто не придет? Сто кудово. Короче, Лариса походу там серьезно все затеяла. Трубки не берет? Да где они, СМСки пишет, как школьница, ебума. А, вот они. Ах ты развратница. Как дети, блин. Зато никакие обиды. Правда, мне вот завтра в фоке бывало калатки пить. А ты, между прочим, мне колготки порвала, так что квиты. Так что вот, Мариночка, все вопросы к начальству, он тут все решает. Значит, пойду с этим с котом разбираться. Ай, бесполезно с ним разбираться. Я с ним с утра поцапалась, как с тобой. У меня, между прочим, на завтра тоже здесь праздник был запланирован. То есть, как завтра, а я? В итоге не ты, не я. Погоди, подруга. То есть, ты знала, что у меня завтра свадьба и решила свое мероприятие здесь делать, да? Марина. Ты продажная. Марина! А, нет! Да ты, сволочь какая, а! Ты же с училища такая была, а! Продажная! Я замашку размотаю. Я тебя сам замашку размотаю. Да вы что, придурки, делаете? Антону, разними их. Да пусть разбираются, что страшного-то. Привет. Привет. А у вас что здесь? Да вообще, дурдом какой-то. А ты что пришла? Нет, Эдик, конечно, просил меня не приходить, но я не смогла. Надо же было как-то поддержать подругу и узнать, от кого она беременна. Может, от Фитиля. Да от Эдика я беременна. Маш, да не может этого быть. Да почему это? Да потому что я бесплодный. Что, в натуре? В натуре. Блин, Эдик, извини меня. Если бы я знал, что ты неполноценный, я бы не стал тебя бить. Сам ты неполноценный. Я просто бесплодный. Ну может, анализ врет. Тесты же тоже иногда врут. Мои анализы не врут. Но я же как-то беременна. А вот это очень интересно, как? Точнее, от кого? Да от тебя. Я бесплодный. Да чего ты это взял? Анализы, он же сказал. Заткнись, зачем ты вообще пошел их сдавать? Да потому что Валя меня задолбала. А при чем здесь Валя? Ты что, трахалась с моим парнем? А ты трахалась с моим мужем и с лысым. Так все-таки это ты. Что пришел? Работа закончилась? Ну, ты такие смс-ки пишешь. А у меня сердце. Только поэтому пришел, да? Не мог смс-кой ответить. Борис, что он как маленький, а? Давай, поехали домой. И что я там буду делать одна? Ты опять на свою работу уедешь. Ну, я же для тебя стараюсь. Для меня ты стараешься только дома не появляться. Так, все, хорош. Ты своей ревностью весь сюрприз испортила. Я был занят, потому что дом тебе искал. Подарок свадебный. Сереж, ну ты что, серьезно, да? Нет, я траху молодую. Сереж, ну не говори так, пожалуйста, я же не по-настоящему тебя ревновала. Просто тебя все время нет, а я скучаю. О, папа, а вы что, опять ссоритесь? Нет, все, мы помирились. Все, одевайся, поедем подарок смотреть. Я внизу, мне позвонить надо. Привет. Видишь, как воспитание работает. Блин, нормально. Ты так вообще нормально выглядишь. вам привет. Рина, Гамлет завтра еще двоих земляков приведет. Столовая же большая, место всем хватит. Да? Так вот, хрен нам, а не столовка простым смертным. Унем с твоими усатыми Гамлетами в нашей халупе гулять. Что встали-то? Продукты разбирайте. Сережа, ну скажи, что это не наш дом. Наш? Нет. Твой? Блин. Короче, понятно все. Целый месяц, блин, на это убил. Сереж, ну не злись, а? Ну просто к нему надо привыкнуть. Угу. Сережа, Сереж, а спальню ты покажешь? Может не так все плохо? Покажу. Сереж, Сереж, ну у тебя же сердце. Ну, давай тогда своим ходом. Сереж, Сереж, подожди, хочу посмотреть сначала. Ого! Что, уже нравится? Это что? Не понял. Значит, новая работа, да? Месяц убил. Ты ей выходил звонить? Это Колян стопудов. Ну все тебе капец. Изменять моей дочери в моем же собственном доме. Все вырву нафиг, что там шевелится у нее. Коля, здравствуй, а ты где? Дома. Слушай, одождись меня, я сейчас подъеду, да. За ключами, за ключами. Сереж, ну тебе нельзя волноваться. А я его спокойно убью. Мариночка, сильно не расстраивайся. Тихо, по-семейному посидим. Если шкафы там вынести, то, наверное, все поместимся. Ты еще стены повыноси. Колян, где? Ты что упыриваешь? Всех обмануть решил, что ли? В смысле? Думаешь, можно трахаться у меня дома и никто не узнает? Слышишь ты, ты что меня на сына орешь? А что не орать-то? Твой баклан моей дочери изменяет. Вот что я нашел дома. Да я нашла. Да вы что? Это Лерин. Мы там вместе были. Блин, так по-тупому спалиться. Ну, признаваться было не стыдно. Я же со своей женой был. Что ты меня чешешь? Ну, не верите. Спросите у Леры. Уже звоню. Лерочка, а ты была сегодня с Колей? Просто мы с папой нашли один бюстгальтер. А, как так ты его забыла? Угу, страсть? Угу, а этот домик не твой папа подарил, представишь? Угу, ужасный, согласна. Можно? Не, ну, а что у нас вон, в столовке тоже после каждых корпоративов трусы валяются. Страшное место. я ни с кем кроме Эдика не спала. А Вова, он мне даже не нравится. Ну и вали. Заткнись. Так бывает. Вот, у меня брат с женой, у них обоих дети на стороне, а своих общих нету. Научный факт, несовместимость. Ну и любовь тоже немаловажный фактор. Блин, может, реально получилось, Маш. Пошел ты, ты мне изменял. Маш, давай его вместе воспитывать. Что это значит? Все? Ну, что, мы пойдем? Завтра на свадьбу, то куда приходить? А что я такого сказал-то? Да у нас, Иван Ильич, сложности со столовой. Так что давайте завтра прямо сюда. Сюда? Ну, нам больше негде. А может, в доме? У нас же там много места, Сереж. Он же ужасный. Ну, это же не мой праздник. Подождите, это что за дом-то? Большой, нормальный дом. Хорошая свадьба будет у вас завтра. Колян все объяснит. Давай. до завтра, молодожены. Ну, что, в общем, все помирились. И мы с Лерой тоже. И мама счастлива. В общем, такой хэппи-энд. Дорогие Марина и Армен, объявляю вас мужем и женой. Ура! Алоха, пацаны. Ну, как видите, у нас с Лерочкой все наладилось. Мы все вместе. в кафе я уже больше не работаю, но Иваныч мне Мерседес вернул. Так ты же его сам выпросил. Ну, а что, без машины неудобно же, правильно? Кстати, сегодня мы все вместе летим в Эмираты. Ну, праздновать свадьбу Леринах родителей. Не, он официально, конечно, я не должен был туда лететь. У меня несловка. Но Иваныч позвонил и сразу нашлось пару лазеек в наших законах. Так что, Так что, вот, встречайте Эмираты Коляна Наумова. И документы убери в куртку, а то останешься здесь, в своих крутых очечьях. Ой, Эдик, привет. Привет, Колян. Короче, я договорился со знакомым в банке, но я ему раньше по левой схеме телефоны продавал. Он мне может дать большой кредит наличкой. Колян – поручитель. Ну, просто больше некому. Эти деньги я отдам Машке на воспитание нашего ребенка. А потом совершу единственный нормальный поступок в своей жизни. Это покончу с собой. Но только об этом никто не узнает. Так что, это мое последнее интервью. Эдик, из меня поручитель, но никакой. Я же на условке, понимаешь? Колян, так это левая контора. Они вообще всем дают, только под большой процент. Слушай, ну давай так. Я съезжу, отдохну, да, через пару дней вернусь, и мы все и порешаем. Колян, так мне сегодня надо. Ты можешь сам вообще не ездить. Просто дай мне свой паспорт, я съезжу и верну. Блин, Эдик, ну ты там залипнешь, блин, с этими бумажками. А я до конца дней своих так море не увижу. А я не хочу умереть, не увидев море. Понимаешь? Ты вообще, может, зайдешь? Коль, не хочешь? Пойдёте памперс. Надо Мишу уже одевать. Чё, пошёл, что ли? Ну да. Счастливо слетать. Ну давай. Ну вот это точно моё последнее интервью. Потом, когда меня уже не будет, кредит начнут требовать с Коляна. Ну а Колян же не, как я, с Машки деньги не будет трясти. Ну если чё, ему Иваныч поможет. В общем, я думаю, что он меня простит. Всем пока. Мам, я так хотела показать тебе наш загородный дом, но там ремонт сейчас. Будем как бомжи жить в этой хрущёвке. Ларочка, когда вот твой бегемот уже накупается, а то опоздаем. Мам, да нормально всё, никуда мы не опоздаем. Я на твою первую свадьбу тоже успевала. Если бы твой Корлеон уряженный, мне дату в приглашение не поменял. На два дня опоздала. Мам, давай потише, а? Серёж, там всё слышит. Я не понял, а что за совещание в Сирпентарии здесь? С лёгким паром, бандит. Ну что, пришло время познакомить вас с этим артефактом. Моя тёща Нона Борисовна. Сидела пятнадцать лет в своей Испании, сейчас прискакала на правду-ка посмотреть. Ещё с нами в Дубай летит на свадьбу. Я думал, она помирать прилетела на родину. Не надоело кости-то перемывать за спиной? А я тебе и в глаза могу повторить. Он брюхо отъел. Чё, в двухтысячных-то жить стало легче? Ни шрамов, ни пулевых не прибавилось? Я смотрю, а в Испании-то кукушку-то припекло окончательно? Серёжа, мама, мы через восемь часов будем уже в Эмиратах. Вы можете просто не портить мне праздник, а? Я могу. И что мне сейчас делать? Я и с Лариской ругаться не хочу, и с этим антиквариатом тоже лается. Особого желания нет. У меня через её контору там деньги в офшоре капают. Но всё равно предел общения с ней три минуты максимум. Серёж, ну ты чего? А, это всё-таки моя мама. Слушай, слетайте вдвоём, а? Наговоритесь там. А потом расскажете мне, как прошла моя свадьба. Серёж, ну пожалуйста, потерпи, пожалуйста, три дня. Конечно, потерпи. Лар, поехали. Торопись своего краба, если он вообще способен торопиться. Рейс 725 перед Дубай задерживается на сорок минут. Ничего не поменялось. Вроде аэропорт, а как сарай, совок, блин. Лер, давай сразу ваши паспорта. А этот твой чем занимается? Так, всем. Мишу помогает воспитывать, в институт поступает. Всё ясно, Альфонс, ты вся в мать. У неё бандит, у тебя нахлебник. Интересно, кем ты у нас вырастешь, мальчик? Лера, а где Кулин паспорт? Коль, дай документы. Он там, во внутреннем кармане. Коль, тут ничего нет, только справка изменится. В боковом, значит, посмотри. Блин, что я его дома забыл, что ли? Вот вы мне скажите, это только ваши такие, или весь город цирк уродов? У Коляна все косяки делятся на те, за которые хочется убить, и на те, которые жить помогают. Вот с паспортом вообще нормальная мысль. Слушай, я свой паспорт тоже что-то найти не буду. Мне кажется, его у тебя никогда и не было. Криминальный авторитет твой паспорт. Верхушка эволюции блондинок. Давайте без комментариев. Коля, а ты чего стоишь? Давай домой за паспортом, пока время есть. Ну что, буду тупо тянуть время? Туда-сюда, часа полтора, плюс пробки. А потом скажу, что ключи дома забыл. По-любому на самолет не успеем. А пока пойду по Кемаре в машине. Сереж, дай Коле свои ключи, пусть он твой паспорт тоже заберет. Так давай я сразу никуда не полечу. Это ж Колян. Он его потеряет, потом скажет, что инопланетяне украли. Сам съезжу. Да, Маша? Коль, привет. Мне тут Эдик твой паспорт отдал. Эдик, вот я еще когда в сотик устраивался, я уже тогда знал, что он что-нибудь подобное выкинет. Не прошло и два года. Так, значит, Эдик взял кредит, а я, походу, у него поручитель. Пуцарел, а? Не матерись, я так-то уже не одна. Пусть сразу знает, кто у него отец. Ладно, Маша, все, я пошел. Э, а он сказал, что это алименты. Да? Только почему-то из моего кармана. А я так-то, Маша, на отцовство не претендую. А ты в своем кафе за всю жизнь этот кредит не отработаешь. Понятно, вы все только о деньгах и думаете. Значит так, если этот жук раньше меня появится... Да сам с ним разбирайся, я с ним вообще больше разговаривать не собираюсь. А вот и Эдик. Походу, одумался. Ну, сейчас я вам прочитаю, что он мне прислал. Коля, надеюсь, ты успел на самолет, и эта эсэмэска дойдет до тебя, когда ты приземлишься на землю. Но меня уже не будет на этой земле. Приглядывай за Машкой, прощай и прости за паспорт. И грустный такой смайлик в конце. Да. Маша, да я не думаю, что он что-то с собой сделает. Он же такой нерешительный, трус. Ага, паспорт же украл. А он раньше вообще никогда не воровал. Но только сыр в магазине. И то, потому что там есть нечем было. Короче, надо найти его и вправить ему башку одним ударом. Где он может быть? Может, у друзей? У него только ты. Теперь у него вообще никого нет. Блин, мне же на самолет надо. Маша, плачь, пожалуйста, потише. Не надо, Лере, позвонить. Да, у тебя есть еще время. Я же говорю, рельс повторно задержали. Не понимаю, как они вообще на вас женились, если документов найти не могут. Что-то я, по ходу, старею. Ключи забыл от квартиры. Сейчас еще раз туда-обратно съезжу. А ты давай в Эмират прямо на машине едь. Слушай, а мы можем этот багаж в шубе сегодня отправить? А сами завтра пройдем. Уважаемые пассажиры, прилетающие рейсом 725, Бейн, Дубай. Вылет задерживается на два часа. Давай бегом, ленивец, тебе везет. Сереж, а ключи? Ларс, езди с ним, а то этот младенец свидетельство о рождении притаранит. Ладно. Хорошо, поехали. Маш, ну вот откуда у тебя такой аппетит, а? Вроде такая ситуация сложная. Это не мне, а ребенку. Передай сметанке, пожалуйста. Пожалуйста. Да, Вова? Колям, привет. А привези мне чурчхелы с моря. Вова, в Эмиратах нет никакой чурчхелы. Давай я тебе просто магнитик на холодильник привезу и все. Слушай, я занят. Я еще хотел спросить, а Эдик что, поднялся, да? А где ты Эдика видел? Да он у нас в кафе бухал. Я сейчас приеду. Маша, собирайся, поехали. Маш, ну не плачь ты, найдем мы твоего Эдика. Да я не за него. Просто ты сказала, так чурчхелы захотелось. Вова, а Эдик, что делал? Ну, сначала выпил полбутылки коньяка. Ты что, тоже с ним бухал? Он угощал. Потом сигару вот эту закурил. Потом куда-то убежал, вообще в модные шмотки переоделся. Нифига себе, рубашка за семь косарей. Сколько? Пятнадцать косарей за джинсы? Да где он вообще в Перми магазин с такими ценами нашел? Это что получается? Он еще и себе денег оставил, чтобы шикануть напоследок. А что ты его пуховик-то напялил? Он мне его подарил. Еще чаевых три косаря оставил. Вот козел. Снимай давай пуховик, это я его покупала. Снимай, снимай. Еще потом спасибо скажешь. Блин, может что-нибудь рыжий знает, а? Да не было его. Я ему сегодня выходной дал. Ну вспоминай тогда, о чем с Эдиком говорили. Да не помню я. Знаешь, сколько мы выпили? Как не помню? Вы что, молча бухали что ли? А что с ним разговаривать-то? Про Валю что-то бурчал. Ты очняк, я совсем забыл про этого покемона. Слушай, звони давай, Валя. Не буду я ей звонить, мы с ней не разговариваем. Маш, ты Эдик, а хочешь найти? Мы из-за него не разговариваем. Ладно, позвоню. Что случилось-то? Он какого-то богатого убил? Тебе лучше не знать. Деньги давай сюда. Эта трубку не берет. Ну поехали, да я снизу к ней. Вот, деньги гони. Пуховик не трогай, я его потом заберу. Чего вы все подарки-то забираете? Сереж, у тебя тут столько одинаковых курточек, а паспорта тут нет. Ну? И на кухне нет. Сейчас в большой комнате посмотрю, может там. Сереж, ты что тут цирк-то устроил мне, а? Они же у тебя с собой были. Да ты что? Может не заметил просто? Так, давай бегом-ка одевайся и поехали в аэропорт. Чего ты мамашу-то включила? Бегом, да бегом. Сейчас поедем, в туалет схожу. Да не, не, вы не подумайте. Я с тещей ничего не собираюсь сделать. Мне этот офшорный мешок живой нужен. Просто это последний реальный шанс не улететь. Ты уснул что ли? Иду, иду. Кто меня с волыной в самолет пустит? Даже без патронов. То есть, ядик пришел, подарил тебе букет роз. Он еще этой предательнице цветы дарит. Слышь, ты что обзываешься? Я его так-то не заставляла со мной спать. Не кури, я так-то с ребенком дышать вообще нечем. Дышать нечем, потому что ты тут стоишь воняешь. Все, хоре. Про Эдика все сказала? Нет. Он мне еще денег дал. Сколько? Десять косарей. Тоже мне благородный пижон, решил напоследок всех своих баб задобрить, чтобы они потом все его жалели. Ну, насколько тебя оценил, столько и дал. Нет, он двести тысяч оставил. Ни хрена себе, ты этих денег вообще не стоишь. Да. Да. Так вы что, успокойтесь, а вы что как проститутки? Малин, что-нибудь еще говорил? Ну, извинялся за прошлое. Сказал, что вел себя как ***. Я ему предложила зайти чай попить. Ну, и потрахаться заодно, да? Так, Маш, иди проветрись, а? Ну, что дальше было? Отказался и от чая тоже. Сказал, что на работу торопится. Точнят. Он же в такси работает. Маш, а ты адрес знаешь? Да. Так, ну все, мы поехали. Слушай, Валя, я деньги потом заберу, ладно? Слышь, а что случилось? Он что, эти деньги украл? Ну, типа того. Наташа ***, я отлучился на 15 минут. Прихожу, а тачки нет. Фиалка, не материтесь, это кто-то из своих. Ну, ясен пень, там же охрана. Ну, вот смотрите, ваша машинка едет. Ну, мы-то в чем виноваты? Идите, узнавайте у охранников, кто это. Здрасте. Извините, что отвлекаю. Мы просто хотели узнать, а Эдик приходил? Эдик? А вы что ржете? Он просто сегодня тут такое устроил. Он пришел, всех таксистов в рацию посылал. Ну, вообще, Натаха вон даже на телефон сняла. Натаха, покажи. Фиалка, у тебя в машине вообще говном воняет, а не фиалкой. Ты что, снимаешь, да? Да можешь даже в интернет выкинуть. Все таксисты дебилы. Идите ***. У-у-у. А он случайно не говорил, куда он собирается? Не, он такой счастливый убежал. И факт начальнице показал. Это Эдик Педик тачку мою угнал, вот ***, а? Эдик, у него даже прав нет. Значит, далеко не уедет. Что, полицию вызываем? Да какая на*** полиция? Сейчас мы с пацанами сами его найдем. Ну, в этот момент я окончательно убедился, что Эдик на все готов. Ну, потому что с кредитом мы как-нибудь бы разобрались. Ну, в конце концов, вернули бы деньги в банок. Получили бы люлей. Ну, угнать тачку у таксистов, точно самоубийство. Ну, давай, давай, козлина, останавливайся. Останавливайся. Да, Лерочка, я почти освободился. А сколько времени еще осталось? Вот он, остановился. Вер, я тебе перезвоню, ладно? Паш, все, погнали. Ну, че, где этот спринтер? Уважаемые пассажиры, вылетающие рейсом 725 перед Дубае. До конца регистрации осталось 40 минут. Мам, дай билеты, а не в пальто. Лар, это че? Не знаю, зажигалка, наверное. Ага. Твой бронтозавр давно не курит. Уголовник, ты на свадьбу собрался? Или на разборки свои? Вы че, кипиш поднимаете? Сядьте и успокойтесь. Ты че у меня сам сядешь? Я не удивлюсь, если у тебя в багаже две гранаты припрятаны. Женщины, успокойтесь. И медленно положите пистолет на пол. Вы все не так поняли. Это не мое, это его. Оружие на пол, руки подняли. Мам, положи его, пожалуйста. Хоть раз жизнь умного человека послушайте. Сделайте, как он говорит. Пожалуйста, я ни в чем не виновата. Эй, ты че творишь, Лара? Сделайте что-нибудь, Лара. Лара, ты че? Да вы что, ненормальничка? Что ж вы делаете? Ну че, ждем, Каляна, и летим. Сереж, ты человек или кто? А ну иди покажи, это разрешение на эту фигню, или что там надо, объясни и все. Ладно, ладно, женский батальон. Мужики, не ломай ее, подожди. Ой, слушай, я разрешение забыл. Сереж, ты че, издеваешься, что ли? Так, выбирайте, или бабушку выручаем, или летим отдыхать. А Борин, пули домой. Да пули у нее все. Ладно, ждите. Да хорошо, хоть машину не покоцал. Где Эдик? Вон ваш дебил. Прыгай, а то я тебя сам убью. Эдик, Эдик, Коля, он сейчас прыгнет. Так, ну иди. Эдик, родной, только не прыгай. Только не прыгай, Эдик, я сейчас, я сейчас. Эдик, ну подожди еще чуть-чуть, а? Эдик, ну нахрена ты это все придумал? Эдик, ну тут дебил, урод какой, олень. Эдик, не надо. Колян, не подходи, я уже все решил. Эдик, ты этим ничего не решишь. А чем мне еще остается? Я только порчу всем жизнь. Вы знаете, я вот до этого никогда не сталкивался с самоубийцами, но мне почему-то кажется, что все они говорят одно и то же. И вот Эдик, он далеко не исключение. У меня плохая работа, мало денег и пять кредитов. Блин, Эдик, ну вся Россия так живет. Ну что, сейчас всем прыгать что ли, ну? У тебя вот нет кредитов. Да, благодаря тебе уже есть. Эдик, блин, да у меня вообще никогда своих денег не было, ну? Чего ты перебедняешься? Вон в Дубае собрался. Эдик, да это вообще все Иваныч замутил, ну? Вот видишь, у тебя Иваныч есть. Блин, Эдик, радуй себя, что у тебя такого Иваныча нет. Ты бы с ним давным-давно уже спрыгнул. У тебя семья есть, а я вообще никому не нужен. Эдик, да у тебя вот-вот ребенок родится. Маша сказала, что не хочет меня видеть. Блин, да ты сам ее до этого довел. Колян, я даже прыгнуть не могу. Ну вот и хорошо. Давай иди, Коля, слезай. Не могу. У меня ноги онемели. Эдик, иди сюда. Иди сюда. Вот, вот и все. Колян, прости меня, пожалуйста. Я все верну. Подожди. Да, Леночка. Уже никуда не летим? Я надеюсь, ты не виноват. Ну все, хорошо, я скоро буду. Не понимаю, как можно таких людей полицией называть. У них на моськах написано. Мусора. Ладно, хоть завтра сваливаю из этой страны. А чего, оставайтесь? На охоту сгоняем. Пистолет-то уже в руке подержали? Пап, хватит. Ну а что, лось на нее хорошо пойдет? Такой смех у него дебильный. Ты до свадьбы хоть слышала, как он смеется? А кого-нибудь интересует, что мы со свадьбой будем делать? Да не переживай. После Нового года сгоняем куда-нибудь. Пакистан, Афганистан. Ну, на Борисовне убирайте. Не юродствую. А то перекрою все твои шорные канальчики. Да, шутка. Семейный юмор. Хотите, извинюсь? Хочу. Только пусть он смеется, когда ты извиняться будешь. Для дебильности ситуации. У твоего что, инсульт? Коль, что с тобой? Или опять какую-то умную фразу для своего видеодневника придумал? Ага. Моя мысль действительно умная. Я просто подумал про Эдика. И вообще о людях, которые решаются на такие вот глупости. Маша, ну я же ради тебя это хотел сделать. Ну прости меня, пожалуйста. Че? Ты же трос. До фига вообще ты мне такой нужен? Маша, ну у ребенка должен быть папа. Почему ты его научить-то сможешь? Уходи, никогда больше сюда не приходи. Ну от проблем же не убежишь, правильно? Это как больной зуб. Ну ты же не сразу вырываешь его, правильно? Ты сначала ставишь пломбу, потом другую. Ну просто у Эдика, видимо, этих пломб уже много было. Можно я у вас в кафе сегодня одну ночку переночую? Не знаю. Тут так-то только Антоха с телками ночует. Только я кабинет закрою. Спасибо. Ну вот такой вот стоматологический вывод. Всем привет. Сегодня 31 декабря. И мы всей семьей будем отмечать первый Мишкин Новый год в загородном доме Иваныча. Так что я решил сделать Мишу сюрприз. Договорился с Валей, она мне даст костюм Деда Мороза из садика. Так что к Мише придет настоящий Дед Мороз и подарит ему вот этот крутой самосвал. Лев, смотри, как думаешь, Мишке понравится? Ну да, детям ведь нравится яркое. Привет, семейство. Дедушка Мороз пришел, подарки принес. Это Мишке, а это те, Колян. Пап, это что? Это первый подарок на сегодня Мишане. Решил машину купить, а то папаша-то ему не скоро купит. Так здорово, Мишка так рад будет. Правда, Коль? Ой, Миша так рад будет, да ведь, Коля? А про мой самосвал? Ну да, яркий. Нет, ну мой самосвал так-то ничуть не хуже. Просто меньше. Коля, она еще и спортивная. Так круто. Я пойду посмотрю, может, Миша проснулся и сразу ему твой подарок подарю. Спасибо, пап. А ты, Колян, я смотрю, пока Мишаня спит, в его игрушки играешь? Да нет. Это я подарю ему сегодня. Ну. Так может, и денег занять. Нормальный подарок купишь. Мишка же не надо, что у него папа кабельщик. Да не, не надо. Ладно, вам с Дедом Морозом повезло. Ко всем он раз в год приходит, а вас весь год содержит. Пап, Миша еще спит. Ну ладно, проснется, порадуется. Я поехал, мне еще Снегурочку свою забирать и Армена с Бабой Гой. Тоже мне Дед Мороз. Даже без костюма. Короче, мы с Вованом решили в Новый год нормально поработать. Ну, а что это считается самое хлебное время? У нас в кафе уже 4 столика заказали. И пацаны по-любому вечером подтянутся. Но чтобы нормально заработать, мы сделаем новогодние цены. Мы старые просто в два раза поднимем и все. Вован, блин, ты че так долго-то, а? Сегодня такая движуха вечером важная, люди придут бабосы тратить, а ты за пивом не съездил. Я Вику встречал. Ну и че? Сейчас я за какой-то телки, люди должны без бухла остаться, да? Привет. Привет. Познакомься, это Вика, моя двоюродная сестра из Йобурга. Она к нам на праздники приехала. Антон, очень приятно, директор кафе. А это точно твоя сестра? А то вы не очень похожи. Да, конечно. Нас в детстве все время путали. Только у нее потом волосы выросли, а у меня выпали. А я и не думал, что у Вавана есть такая красивая сестра. А я тоже не думал, что в кафе работает, тем более директором. А че такого-то? Он просто в детстве себе даже шнурки не мог завязать. Обязательно упадет или голову поранит. Да ничего я не поменялась, знаешь. Поэтому тут как бы я главный. А где здесь туалет? Вон тут. Только смотри, там ногами на унитаз не вставай. Я его не прикрутил. Слушай, она у тебя вообще прикольная. А у нее-то парень есть? А тебе какая разница? Это моя сестра. Смотри, даже не смотри на нее, понял? Я знаю, у тебя шпиль и вилли, а потом абонент не абонент. А че такого-то? Ты че? Да ничего. Только троню ее, и я тебя закопаю, понял? Ой, да не мороси ты, а. Не собирался я ее трогать? Сегодня вообще-то Новый год. Телочек и без нее будет хватать. Уж найду кого потрогать за бутылку шампанского. Вот и ищи. Да не сойдется он на вас, Людмила Николаевна. Че за день-то такой, а? Ничего не сходится. Все Деды Морозы сорвались. Кто в запой ушел, а кто вообще не вышел. Че смотришь-то? Тащи бороду. Сейчас грудь прикроем, и нормально. Почему елка задерживается? Дети уже час ждут. Потому что Дед Мороз на оленях севера едет, а не на вашем Симаково-ранжровере. Дверь закройте. Блин, и никак ведь эту елку сегодня не отменить. Собрались уже спиногрызы. А вот в ресторане-то шабашку придется отменить. Там уважаемые дети соберутся. И Дед Мороз с титьками там не прокатит. Здравствуйте. Че родители-то тупеют своих детей? Я ж сказала, 10 минут, чудо, подождите. Че ломиться-то? Извините. Валь, я это, по поводу костюма Деда Мороза хотел спросить. Когда можно забрать? Я даю вам 500 рублей, вы играете Деда Мороза. Иначе ни костюма, ни денег. Блин, да не нужны мне ваши 500 рублей. И не могу я играть Деда Мороза. Я сюда вообще за костюмом приехал. И меня дома жена ждет. Тогда ищи другой, только, б***ь, ты его найдешь 31 декабря. Сейчас, подождите. Достань мне конфету из подарка, шоколадную. Так это ж дети, ничего, здоровее будут. Лерочка, привет. Лер, я задержусь немного. Часа на два. Ну все, пока. Вот и хорошо. Че стоишь-то? Снимай с меня эту синтетику, спарилась уже вся. Мы с Викой в детстве вообще дружили. Да, так вы постоянно дрались, я тебя постоянно побеждала. Ну конечно ты борьбой занималась. Ну и че, мы в одну секцию ходили. Да ты, Вова, просто слабый и все. Я тебя тоже все время побеждаю. Ну да, по тебе видно. У тебя руки такие накачанные. Одинаковые у нас руки. Просто у него кофта с начесом. Так, слушай, Вова, это все, хоре базарить. Давай, езжай за пивом. Скоро вернусь. Ладно, надо работать. Антон, а как это тебя развлекаешь, когда Вовы работы нет? Ну, пиво там пью, телик смотрю, а че? А, ну а девушки тебя интересуют? Я, например. Ну? Ты мне очень даже интересен. Капец, блин. Ко мне телочка еще никогда сама не клеилась. Я, конечно, Вовану пообещал с ней не мутить, но как-то теперь ей надо отказать. А я для отказа даже слов не знаю. Ну, кроме тех, что мне телочки говорили. Слушай, погоди. Я так не могу. Почему? Потому что я тебя совсем не знаю. В смысле? В смысле? Просто все так сложно. Блин, че-то я вообще волнуюсь. Да успокойся ты, это же дети. А это че такое? Успокоительное. Ну, чтоб дети не бесили. Одна таблетка и тебе по*** любого ребенка. Будешь? Нет. Ну, тогда запомни. И за леса, и за гор. А дальше само по катетре. Ой. Ну, давайте. Начали. Из-за леса, из-за гор, к вам приехал Дед Мороз. К вам приехал Дед Мороз. Он подарки вам привез. Антон, у тебя что, девушка есть? Да нет у меня никакой девушки. Просто у меня сегодня голова болит. Так здесь просто душно. Нужно сосуды расширить, чтобы кровь начала голове поступать. Блин, Вован, извини. Но ты бы на моем месте тоже не удержался. Ну, нет, ты бы удержался, это же твоя сестра. Вова, извини меня, пожалуйста. До свидания, детишки. До свидания, Дед Мороз! Ну, с дебютом, Николай, я даже не думала, что ты столько слов выучишь. Мне так-то Валя помогла. Да вообще прекрасный дуэт. Дед Мороз, почему у всех шоколадные конфеты, а у меня карамельки? Потому что твоя мама не сдавала на ремонт. Иди, иди, скажи спасибо родителям. Короче, Николай, ты талантливый Дед Мороз. Поздравляю, шабашка в ресторане сегодня твоя. Да не поеду я не на курш, а башку. Мне к семье надо. Николай, ведь не для себя прошу, а ради Валентины. Вы ведь знаете, какая у нее маленькая зарплата, а ей тоже надо что-то кушать. Ну, не могу я. Значит, вам насрать на судьбу Валентины. Тогда пять тысяч рублей. Нифига. А почему здесь пятьсот, а там пять тысяч? Потому что здесь работа, а там зарабатывание. Ну, нифига себе. Пять косарей за час. Нормально так-то Дедушки Мороза зарабатывают. Ну, естественно, я согласился. Ну, а что, считай, еще успею какой-нибудь хороший подарок Мишке купить? Не хуже, чем у Иваныча. Ну да, Лерочка, ну это час, два максимума. Я сразу к вам. Ну, девочка моя, давай. Сейчас на шабашку поедешь, а завтра я аккумулятор новый куплю. Да вы уже все свечи залили. Ой, кто это у нас такие умные? Такие умные реформу новую придумали. Эту гребаную по образованию. Сейчас ни коммерческую группу новую в садике не откроешь. Ни за денежку знакомого ребенка не возьмешь. Работай, Люся, под сраку лет. То клоуном на праздники, то бабьевой на елке. Ой, слава богу. А есть вода? Есть, вымывать или будешь? Ну, так-то таблетки надо запить. Хватит свои таблетки уже глотать, а то уснешь в хороводе, как вчера. После праздника верну. Ну, что, поехали? Слушай, так прикольно. Я первый раз сексом в кафе занималась. Да, я тоже. Слушай, Вик, я знаешь, что хотел поговорить? Ты бы это, про нас с тобой, Вовану, ничего не говорила, а то меня вообще убьет. Да, конечно. Да было, да было, все забыли. Антуха, ты что трубу-то не берешь? Там так-то вообще дофига разгружать. Сейчас помогу, что. Слышь, а ты что такой довольный? Ничего. Я тебя что, не знаю, что ли? Ты только после шпили Вилли такой довольный ходишь. Да ты что, его гонишь, что ли? Просто настроение хорошее. Новый год же. Не волнуйтесь, у меня профессиональная команда актеров. Вот Снегурочка с большим стажем. Дед Мороз вообще народный артист. У нас в Перми их всего четверо. Конкурсы, загадки, шарады, все веселое. Я понял. Можно я уже пойду? Идите к детям. Блин, опять деньги только после праздника. Вот же мотяра, а. Чего стоим, собираем подарки в мешок. Да по-любому это горничная из Гуау, мне телефон увела. Да ты, наверное, его сам помохал. Причем здесь горничная? Я ее на индийском послал. Вот она мне и отомстила. Да пофигу как-то. Все равно мне батя сегодня новый подали. Из-за леса, из-за гор к вам приехал Дед Мороз. Бородатый. Ну нифига себе начало праздника. В садике вообще все по-другому было. Вот все-таки бюджетные дети, они гораздо добрее этих мажориков. Здравствуйте, детишки. Здравствуйте, бегемот. Антоха, попробуй нормальное пиво разбодяжим. Не буду я бодяжное пить, ты че? Вика, попробуй ты. Э, ты че, нормальное я сейчас налью. Нормальное разбавленное пиво. А ты умеешь ухаживать за девушками? И не только ухаживать. Мне еще никогда в жизни девушка не говорила, что я умею ухаживать. Че, Вика так-то прикольная. Умная, красивая, сестра Вована. Ну это, конечно, больше минус, чем плюс. Блин, может ей предложить что-нибудь посерьезнее, чем секс? Только с Вованом надо поговорить, а то этот дурак опять все испортит. Антоха, смотри. Круто, да? А то че, они там все нарядные, а я нет. Да сними ты. Че, как придурок-то? Нормально че. Слушай, Вован, я знаешь, че хотел поговорить? Ничего я не хочу слышать. Блин, Вован, да я, может, вообще первый раз в жизни по любви шпилился. Блин, нафиг мне эти подробности. Да я, походу, влюбился, блин. Мне сейчас никакие тёлки вообще не нужны. Че, даже медички? Даже медички. Моя сестра круче медичек. Ну че, раньше мы просто братанами были, а сейчас двоюродными братанами станем. Хорошо, братишка. А сейчас следующий конкурс. Слышь, тормози, сейчас мой конкурс. Я вам буду роллы кидать, а вы ртом ловить по очереди. Слышь, ты! Успокойся, еще 20 минут осталось, иди подыши. Да вы задолбали уже. Давайте сюда наши подарки и валите отсюда. Да пожалуйста! Кто Сережа? Я. Ты потише, там телефон. Эй, Дед Мороз, скажи с Новым Годом. Ты че делаешь, а? Звезду и на это я с тебя делаю. Сущий Дед Мороз. Да. Эй, ты куда? Ха-ха, так это вообще ржака. Так еще музыку новогоднюю подложить, и вообще охрененно получится. Че, кому еще скинуть? Не, ну в тот момент я, конечно, был готов стащить этому засранцу, но это же все-таки ребенок. Я решил действовать не грубой силой, а силой убеждения. Слышь, ты че, вообще бесстрашный что ли, а? Дети, а вы не охренели, нет? К вам тут сказка в гости пришла, вы ведете себя как дебил. Ой! Промахнулся. Извини, Колобок, я так-то в длинного хотел. Не попал. Да не, ты походу нормально попал. Дети, а сейчас будем играть в городки. Э, ты че делаешь? А сейчас, дети, будем играть заморожу-заморожу. Слушай, ты это, может, вина или шампанского хочешь? Ну я так-то пиво с шампанским не мешаю. А, ну да. Слушай, Вик, я че подумал, может, мы серьезно попробуем? Пиво с шампанским? Да не, я имел ввиду, ну, отношения. Ты, я там, ты только моя, все дела. Ты че, я тут так-то не собиралась оставаться. Я завтра в Йоварк уезжаю. А я? А как же то, что между нами было? А че было-то? Там она была-то и не тянет. Это был тупо секс безо всяких обязательств. Секс без обязательств. Да как вообще женщина могла такое сказать, а? Меня вообще в жизни ни разу так не обламывали. Нет, ну обламывали, конечно, но не так. Ну че? Ты Вике уже предложила это? Любовь. Ага. Только она меня послала. Как послала? Братишка, ты же классный. Да вот так вот, Иван. Переспала со мной, а потом бросила. Да ты гонишь. Моя сестра так-то не такая. Да я тоже думал не такая. Да ладно, Иван, забей. Ну че я не забью? Это так-то моя сестра. Че она себя как х**а ведет? Пойдем, выйдем. Ты че? Ты че Антона обидел? Как шалава себя ведешь? Учить меня еще будешь. Тоже мне брат нашелся. На, таблетки свои забери. Ой, денег не дали, зато по шее получили. Спасибо вам, Дед Мороз и Снегурочка. Да просто эти дети реально дебилы. Слушай, а я 30 лет этих дебилов в садике терплю. А за пять тысяч в час можно и оскорбления потерпеть, и даже физическую боль. Вы нас, извините, вот возьмите деньги, которые я в садике заработал. Господи, конечно не 15 тысяч, но бензина куплю. Даже пытаться не буду. Дед Мороз и Снегурочка из вас никакие, зато оленями побудете. Выходите, идите, толкайте машину. Блин, а что мы родителям-то скажем? Да как в детстве, что меня хулиганы напали, а ты меня защищал. А помнишь, ты меня ведром ушатала, а родителям сказали, что я с качели упал? О, какая у тебя голова теплая. А у тебя такие волосы холодные. Капец, ну семейка, а. Вот тебе, Михаил Николаевич, подарок на Новый год. Сейчас ты полностью укомплектован. И дом у тебя, и тачка. А что жену-то ему еще не купил? Ну, для общего комплекта. Возьми кредит, докупи сама. Да, Коль, Миша еще не спит. Из-за леса, из-за гор, к вам приехал Дед Мороз. К вам приехал Дед Мороз, Миша самосвал принес. Сергей Иванович, главное же это не подарки, самое главное это воспитание. А Мишу воспитывать буду я. Да хватит вам уже, а. Колька, садись давай, уже Новый год скоро начнется. Ну что, дорогие родственнички, давайте-ка бахнем, так сказать, за все хорошее. Дорогие друзья, через несколько минут мы с вами встретим Новый год. Эти минуты часто объединяют людей. Потому что именно в такие минуты каждый из нас вспоминает о прошлом. кто-то думает о будущем. Но все мы очень надеемся на лучшее. И прежде всего в такие минуты каждый из нас думает о своих близких и о своей семье. С наступающим вас Новым годом! Вован, ты че ***ю тебя занимаешься? Ну че это не ***я? Так все делают. Я загадал, чтобы у меня в Новом году девушка была. Блин, да ты че слух-то рассказал? Нельзя же, не сбудется. Да я знаю, что нельзя. Я специально так-то я волосы загадал. Новый год! Новый год! Новый год! Всем весенний привет! Ну че, перезимовали зиму? Мы тоже. Я по-прежнему работаю кабельщиком. Вот. И из-за института по поводу поступления новостей никаких не было. С Мишей и с Лерой живем дружно. А, Мишка, кстати, сегодня у няни, потому что у Иваныча день рождения. Вот. А вот и подарок. Это автомат. Не, ну не настоящий, конечно. Пневматический. Блин, ну вообще классный. Мне б такой. Ты че, его опять достал? Я его только упаковала. Блин, Коль, ты как ребенок. Че, сломал? Да ничего я не сломал. Просто вон людям показываю. Ты мне два раза просто показывал. И Миша раз пять. Поэтому возьми и сам просто запакуй. Блин, ты опять, Иваныч, каждое утро как будильник приезжает. Сегодня вот решил зачем-то подвезти нас на свой праздник. Колян, где ты там? Давай быстрее. В машине накрасишься. У нас в семье два ребенка. Не сын в отца, а отец в сына. И с ними двумя я превращаюсь в домохозяйку. Но скоро все изменится. Я восстановилась в институте. Правда, об этом пока никто не знает. И сегодня на празднике я всем сделаю сюрприз. не сын в домохозяйку. Да вы пока соберетесь, я еще на год постарею. Я понял, Антоха, скоро заеду. Здрасте, Сергей Иванович. С днем рождения вас. А ты что, Колян, без упаковки? Я думал, Лера мне твое чучело подарит. Да шучу. Тайсон, здорово. Лера, можете на секундочку? Ну что, посмотрим, из кого сегодня больше песка насыпется. Лер, слушай, мне Антоха звонил, там в кафе на мое имя какое-то извещение пришло. Ну? Вот я это, сгоняю быстренько, а потом сразу к вам в ресторан. Конечно, расстроился. Что, вообще никак? Ну ладно, только ты подарок запакуй и сам принеси. Да, и папе скажи, что опоздаешь. Ну ладно, давай. Поиграли в пейнтбол, блин. Да я сегодня на вечер поле пейнтбольное снял. Хотел со своими пацанами побегать, пострелять. Ну как тогда, в девяностом, в Соликамске. А они начали, один с женой разводиться, второй какую-то пластическую операцию себе затеял. У третьей вообще понос с золотухой. Короче, остался я один, как тогда, в Соликамске, в девяностом. Да ладно, Сергей Иванович, не расстраивайтесь. А я, как рано, не расстраиваюсь. Просто, если еще кто-нибудь откажется на мой А ты еще не одеваешься? Сергей Иванович, а можно я попозже подъеду? Так. Нет, ну просто мне надо там бумажки важные забрать. Все твои важные бумажки, Кален, в туалете. Хорошо, что Миша всего год не успел папашу запомнить. Лера, поехали. Коль, только сильно не опаздывай. Здорово, пацаны. Блин, я походу все руки отморозил. Здорово, Колян. А что это у тебя такое? Это подарок. У Ивановича сегодня день рождения. А что он нас не пригласил? Мы с ним вроде как партнеры по бизнесу. И что ты дарить собрался? Это автомат. Ну, пневматический. Нифига. Дай посмотрю. Ой, не трогай. Я Илю упаковал. Ну, что там за извещение? А, вон, с почты какое-то там письмо пришло. Ну, короче, когда я этот экзамен сдавал, надо было документы заполнить. Ну, там, имя, фамилия, адрес. Ну, куда придет результат. Ну, я Лерина не стал писать, потому что не знал, что мы помиримся. Мамин тоже не стал, потому что она такие извещения всегда не глядя выбрасывает. Ну, вот и написал кафе, потому что это самый стабильный адрес. Пацаны, я на почту быстро сгоняю. Вы присмотрите за подарком, ну, чтобы мне с ним не таскаться. Да без проблем. Только не трогайте его, ладно? Да больно надо. Вот это вообще мощный подарок. Ну, вообще прикольный. Дай посмотрю. Блин, не поранься только. О, как настоящий. Здрасте. Здрасте. Так, Селиванов, спокойно, не нервничай и медленно положи автомат на пол. Да что вы, Игорь Сергеевич, он не настоящий? Хорошо, но все равно опусти оружие на пол. Вы совсем уже охренели? Это что такое? Да это обычный пневмат. Да, конечно, это подарок от Коляна Ивановича на день рождения. Он нам его оставил, сам на почту ушел. Подарок оставил, ушел. Опять какая-то мутная история. Оба собрались и за мной на выход. Чего стоим? Террористы. Бегом одеваться. Уважаемый Николай Наумов, вы набрали проходной балл по предварительному тесту из отчисленных в списке поступивших в МГФ ЭА Московская Государственная Финансово-Экономическая Академия. Вот так, пацаны. Был уголовником, а стал академиком. Да, Антоха. Блин, я же просил вас по-человечески, не трогайте этот автомат. Я сейчас приеду, я сам вас расстреляю, нафиг. Где вы? Ну, допустим, это подарок Аборину, а чек у тебя на него есть? Ну, почему вы нам-то никогда не верите? А я и ему не верю. Работа у меня такая. Наумов, где чек? Так он у Леры. А Лера уже в ресторане на дне рождения. Ну, хорошо. Поехали туда. Зачем? Чек посмотрим. И если все в порядке, то я лично Аборину этот подарочек и вручу. Или вы думаете, что я вам, условно осужденным, автомат в руки верну? Ну, Игорь Сергеевич, ну... Наумов, надо нормальные подарки делать. Вот купили бы книгу, это же лучший подарок. Ага, нафига Ивановичу книга-то нужна? Ему, может быть, и не нужна. А вот представляешь, как я бы обрадовался. Зашел в кафе, а там Селиванов с книгой играется. А? Ну все, пошли. И вы двое тоже. Вата-ватай. Хорошо, что мы, Арменка, дома плотно поели. Тут уж жрать-то даже нечего. А ты, судя по лицу, дома два раза плотно поела? Сережа. Ну, что я? Ну, пейнтбол слетел, ну, хочется как-то развлечься. Слышь ты, скучно мордой? Что ты цыган-то с медведями не позвал, чтобы тебя развлекали? А что их звать? Вон они сами пришли. Здравствуйте. С праздником вас, гражданин Аборин. Спасибо, это мне? Возможно. Коль, что опять случилось? Лера, дай, пожалуйста, чек от нашего подарка. От автомата. О, сейчас мне автомат подарят. Автомат пневматический, пятьдесят тысяч рублей. Цену можно было не называть. Ладно, все в порядке. Это вам, от Николая и Валерии. Спасибо. С праздником вас еще раз. До свидания. Да, гражданин полицейский, посидите с нами. Вы же член семьи уже. Второй отец Коляна. Точнее, третий. Так-то мне по району еще надо пройтись. Но с другой стороны, столько преступных элементов вместе, лучше здесь останусь. Для профилактики. Можно мне салатик? А вы что стоите? Тоже проходите? Что-то как-то неудобно. У нас даже подарка-то нет. Вообще ничего не подарите, что ли? Соткнись, Вова, ты че? Конечно, с подарком не очень получилось. Но с другой стороны, все собрались. Но я решил воспользоваться моментом и рассказать новость про поступление. Ну а че, это ведь тоже подарок. Причем неожиданный. Причем для всех. Ну, раз уж мы все вместе здесь собрались, у меня для вас есть новость. У меня, кстати, тоже. Какая? Да нет, ты первый. Да нет, давай ты первая. Ну хорошо. Я восстановилась в институте и снова буду учиться. Ай да, дочка молодец у меня. Ай, умничка. Так, давайте-ка за Валерию Сергеевну дружно. Нафига себе. Представляете, у меня такая же новость. Ну, вот я всегда говорила, что мы, Наумовы, не пальцем деланные. А че вы радуетесь, я не пойму. Ну, поступил он, и че дальше-то? Ну как, там Москва, высшее образование, работа нормальная будет. Надо ехать. Куда ехать? У тебя тут жена и ребенок. Так мы вместе поедем. Никуда я не поеду. Я что, зря восстанавливалась? Ну и, Коль, ты не обижайся, но я не верю, что ты поступил в какой-то московский вуз. Вот же письмо. МГФА. Что это за набор букв? Ну как, ну, это не набор букв, это Московская Государственная Финансово-Экономическая Академия. Слышь ты, экономист, чтоб в Москву переехать, нужно билеты купить, нужно квартиру снять. Это минимум сотка. У тебя и деньги есть? Нет. Вот тебе первый урок экономики. Нельзя потратить то, чего нет. Продолжаем праздновать. А мы найдем. Ё-моё, я ж забыл, с кем я сижу. Это же леди ресторанного бизнеса сидит, а за ней там магната бувной прячется. Или вот это вот с этими двумя банками грабит. Короче, все, забыли. За меня. Не, мне сотки для него не жалко. У меня он горячий, а дороже встало. Просто какая Москва. Он в Перми еще не везде накосячил, чтоб столицу покорять. В общем, пусть тут сидит, у меня под боком, мне так спокойней. А учится пусть Лерка. Она девка, ей надо чем-то заниматься. Антоха, а ты чего мясо не ешь? Если не хочешь, дай мне оно вообще высшее. Заткнись, Вова, а. Короче, Колян. Хочешь поехать в Москву, дам тебе шанс. С одним условием. Если ты у меня выиграешь в пинтбол. В смысле? Короче, делимся на две команды. Ты со своими гавриками. Я с Игорем Сергеевичем, Мьерманом. Если вы играете, дам тебе денег на Москву. А проиграете, все, тему закрыли, остаешься в Перми. Не, я не передумал. Я просто дал ему шанс, чтобы он облажался. А он облажается. Потому что эти три клоуна ничего сделать толком не могут. А я, к тому же, охотник. И в девяностые выжил. Ну и Сергеевич, какой-никакой, а мент. Ну и к тому же, поле не простаивает. Постреляем на свежем воздухе? Я согласен. Круто, что? Постреляем. А я, друзья, против Коли играть не буду. Я хочу, чтобы он попытался. Пусть поедет. О, так это что, их получается меньше будет? Я буду вместо Армена. Так, все, поехали. Значит так, играем до трех побед. Победивший считается командой, которая первого уничтожит команду противника. При попадании в любую часть тела. О, ништяк. Слышь ты, лысый, если в тебя попали, поднимаешь руку и выходишь, понял? Значит, начинаем по свистку. Свисток у меня. Ну что с Алладой неудачей? Ваша база там, наша там. Бросход. Сереж, сильно не бегай, у тебя же сердце. О, да ты не переживай, оно же у него каменное. А вы-то что встали тут? Идите вон прячьтесь, а то по башке, не дай бог, шариком прилетит. Лерочка, будь поаккуратней. Колечка, а ты сперва попади. Игорь Сергеевич. Бэ, бэ, бэ. Предлагаю выработать тактику. Да какая тактика? Рыжий гном и блаженный ваши, а длинный мой. Он здесь ни одного укрытия не найдет, чтобы полночью спрятаться. Короче, пацаны, вы по-любому должны выиграть. Я хочу в Москву. Так что это, повнимательнее и без косяков. Слышишь, Вова? А? Вова, ты что делаешь? Один патрон отложу. Мало ли что, последний для себя. Ты что сюда сел? Был там. Понял. Что ты творишь тут? Предупредительный воздух. Какой предупредительный? Все, коротыш готов. А, чуть не забыл. Контрольный в голову. А вот этого я не одобряю. Колян, аккуратно, там кто-то справа. Блево, просил же не косячить. Ну, прости. Я за тебя отомщу. Один ноль. Так, дальше действуем, как на охоте. Трех оленей там, видите? Идете по краям и гоните этих сахатых на меня. Короче, план такой. Разбираем жертвы. А как мы узнаем, кто из них кто? Они все в масках. Получим просто. Пузатый это Иваныч, худенькая Лера. А третий это Азнабихин. Я беру Иваныча. Я Азнабихина. Ща он мне за все ответит. Вова, Лера твоя. Да не, он по-любому другое имел в виду. Блин, Вова, ты чего сюда ползешь, а? Лера же с той стороны. Мы договорились, я убиваю участкового. Ты Леру. Я тоже хочу убить участкового. Блин, посмотри тогда, где он? Он рядом. Где? Богдан, а? Ну все, теперь у вас одна надежда только на Наумова. хотя нет. Два ноль. Короче, пацаны, у меня есть план. Слушайте сюда. Ай, колен! Блин, Вова! Блин, Антоха, ты чего? Э, дурачо, вы чего, друг друга перестреляли, что ли? Нет. Два, один. Короче, пацаны, сейчас план такой. Сидим в укрытии, ждем их, они подходят, мы их расстреливаем. А если они не подойдут? А если не подойдут, будем сидеть здесь и ждать, пока они с голодом не сдохнут. А мы не сдохнем? Мы? Нет. Мы-то знаем этот план. А, ну да. Блин, они вообще уже близко. Колян, может, пора? Блин, Вова, тихо-то, а. Ты чего тихо? Они сейчас опять нас завалят. Э, придурки, вы сдаетесь, что ли? О, они вообще уже здесь. Че делать-то? Че делать? Я убил Сергея Ивановича! Я убил Сергея Ивановича! Э, так не честно! А вот так? Два-два! А вот так! Два-два! Все, последний раунд. Че, какой сейчас будет план? Колян. Да, что он знает. Че, отступать некуда? Впереди Москва, пацаны. Может, чисто по нашей схеме вперед бежим, стреляем на удачу, а? Колян, стой! Че? Привезешь мне магнитик из Москвы? Посмотрим. Короче, там такое началось. Музыка. 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 В этой мясорубке из игры выбыли все. Кроме нас с Лерой. Ну и, казалось бы, это для меня самый лучший вариант. Но это только на первый взгляд. Лер! Давай поговорим! Давай! Лера, а почему ты не хочешь, чтобы я ехал в Москву? Это же реально мой шанс! Потому что тут спокойнее! И этот институт тебе нафиг не нужен! Лера, но ведь ты сама вместе со мной ждала результаты этого теста! Я не думала, что ты поступишь! И поэтому восстановилась сама! А почему ты мне раньше об этом никогда не говорила? Ты мне тоже не все рассказываешь! Коль, пойми, я очень тебя люблю, но не хочу уезжать! Лер, я тебя тоже люблю, но я очень хочу поехать! Вот тут надо было принимать самое сложное решение. Мне надо было убить Леру, чтобы поехать в Москву, а ей надо было убить меня, чтобы остаться в Перми. Ну, стреляй! Это же твой шанс! И твой тоже! Стреляй, пока не передумала! А ты поедешь со мной в Москву? Коля! Всем привет! Это Колян Наумов. Я в Москве. Блин, здесь вообще сильное место! Здесь вообще мощь! Колян, Колян, ты нас-то поснимай, а то подумаешь, что ты один в Москву приехал. Мы тоже тут, алло, э! Да-да-да! Сейчас пойдем московских телочек снимать! Сделаем себе прописочку! О, че ты дургаешься-то, а? Ладно, че ты, Колян? Ладно. Продолжение следует...